Ну а я представляю вам Ваня Нирвана, собственной персоной. Привет, как твои дела, как твое настроение, как встретил команду, которая сегодня прошла медосмотр? Точнее, ты ее не встречал, но какие у тебя настроения вообще? Есть ли ожидания будущего сезона? Последнюю фразу скакнуло, но в целом я понял. Настроение у меня нормальное, спокойно взвешенное, скажем так. Команду я встретил спокойно. Честно сказать, я с тех пор, когда мы массово отписались после увольнения Палыча от всех соцсетей Локомотива, я обратно так и не подписался. Я пытался, честно сказать, у меня было пару попыток подписаться обратно. Я понимаю, что это неправильно, что я должен быть максимально оперативно в инфополе, но то, как ведется вот это самое инфополе с тех пор, как команда медийная у нас поменялась, при всем, при всех вопросах, которые, скажем так, при всех конфликтах, которые у нас возникли с частью предыдущей команды. Но смотреть мне это достаточно тяжело. Я вижу, что сейчас стали иногда неплохие ролики появляться, поэтому иногда я захожу посмотреть, естественно, на Ютубе. Я захожу посмотреть состав всегда команды. Но за оперативной жизнью, скажем так, так как я следил ровно до увольнения Палыча, я, ну, больше не слежу. Но при этом я должен сказать, что, я не знаю, это, ну, как это назвать, там, эксклюзив, инсайт или что это такое. Ну, в общем, команду я встретил из отпуска уже, когда Казанка играла последнюю свою игру, а женский футбольный клуб играл свою очередную игру. Я ушел пораньше с матча ЖФК и около стадиона, около Каз, встретил Антона Мирончука. Поэтому встреча команды, можно сказать, для меня уже вот случилась несколько дней назад. Благословивая, кстати говоря, ну, да, да, и он мне как раз сказал, что все нормально, ну, спросил я про здоровье, он говорит, да, все хорошо. Ну, планирует тренироваться в полную силу. Заверил меня, что никуда не уходит и вообще даже не думает об этом. Вот. И, ну, не так, не дежурно, в общем, это выглядело. Я не знаю, может быть, он там курсы актерские посещал в межсезонье. Но выглядело, в общем, все, ну, так я поинтересовался, как сказать, без претензий, без там мольбы какой-то в глазах просто, ну, потому что мы знакомы, в общем-то. Там, поверхностно, но тем не менее. Я просто спросил, как, ну, какие у него планы и что, что, там, стоит ли на него сейчас рассчитывать. И он сказал, да, я в команде и, ну, там, рассчитывает в основе играть. И вообще никаких планов о переходе никуда нет. Ну, и так мы там поговорили немножко о том, что команде предстоит, и свои какие-то пожелания я ему оставил. И, наверное, ну, давайте, раз уж я про это сказал, наверное, стоит сказать, что он передавал всем, ну, большое уважение болельщикам. И большое спасибо от команды, что болельщики поддерживали команду в прошлом сезоне, несмотря вообще на все, что происходило. Он говорит, я понимаю, я понимаю, как все это выглядело со стороны, ну, что это очень плохой был сезон. И он говорит, что для нас очень важно и очень круто. И даже он сказал, что это неожиданно было, что вы нас все равно поддерживали до конца, а не устроили очередной виток протеста и не стали никого обсирать. Всякое бывало, всякое бывало. У Антона был очень яркий спич, я помню, на одной из послематчевых, там, вот, там, журналисты его поймали, когда он прям вот искренне с надрывом говорил о том, как, ну, вот такой вот сезон, мы делаем все, что можем, да, у нас перестройка, ну, вот, что мне сейчас сделать. Было видно, что он прям очень сильно переживает, очень хочет, чтобы локомотив побеждал, но вот пока вот так вот как есть. Ну, я думаю, что мы еще с тобой поговорим про сезон, про болельщиков, про возможные и невозможные протесты. Для начала я бы хотел просто тебя познакомить с моей аудиторией. Мы так как-то не очень сильно пересекаемся в аудиториях у меня, ну, точно совершенно есть... Периодически мне напоминают о том, что в знаменитом вот этом ежечате там мое имя упоминают, и причем часто достаточно, ну, в общем, там рассказывают какие-то либо лица, либо просто меня там поливают за спиной. Ну, это если ты, особенно когда тебя какие-нибудь журналисты о чем-нибудь спросят, потом напишут свою вариацию того, что ты на самом деле сказал, и после этого начинается обсуждение. Ну, от этого никуда не уйти, вот. Но давай просто вкратце, как ты встретился с таким футбольным клубом, как локомотив, как начал за него болеть, как, ну, в общем, для начала так, вот, как появился локомотив в твоей жизни? Надо сказать, что я сам из Коломны, и, ну, в общем-то, до окончания школы жил в Коломне, и это, ну, в общем-то, до 2000-го года. После того, как школу закончил, я переехал в Москву. И в Коломне было два футбольных клуба, в свое время АК и Авангард. АК-клуб поменьше, чаще он вылетал в третью лигу. И с футболом, скажем так, меня познакомил мой одноклассник, он занимался в футбольной школе клуба Авангард. То есть, Авангард – это та команда, игрок, который сломал ногу во время кубковой игры с Динамо, там, в каких-то, в начале 90-х годов. По-моему, она известна только этим. Вот. И у меня бабушка жила около стадиона, у нее дом прямо вот на выходе со стадиона труд, пятиэтажка стоит. И те, кто сейчас за казанку приезжают в Коломну, последние годы приезжали в Коломну и с гаражей вот смотрели футбол. Надо сказать, что внизу под этими гаражами находился склад лыжной атрибутики одно время нашей спортшколы, в которой я занимался лыжными гонками. И от бабушки я как раз ходил на стадион смотреть футбол. И, ну, вот эта команда АК, по большому счету, первая футбольная команда, которая меня, ну, как-то заинтересовала. То есть, друг у меня занимался в другой школе, ну, а я посмотрел, думаю, ну, у нас две команды, мне ближе вот это. Вот. Дождите, лирическое отступление. Да-да-да, про УКО. Не-не, меня сейчас больше Коломна интересует. Люблю, люблю маленькие команды, люблю городские команды. Футбол в Коломне, это вообще что такое? Как там комплектуются команды? Ну, вот, я думаю, что ты более-менее продолжаешь наверняка или знаешь, или просто продолжаешь следить. Это городская команда, которая поддерживается городом? Как она комплектуется? Есть ли там школа и вот эта вот вся история? Есть ли там фанатское движение вот в таком духе? Это очень хороший и правильный вопрос, но ответы о них я тебе толком не дам. Я тебе могу рассказать про 90-е годы, как раз, когда я увлекся. Ну, тоже интересно. Да-да-да, две команды было. Одна вот эта Ванта, большая команда, и она была прикреплена к Коломенскому тепловостроительному заводу. Вот эта команда АКАПР, о которой я говорю, она была прикреплена к заводу станкостроительному. То есть это две заводских команды, администрация города, насколько я понимаю, немножко поддерживала обе команды, играли то во второй, то в третьей лиге, там чаще в третьей, вылетали, понятное дело. И вот как раз я подошел к этому, что в конце 90-х годов, я, честно говоря, не помню, когда конкретно, команды объединились, стали единой в ФК Коломна той команды, которая сейчас в одной зоне с Казанкой играла, как правильно сказать про Казанку. Вот, и болельщики были, болельщики были у Авангарда больше, у Аки вообще практически никого не было, и, ну, не знаю, просто приходил туда, там, не знаю, как ребенок, вот из соседнего двора, можно сказать, ну, там, ребенок, подросток, вот, бесплатно. Изредка там играл Авангард свои игры, когда команды объединили, понятное дело, что они стали играть на большом стадионе с двумя трибунами как раз на Авангарде, и изредка вот к нам на стадион приезжать, на стадион Труд, где играла Акамая. И после вот этого объединения, болеть мы уже с одноклассниками, с моими, ну, в какой-то момент стали ходить на ФК Коломна, но это немножечко уже стало не то, наверное, так можно сказать. Ну, и самое главное, что у всех, понятное дело, что у всех болельщиков были свои какие-то большие команды, за которые они болели. И, ну, понятное дело, что там самым популярным клубом, наверное, был «Спартак», и вот друг у меня болел за «Спартак». И когда я стал интересоваться большим футболом, ну, не знаю, я не особо, честно говоря, к тому моменту следил, что происходит в большом футболе, но вот стал разбираться по наводке друга своего, как раз посмотрел на «Спартак», ну, оказалось, что «Спартак» все время чемпион, и, ну, не знаю, как-то странно, в общем, мне показалось, что, ну, из года в год они просто все время выигрывают. Какой смысл болеть за такую команду, у которой, ну, впереди только путь вниз. То есть, очевидно, ты же не можешь быть все время на вершине. Ну, и, то есть, я стимула боления за них не понимал. Предсказал долгий путь вниз «Спартака». А в интервью вот как раз показывали... Я говорю, предсказал долгий путь вниз у «Спартака». Да там можно было не предсказать, мне кажется, это было все. Кстати, довольно частая история боления за «Локомотив» из чувства противоречия гегемону «Спартаку». То есть, вот многие, очень многие, кого спрашиваю, отвечают на то, что, ну, вот есть «Спартак», он и так побеждает, что за них болеть. А вот есть «Локомотив», который, вот, борется и должен когда-нибудь сместить гегемона. Ну, так и было, так и было. И плюс, надо сказать, что по телеку-то показывали в основном «Спартак» и «Локомотив». Камера у тебя пропала куда-то. Так, а сейчас нормально? А теперь ты встал в портретном режиме, мне снова надо тебя переворачивать. Ты можешь как-нибудь вернуть себя обратно? Я вообще ничего не понимаю, ничего не делал абсолютно. У меня на секунду пропал, был написан сбой телеграммы и все. Но, ладно. Тебе придется меня переворачивать. Да, переворачивай обратно, что-то ты у нас сегодня... Давай, я пока буду про Ленина рассказывать. Давай, я уже все сделал. А, ну все, отлично. Вот, в общем, по телеку показывали еще и «Локомотив». Было это интересно. Было интересно, что народу не так много. А при этом до каких-то серьезных стадий еврокубковых доходят обе команды. Ну и самое главное, вообще самым главным фактором стало то, что первый большой футбольный матч, который я посетил, это был матч «Локомотива». То есть, мне понятно, вдруг меня все тянуло на «Спартак». Но я не потянулся, а в конце 98-го года, я не помню, в какой классе, в 8-м или в 9-м, что ли, я учился. Я предложил ему и еще там паре друзей, которые как-то за «Спартак» болели, поехать на футбол. И в Москве играл «Локомотив», завершающий тур с «Балтикой», 30 октября 98-го года было. «Спартак» где-то на выезде, по-моему, играл. И вот друг мой со мной не поехал, поехали два мясных товарища. Мы втроем приехали, посидели на «Восток-Б», наверное, это был. То есть, это не «Восток-Г», знаменитый соседний сектор. Мы посидели, посмотрели, пару тысяч, наверное, болельщиков было. Это на старом стадионе «Локомотив». Да-да-да, условно, где сейчас сидят «Локомотив» «Восток», в общем, приблизительно. Вот там я смотрел футбол тот первый. И мне понравилось, что народу немного. Было понятно, то есть я видел этот шелезящий секторочек «Восток-Г», там человек, не знаю, 50, может быть. И там было понятно, что там прям вот каждый человек, который подходит туда, каждый человек, который присоединяется к поддержке, что он важен. И для меня вот это еще таким важным стимулом явилось, что вот это выражение «важен каждый болельщик», оно здесь вот, ну, прям наглядно его видно и наглядно можно получить подтверждение. Собственно говоря, мы ехали когда обратно, я парням говорю, вот, это команда, за которую я хочу болеть, за которую я хочу ездить. И они сказали, господи, ну, тебе надо на «Спартак» съездить, тогда ты все поймешь. Я сказал, что мне это неинтересно. Вот, ну и все, и прям следующий сезон, ну, то есть первая игра у меня состоялась в 98-м году. А со следующего сезона я, во-первых, по-моему, прям на следующую же, на первую же домашку притащил брата младшего. И, ну, вот он, получается, с 99-го года ездит на «Локомотив». Ну, а я начал посещать и, по-моему, в 99-м же году я купил первый абонемент. Ну, как-то познакомился с «Латышом» и вообще с клубом болельщиков, который тогда, вот, по-моему, относительно был. Ну, и все, и стал ездить за «Локом» и в сентябре. Это ты уже в Москве жил на тот момент или из «Коломны» ездил? Нет, 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 я ездил из «Коломны» каждые выходные, ну, когда в Москве играли, а в сентябре как раз первый выезд состоялся. Ну, потому что, понятное дело, что, ну, футбольный фанатизм – это еще и выезды за команду, и первый выезд у меня, как и у многих. Я знаю самое главное, что вот из того поколения, которое пришло в конце 90-х, для многих сентябрьский выезд 99-го года в Ярославль был первым. Как минимум трех человек, я знаю, помимо меня, для которых этот выезд был первым. И эти люди до сих пор на стадионе, ну, там, не так часто, как я, ну, не так часто, как мне хотелось бы их видеть на стадионе, но на стадионе они приходят и на выезды приезжают, и там, ну, не только, в общем, активно участвуют в фанатской жизни. А почему так получилось? Совпадение или была какая-то организованная? Слушай, тогда было понятно, что Санкт-Петербург и Ярославль – это вот два города, с которых проще всего начать выездную деятельность для любого фаната. И, ну, ребят, соответственно, многие начинали вот с этих городов выезды. Ну, еще нижний много. Потому что в 2000 году, по-моему, у меня был первый нижний, тоже там для нескольких человек, как я понимаю, тоже это был первый выезд. Ну, простой по логистике выезд, там, две электрички. Не, я просто бы понял, если бы это был там, не знаю, Ярославль 2004, который тоже многими помнится и вспоминается, да, но Ярославль 99, ну, как бы, почему вдруг неожиданно именно он? Окей. Слушай, тогда вообще трибуна «Локомотива» только-только начала заполняться, и, ну, насколько я понимаю, ты как раз пришел в живую на стадион тогда, когда мы, ну, можно сказать, вот первый пик свой, первого пика своего как трибуна, как ультра-трибуна достигли во второй половине нулевых годов. А вот конец 90-х и самое-самое начало нулевых – это время, когда трибуна только-только наполнялась. Потому что, ну, повторюсь, когда я пришел, «Восток-Г», это было там, ну, от 50, может быть, до, наверное, там, до 100 человек единовременно на трибуне. И понятно, что там, ну, не знаю, на других московских матчах гостевой сектор мог быть там до 100 человек, и туда входили не только, ну, фанаты так называемые, ну, не так называемые, ну, ты понимаешь, не только активные болельщики, но и те, кто обычно там не на «Востоке», а на других секторах сидели. И вот после этого времени стало народу все больше и больше становиться, поэтому, ну, ничего удивительного, в общем, в том, что Ярославль и Нижний Новгород и Санкт-Петербург вот в эти там сезоны 3-4, наверное, становились первыми для выездных. Хочется поспрашивать про мифы того времени болельщицкие, как говорят, что на еврокубковых матчах собирались поклонники всех команд и болели за «Локомотив». Да, 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 было такое. Это, в целом... Слушай, у нас были выезды, были выезды даже, куда приезжали болельщики других команд. Слушай, ну, для меня это вообще ничего удивительного в этом нет, потому что мы упомянули про Коломна, но там же еще такая штука, из Коломны все едут на электричке, но не только из Коломны, понятно, из многих областных городов приезжают болельщики разных команд в Москву на матчи своей команды. И мы ездили с болельщиками «Динамо», ну, то есть там электрички как-то делились, то есть на одной электричке ехали вот по рязанской ветке вот этой, ехали болельщики «Спартака», на другой ехали болельщики «ССКА», то есть так, чтобы они не пересекались. А мы ездили вот с нами, ездили как-то неудивительно, болельщики «Динамо» и болельщики «Торпеда». И у нас даже, ну, там бывало какие-то случались драки, когда, ну, вот мы с болельщиками «Торпеда», например, вместе стояли, ну, потому что понятно, что мы едем вместе, у нас чего нам там делить, пять болельщиков «Локомотива», пять болельщиков «Торпеда». Ну, как-то странно там между собой разбираться. И понятное дело, что все доезжают до Москвы и в разные стороны расходятся. Вот, пожелав друг другу удачи, даже во время дерби. Ну, а так, ну, поэтому, да, за нас приезжали. И, ну, вот я помню, ну, знаменитый матч в Киеве, там вообще вся Москва была, и поезд, «Локомотив» как раз организовывал поезд в Киев. И я не знаю, сколько там процентов было болельщиков «Локомотива», но знаю, что там был весь фанатский бомонд. Ну, не весь, но очень многие там. Ну, вот я ехал вместе с представителями «Рэбли Варьерс», там несколько человек ехали. Друзья «Алтэша» как раз. Совершенно нормально. Много слышал про этот выезд, что это чуть ли не самый массовый евровыезд, там за всю историю самой, может быть, не только «Локомотива». Потому что там туда вот поехали вообще все со всей России. Слишком было принципиальное противостояние. Собственно, ты затронул тему второго мифа, про который я хотел спросить. Это какие-то постоянные драки, постоянные стычки, фанатские войны. В то же время такое было жесткое, и там погром Манежки в 2002 году, и все такое. Сталкивался? Было жестко? Или это если не хотел, то и не сталкивался? Если хотел, то пожалуйста. В то время вопрос «хотел ты или не хотел» особо не стоял. Если ты футбольный фанат, то ты должен быть готов к любому развитию ситуации. А это как раз время такое около футбола в его сегодняшнем-то виде. Вообще мне сложно про него говорить, потому что прям совсем мимо меня. Но около футбола в конце нулевых – это такое организованное мероприятие почти всегда в конце нулевых, в начале десятых. А тогда очень много было зорниц, и мне нравилась фраза, что в городе шанс есть у каждого. И там любой дрищ, такой, как я мог, имел шанс против любого человека, что бы ни случилось. Именно за счет эффекта неожиданности и за счет эффекта того, что какие-то встречи с оппонентами могли носить короткий промежуток времени. То есть по-быстрому все друг другу стукнули по лицу, разбежались. Но жестче немножко было, наверное, потому что в некоторых случаях с аргументами люди нападали друг на друга. Ну, не знаю, мне было интересно, честно скажу, при том, что я, очевидно, не боец какой-то и, ну, не знаю, наверное, я не самый сильный представитель околофутбольной культуры, очевидно. Вот, но тогда это просто было интересно, потому что любой, любой поход на футбол у тебя мог закончиться вообще чем угодно. Встречей с оппонентами, причем непонятно с какими, там иногда, ну, у нас были случаи, было несколько раз, были такие вещи, когда одновременно в Москве играл Локомотив с Торпедо, а Спартак с Динамо или с ЦСКА, ну, то есть когда одновременно в Москве играли 4 московских команды. И, ну, вот то, что в эти дни творилось, это было всегда веселье, ну, и такое, понятное дело, что все преисполнены адреналином. Ну, и там случалось всякое, то есть, ну, бывали всякие штуки, когда там неожиданно сталкивались, там, болельщики Локомотива с болельщиками ЦСКА, например, был такой эпизод случайный, когда там кто-то кого-то не узнал, вот, ну, и несколько травмированных людей уезжали в больницу. И это прям за считанные секунды просто случалось, вот, ну, и наоборот были, были такие победные, скажем так, моменты, вот. И, ну, достаточно все спокойно проходило, ну, спокойно с точки зрения взаимоотношений с органами, потому что, ну, не знаю, там, мне, вот из того, что я видел, вот так, скажем, и из того, с чем я успел столкнуться, получалось, что нашим правоохранителям проще было, ну, стучать по подзатыльникам, скажем так, и всех отпустить побыстрее, чем ковыряться с ними, что-то оформлять, там, и так далее. Вот. Поэтому, да, всякое бывало. А в электричках вообще, на самом деле, очень много всякого ада и трэша происходило. И вот, ну, как я говорил, мы попадали с болельщиками торпеды, даже когда вместе ездили. А один раз была история, когда вагон, в котором мы ехали, закидали камнями. Я не понял, кто с кем, честно сказать, я так и не понял, кто кого искал, кто с кем дрался, там, что там произошло. Ну, вот мы ехали в вагоне, который весь разбили, когда мы находились в вагоне. Нас никто не побил, там никто у нас, ну, там какие-то сечки небольшие были, вот. Ну, просто разбили вагон, в котором мы ехали, там все попадали просто на пол, и все. И было непонятно, кому и чего надо, вот. Ну, и все, и вагон поехал, там, спустя какое-то время дальше, вот. Мне кажется, эти истории электричек, встречи в электричке, они продолжались еще сильно потом, после того, как уже фактически, ну, вот, около футбола перешел в какую-то организованную фазу. А вот в электричках тебе все равно еще могло прилететь. Я помню, я достаточно, мне жена связала шарф локомотивский, и я с ним очень долго ходил, и проблем не было вообще никаких. Я с ним даже всю армию отходил, и ноль проблем было. А в электричке потом, в 2012 году, у меня был единственный такой полуконфликт на футбольной теме, когда ехал домой, и там привязались к неправильному болению фанаты другого клуба. Собственно, единственная моя вот такая неприятная встреча была. Крупные... У меня один раз про электрички скажу. У меня один раз было, вот я просто недавно с этим, с парнями ездили. Это из относительно недавнего опыта. Помнишь, лет, наверное, там, 7 назад, или сколько-то, не помню, торпеда играл с крыльями советов в стыковой матч. По-моему, торпеда вылетала, что ли. Ну, короче, играли нестыки в Раменском, и так получилось вообще, ну, случайно, правда. Я там часто на машине именно в Коломне езжу, а тут я чуть поехал на электричке, и я ехал из Коломны в Москву, возвращался в этой своей кепочке красно-зеленой, в которой я там периодически на выездах бываю. Вот, и вот я приезжаю к Раменскому, и заходит полный вагон торпеда и крыльев, вот. А я, у меня уже было пару раз... Команды-то какие приятные сердцу болельщика локомотива, что торпеда, что крылья. Команды-то, говорю, какие приятные, что торпеда, что крылья. Да, да, да. Да, а у меня, дело в том, что у меня уже было пару эпизодов таких, когда на публике меня узнавали болельщики торпеда, и, ну, так, ничего не случалось, но, в общем-то, определенное напряжение в воздухе витало, скажем так. Вот, и здесь я, ну, я думаю, ну, все, все, спасибо, до свидания всем, вот. Было здорово с вами со всеми находиться, вот. И, ну, я кепку сразу снял, осторожненько там куда-то ее в бок засунул, вот, и долго задумчиво смотрел в окно, вот, и вот так с ними доехал до Москвы, и никто меня, ну, я не знаю, просто не узнали, или просто, там, не стали лезть, что ли, ну, не знаю, но было, это, 40 минут такие были интересные для меня, вот, которые я провел в компании вот этих всех милых людей, вот, из последнего. Смотри, когда разговариваешь с тобой, нельзя не упоминать тему выездов. Я так понимаю, ты у нас рекордсмен, лидер по количеству выездов. Все правильно, до сих пор все так? Нет, нет, не совсем. Я, ну, скажем так, я там, наверное, в десятке нахожусь. Рекордсмен у нас Олег Минвазин, дает его ЛОК-81. Да, и они гораздо раньше начали, это вот те, которые начинали, собственно, историю выездов локоматистов. Да, 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 ну, про Лего мы делали, в прошлом году мы делали выпуск паровозной братвы на канале United South, как раз на YouTube, можете посмотреть, там как раз два представителя ЛОК-81, первую серию мы сделали, остальные до сих пор так и не сняли пока. Ну, в общем, там мы беседовали с Олегом, с Гошей, и у них в обоих, естественно, ну, Гоша это лидер фан движения на локомотивы еще тогда в 80-е годы, или годы, как правильно, в общем, из 80-х, и у них в обоих выездов больше, чем у меня. Есть еще Серега Клумба, вот должен я на днях его обогнать по выездам, потому что сейчас Серега живет... Куда ты собрался на выезд на днях? Ну, я имею в виду, что... Я имею в виду в ближайших перспективах, вот. Ну, я имею в виду, что вот в начале сезона должно все, ну, естественно, там целая куча обстоятельств, про которые мы тоже, наверное, сейчас отдельно еще поговорим, вот. И есть... Еще меня обогнал Леха. Не знаю, какое у него количество выездов, и еще Адольф молодой, тоже не так давно перегнал меня по количеству выездов. Есть у меня, конечно, вопросы там по поводу некоторых... Неадекватности состояния, скажем так, на некоторых выездах к некоторым выездникам. Ну, в общем, да, есть определенное количество людей, которые заморачиваются на эту тему, и, ну, я тоже заморачиваюсь. Вообще, я считаю, что это один из таких, ну, из важных показателей, что ли, для движа, это количество выездных людей на, ну, в принципе, на секторе, ну, и, конечно, количество юбилейных людей у нас, слава богу. Ну, вот я когда преодолел планку вот этого в 100 выездов, я был пятым или шестым, наверное, в движении, не помню, я честно. Но сейчас, за это время, у меня Копенгаген был сотом, за это время уже, наверное, ну, человек 20 уже сотку преодолели. Ну, это как раз люди, которые начинали ездить в... Позже меня, но чаще меня, наверное, в середине нулевых годов очень много кто присоединился из парней и девчонок даже. И есть много тех, кто активно гоняет, и вот сейчас они вот эту планку преодолели. Это определенный показатель, определенная гордость для движа. Люди, которые пробивают золотые выезды, и люди, которые, ну, вот, юбилейные выезды делают. Сейчас у нас один миновозин преодолел планку в 200 выездов. Ну, вот сейчас у меня это, там, следующая цель. У меня сейчас 150, там, с чем-то, не помню. Вот. Человека 3, наверное, или 4 приближаются тоже вот к вот этой цифре постепенно. Ну, я рассчитываю быть вот по первой тоже, там, трое можно. Мне эта тема особенно интересна, потому что, во-первых, мой первый матч Локомотива, это был выездной матч Локомотива. Так умудрилось как-то получиться, что в 2006 году мы взяли и поехали в Петербург. Самое популярное направление, как ты сказал. И это был замечательный матч, который мы проиграли 1-4 с Долматовым, после которого он сказал то, что не знает, кто в Локомотиве пенальти бьет. Вот почему, вот у него спросили, почему Лоськов не подошел пенальти бить. А он сказал, да, я не знаю, кто тут в Локомотиве пенальти бьет. Хороший матч был, как раз Муслина отставили. Приятно было. Вот, но... А его после Питера разве отставили? Нет, Муслина отставили перед Питером. Мы взяли билеты, потому что Локомотив там за первое место боролся. Вот мы взяли билеты, думали, сейчас будет все хорошо. А они проиграли в Москве. Филатов снял Муслина, поставил Долматову. И мы приехали и посмотрели на 1-4. Было прекрасно. Филатов потом собрал болельщиков, кстати, извини, что я тебя перебиваю. Филатов собрал представителей болельщиков и стал говорить по поводу изменений. И говорит, ну, вот мы уволили Муслина, все же нормально. Мы говорим, нет, зачем вы это сделали? Это вообще какой-то абсурд. А он говорит, нет, я думал, вы наоборот будете довольны. Мы же вот там проиграли работничкам. Наплевать там на работнички. Ну, команда идет на первом месте. При чем здесь работнички? Ну, не на первом, там, больше за первом месте. Зультовареги, не работнички. Работнички были, потом мы их обыграли. Да. Ситуация веселая. В общем, да. Вот, а недавно я просто себя поймал на мысли о том, что я вообще превратился в какого-то выездного болельщика. Что на стадионе я не был уже очень давно, но при этом, ну, как минимум раз в год какой-нибудь выезд, да, стараюсь посещать. Вот, правда, вот в прошлом году снова ничего не вышло, кажется. Зато до этого мы там и двойник пробили, и финал кубка посетили, и все такое. Не знаю, вот как-то вот ощущения на выезде мне торкают. Мне нравится гораздо больше, чем ощущения, когда посещаешь матч домашний, потому что это превратилось в какую-то рутину с годами. И учитывая, что футбола в моей жизни довольно много, работаю в Федерации футбола, смотрю много любительского, детско-юношеского футбола, то вот как-то идти там ехать полтора часа до стадиона, чтобы посмотреть домашку, как-то вот не вызывает ощущение праздника. А вот когда на выезд едешь, и город смотришь, и потом планируешь, вот весь день у тебя посвящен тому, чтобы пойти на футбол, посмотреть футбол, потом поехать домой, вот не знаю, ощущения, вот эти ощущения торкают, а вот просмотр домашек почему-то уже таких эмоций не вызывает. Как у тебя с выездами? Почему ты стал много ездить на выезда, и в целом, что думаешь по поводу того, нужно ли всем кататься на выезда, или это какая-то вот такая специфическая тема? Ну, я сказал, что, конечно, я считаю, что это важная вообще часть и фанатской жизни, и самая главная важная часть поддержки команды, важная часть боления за команду, потому что я знаю, я общаюсь с игроками, там, ну, больше, правда, уже со старшим поколением, которые постепенно из команды уходят, а не за одним. Но я знаю обратную связь от них, насколько для них важно видеть болельщиков своих на выездах. Я знаю, что многие из игроков первым делом, когда они выходят на поле, они смотрят, где выездной сектор. Это мне много кто говорил отдельно и там в частных разговорах, и не так, чтобы, знаешь, на публику об этом сказать, просто говорят, что вот я выхожу на поле, я смотрю, там, так, где сектор, а, вот здесь, вот, все, класс. И они обращают внимание, они обращают внимание на количество, по звуку часто я знаю, что они нас слышат. И поэтому, ну, учитывая, что я вот это вот подтверждение от игроков получал много раз, ну, я понимаю, насколько это для команды важно, насколько важна болельщиков, поддержка болельщиков и на чужих стадионах. Особенно, когда удается это громко, шумно сделать, там, не знаю, в Турине, в том же самом, я тоже был, ты помнишь, что мы достаточно круто там шизили. На мой взгляд, это вообще один из лучших наших выездных секторов. Две тысячи болельщиков для страны Шенгенской, это, вот это как раз рекорд, там, ты упоминал про рекорды. Вот выезд в Турин, рекордный для движения, у нас порвался, почти сразу порвался барабан, причем там свой не дали пронести, и нам пришлось пользоваться местным, порвалась у него вот эта пленка, там, минуте на десято, наверное. И, ну, для такого количества людей это всегда сложно без барабана шизу выстраивать, тем не менее, на мой взгляд, вообще все супер удалось. И, ну, я вот, я, наверное, прям гордился. И, ну, я гордился и командой, естественно, что круто играли, что первый забили, Леха забил. И трибуна наша... А это был очень, сейчас, извини, это был очень важный момент. Я сидел вот на центральной трибуне, и, ну, вначале, да, там, Туринцы, они не очень активно, но все-таки галдели, что-то шумели, все-таки у них там, ну, их было очень много, они как-то довольно активно себя вели. Но потом, после того, как Миранчук забил, наступило вот просто вот, вот, стадион затих. И ваша трибуна, наша трибуна, она прям, наоборот, стала орать, и до, там, вплоть в 80-е минуты, когда Дебало закинул двушечку, там было прям вот... Одна... Один сектор, фактически, на этом стадионе жил, а все остальные просто сидели с вытраченными глазами и не понимали, что происходит, почему какой-то локомотив приехал, какие-то эти тут орут, прям веселятся, а ничего сделать клуб не может. Это было очень круто. Вот реально ощущение даже, вот, несмотря на то, что проиграли, ощущение гордости за клуб на тот момент было, я об этом много говорил. Абсолютно, абсолютно то же самое. У тебя еще, кстати, на видосе есть, на твоем, не знаю, какой-то блок там, или что, как правильно назвать, то, что ты делал по итогу поездки, вот это ты, там у тебя есть момент такой, ну, не знаю, для меня приятный, наверное, как бы сказать, важный, что ли, когда мы объявляем гол Миранчуку, точнее, автора гола, фамилия Миранчука, орем, вот, и как там все сначала затихат, а потом свистит весь стадион. У меня, вот, я помню, у меня мурашки, ну, я иногда, когда натыкаюсь на видео с поддержкой, торпозик делал, вот, у тебя есть, и еще где-то три видео, в общем, есть из Турина, и, ну, этот момент особенно приятно посмотреть, потому что, ну, у меня мурашки каждый раз, это, ну, это правда было круто, и, ну, ну, вот, вот, слушай, вот мы сейчас с тобой говорим про Турин, про тот же самый, про вот эти ощущения, там, про твои ощущения, потому что ты сидел на центральной трибуне со стороны, мог это увидеть, и вот, ну, вот вопрос, важен выезд, ну, конечно, важен, важна поддержка выездных по-моему, здесь излишне говорить, ну, или вот, например, мы в Рим в этом году вырвались, там чуть больше 30 человек получилось на выездном секторе, я знаю, что нас было слышно точно, я не знаю, что там за протест какие-то очередные в Риме были, то есть их было очень мало, у них перед игрой с нами было дерби с Ромой, насколько я понял, и было очень много народу там, и совсем мало в четверг с нами, мне, честно говоря, мне просто наплевать, какие причины, там, я знаю, вот у Ювенца какой-то там протест был, поэтому не было именно ультры на матче с нами, или она молчала, то же самое, там, у Лацо какие-то свои причины, это все отговорки, у них там свои какие-то причины, но приезжает несколько человек из Москвы, несколько человек из, ну, по меркам Европы, наверное, не самого большого движа и перекрикивают стадион, и вот даже сейчас, там, в Риме 30 с небольшим человек, ну, я знаю, что мы их перекрикивали вообще нередко, для меня это, ну, предмет такой отдельной гордости за, ну, за фан-движение «Локомотива», за то, что мы можем, за то, что нас видно, за то, что нас слышно, и, ну, за то, что это точно видит и слышит команда. Для меня вопрос вообще никогда не стоит, нужно ли на выезд поехать и там команду поддержать. Конечно, да, очевидно. Так, давай тогда закончим со знакомствами, я думаю, все, кто что-то хотел узнать, все узнали и задают вопросы, поэтому давай я немножечко почитаю их, они на совершенно разные темы, но если хочешь ответить, то отвечай, если не хочешь, то мы потом какие-то вещи из этого затронем уже в более плотном диалоге. Так, Димон Вол пишет, что рад видеть меня и тебя, и присутствуешь ли ты в Ежетоке, если да, то под каким ником? Ну, нет, я не присутствую, я заходил пару раз, мне тяжело там находиться, потому что очень много участников, и, ну вот, я первый раз зашел, накануне какого-то матча, и во время матча, ну, за время матча, скажем так, ну, я ничто не смотрел, открываю, там 2000 сообщений, и я понял, что, ну, это не мой формат. За время матча даже я не читаю Ежеток, это просто выброс эмоций для людей. Ну, вот, это просто не моя форма общения. У меня есть там свой телеграм-канал, куда я, ну, сейчас, если мне нужно что-то написать, я напишу. А повторюсь, ну, пару раз мне присылали, когда, ну, когда почему-то пообсуждали меня там в чате, и причем обсуждали какую-то абсолютную чушь. То есть, когда просто меня там как персонажа обсуждают, ну, господи, ну, без проблем, но когда там что-то за меня придумывают, ну, вот, тогда это неприятно иногда. Ну, ты знаешь сам, собственно говоря, я пару раз тебе как-то выходил на связь с тобой, чтобы как-то просто опровергнуть ерунду, которую там писали. Про свой телеграм-канал и ссылки, вот, у нас будет, я это видео в итоге отправлю еще на YouTube, все ссылки в описании ютубовского канала тоже будут, но пару слов, что ты в этом канале пишешь, о чем пишешь, зачем пишешь. Да, спасибо, это путевые заметки Арт Вандала, так называется телеграм-канал мой. Вообще, изначально я его заводил без привязки к футболу. Это телеграм-канал, в котором я пишу про путешествия, про вид заметок, именно про города, в которых я либо первый раз оказался, либо давно не был, и для меня этот город сейчас воспринимается как, ну, как новый, то есть я пишу про какие-то свежие впечатления. И я там стараюсь писать нестандартные вещи, то есть не там, не знаю, сходите в Кремль, там, не знаю, сходите в, ну, там есть про Москву, там какая-нибудь Третьяковка, вот. Я стараюсь поотмечать там вещи, которые меня поразили, то есть, ну, например, сейчас вот там, не знаю, летал в Магадан, я для себя отметил, что в самолете, там, самолет на там 170 мест, всего пять девушек летит. То есть это бросилось в глаза. Ну, вот там такие вещи я отмечаю. Или там, например, что, не знаю, там, я лечу в Иран и вижу, что столько носов с пластической хирургией, с пластическим вмешательством я не видел никогда в жизни. Или что там, ну, не знаю, в Иране в том же самом, в метро ты можешь заходить с рюкзаком просто открытым, с кошельком открытым, за спиной, там будет биток, как в лучшие времена на станции Выхина с утра, и тебя никто вообще ничего не возьмет, потому что у них там отрубают руки и наоборот просто затягнут рюкзак, скажет молодой человек у тебя вот здесь вот будь осторожен, будь внимателен. Вот, ну, то есть такие какие-то вещи стараюсь подмечать. Дело в том, что много лет назад как раз, чтобы не скучать на выездах, я начал писать, собирать точнее фото граффити и стрит-арта из разных уголков, сначала Россия, потом и мира, специально стал ездить в разные города и страны. Ну, граффити-хантеринг это называется. Ну, помимо этого мы с братом как раз еще делали свои какие-то работы, у нас был блог в Live Journal, где мы выкладывали обзоры из этих городов, назывался он Art Vandal, и в какой-то момент мы блог этот заморозили, а для этого блога как раз я делал себе заметки в блокнотах, в телефоне, чтобы не только писать про авторов рисунков, но и про, ну, вот эти заметки какие-то нестандартные, как мне казалось. Ну, мне казалось, что это интересней такими вещами делиться, что, ну, не знаю, там, комары там размером со слона, там, ну, или еще, ну, то есть какие-то нестандартные вещи, и когда мы заморозили блог в ЖЖ, то есть когда ЖЖ там загнулся, записки я все равно продолжил писать вот эти, ну, мне жалко было их просто никуда не девать, потому что тот проект, который я готовлю какое-то время уже, ну, несколько лет, он в сети не выходит, ну, он в общем не для сети, скорее всего, и я решил в какой-то момент все это, ну, просто выкладывать в сеть, ну, хотя бы в виде вот этих вот записок. И, ну, мне самому интересно, мне через, ну, благодаря вот этим заметкам я больше внимания уделяю местам, в которые приезжаю, и, ну, более внимательно смотрю вокруг, слушаю какие-то разговоры нестандартные с местными, там, ну, не знаю, разговоры с таксистами я иногда записываю, там, разговоры в самолете или там в автобусе в местном или в местных барах, ну, и просто выкладываю иногда вот эти вещи у себя там в Телеграме. Ну, а когда заморозили Инстаграм, в Инстаграме я тоже выкладывал просто картинки из поездок, то, что не входило в ЖЖ. И в Инстаграме же я, ну, как, наверное, знает там кто-то из твоих подписчиков, я делился своими соображениями по поводу происходящего там в клубе или в фан-движении. Инстаграм, когда заморозили, и, ну, я вижу, что трафик упал очень сильно по просмотрам, я в Телеграме стал сейчас писать еще и про локомотив, поэтому, ну, интересно, заходите, подписывайтесь. Мне, ну, мне приятно всегда, когда я какой-то фидбэк получаю, даже если это, там, типа, что-то за херню пишешь, причем неважно, там, про локомотив или про город, вот. То есть, ну, на самом деле, такого очень мало, вот, чаще всего мне говорят, что, типа, что-то ты через чего перехвалил, там, наш город, вот, а, ну, а часто бывает такое, что я понимаю, что я пишу, ну, достаточно такие грустные вещи для, там, ну, для местных, то есть, ну, не знаю, там, могу написать, что, типа, 11 утра, а я уже встретил 10 в говно пьяных людей, вот, и, ну, я про это просто пишу, а про, не знаю, там, про памятники, про местные я писать не буду, мне наплевать на памятники, вот, потому что люди больше о месте, о городе скажут, чем любые памятники, вот, и, ну, я когда выпускаю такие записки, я думаю, ну, наверное, местным будет неприятно прочитать, а потом я вижу обратную связь, там, через личку или через вот, там, через открытый чат, ребят пишут, ну, блин, да, к сожалению, вот так, ну, то есть, никаких обид, вот, мне, короче, обратная связь важна, и сам канал для меня, ну, мне интересно этим заниматься, вот, поэтому я рад всем, кто будет подписываться и обратку мне какую-то давать. Ну, лови тогда обратку, человек с ником техно охуенно пишет, Ивану респект и уважение. Спасибо, спасибо. Так, спрашивают у меня, как мне, вью Денисова, я этот вопрос тебе тоже переадресую, но свои мысли тоже скажу, что Денисов показал себя абсолютно таким же человеком, как и, в общем-то, всегда был, всегда представлялся во всех интервью, в том числе у Сычева был абсолютно таким же, ничего нового о Денисове я не узнал, он очень своеобразный, но у него есть позиция, на которой он стоит, за которую его можно уважать или, ну, соглашаться или не соглашаться, но я уважаю, что у Денисова всегда есть мнение, которого он придерживается и считает, что он правильное, что оно правильное, умеет его доказывать, рассказывать о нем, показывать, почему он к этому мнению пришел. Так что в этом плане мне понравилось интервью Денисова, но хотя во многом я с ним не согласен, особенно он много про блок детского футбола говорил, там очень много крайне спорных вещей наговорено, но это его право, опять же, к Денисову только уважение. Как ты относишься к Денисову и смотрел ли ты его интервью? Свежее интервью не смотрел, ну, я видел нарезки, понятное дело, что, но зная, как даже мои интервью иногда нарезаются, ну, по нарезкам вообще ничего делать, никаких выводов нельзя, но в то же время для меня тоже более-менее понятно, что, ну, какой он человек, при этом, ну, он действительно не самый обычный, скажем так, с не самым обычным и не самым стандартным подходом к жизни, но при этом у меня к нему положительное отношение, потому что тем, ну, то есть, понятное дело, что я так же смеялся, как и все над днемами про давайте у него там, типа вот это был мемас, типа это Игорь Денисов, у него редкая болезнь, он охуел, давайте скинемся ему там деньгами, потому что ему три миллиона, зарплаты мало, вот, ну, там какой-то вот такой вот мемас был, я точно так же ржал и, ну, практически так же и думал, вот, а потом он пришел в локомотив и, ну, на мой взгляд, когда, короче, вот первый сезон, когда он был в локомотив, в стальном рельсе, я голосовал за него, потому что, ну, на мой взгляд, он как раз локомотив принес то, что нам помогло золото выиграть, потому что я знаю, что, ну, много уже кто из игроков говорил, и с Тарасовым мы общались близко достаточно. Подожди, в первый сезон Денисова или в сезон, который мы стали чемпионами? Первый, первый. Еще до этого. Когда мы стали чемпионами, там тоже все достаточно понятно, имеется в виду, что когда он пришел, ты, если помнишь, он пришел и они почти сразу играли, это Варняк на Сапсано-арене с, или на запасном поле, что ли? Ну, короче, на запасном поле, я, по-моему, даже на нем был. Вот, и я на нем был, и там было видно, что, ну, он просто наголову сильнее всех, наголову быстрее всех соображает, думает на поле. Я просто смотрел, думаю, ничего себе, вот это у нас игрок. Ну, для меня просто откровением было то, как он играл тогда, и стало понятно, что, ну, крутой, крутой игрок пришел. Я знаю, были договоренности у него с Геркусом, чтобы он не творил того, что вот он обычно творил там в других командах. Вот, я знаю, как ему тяжело это было, знаю, что он повлиял там на судьбу Миранчуков, ну, потому что он почти сразу, ну, он посмотрел, что они, оказывается, живут в Академии до сих пор. И, ну, там чуть ли не сразу он пошел к Геркусу и выбил для них квартиру, вот, квартиру или квартиры, ну, вот, не знаю, я знаю, что он пришел к Геркусу прям сразу, как только узнал про это, мне сказал, типа, ну, вы что делаете, у вас там, ну, это будущие звезды, это игроки, которые тащат локомотив, какого хрена они с детьми в интернате живут, ну, что происходит вообще, и заставил клуб снять квартиру для них, вот. И при этом, как профессионал, я знаю, что он на тренировках очень много выкладывался и заставлял там работать парней молодых. Плюс, ну, вот эти действительно, ну, там пара историй, которые мне рассказывали, что он после, там, парочки матчей вот в первом сезоне он оставался в раздевалке, один сидел, вот, и не уходил никуда после пары проигранных матчей, там, с треском, вот, и за ним заходили и говорили, типа, ты чего, а он говорит, ну, лучше пока уйдите, чтобы никого не сломать, в общем, и, в общем, не показать свой характер, просто сидел и выдыхал, вот. И в конце сезона, насколько я знаю, он как раз сказал Геркусу, он сказал Палычу, он и Фарфан, ну, вот, я знаю, просто, что вот эти два человека подходили к Геркусу и сказали, что, типа, ну, мы, в следующий сезон мы выигрываем, вот. И я не помню, по-моему, где-то даже в прессе уже об этом говорили. Да, неоднократно, неоднократно Геркус об этом говорил, о том, что, ну, наверное, наверное, Денисов подходил и говорил, что, все, вот в этом сезоне мы будем чемпионами, а все над ними смеются. Да, да, да. А там вопрос, ну, насколько я знаю, просто я, ну, я эту историю, там, ну, из вторых уст, можно сказать, слышал, там был посыл такой, что, ну, что ни одной команды нету сильнее нас сейчас. То есть мы по потенциалу, если мы сейчас соберемся, то мы здесь обыграем любого. То есть команда, ну, окей, выиграла кубок, но там на каком мы, там, на седьмом любимом нашем или на каком там месте закончили, или на восьмом чемпионат, и вроде как бы это странно выглядело, а они вот вдвоем оба уверенно сказали, господи, ну, фарфан сказал, говорит, я посмотрел вообще никого, ну, типа, все говно вокруг, легко. Вот, и Денис, вот два игрока, которые, и они, собственно говоря, они и команду настраивали, я знаю, на это, то есть они и команде говорили, типа, типа, вы что здесь, обыгрывать-то, господи, нашли кого? Вот, ну, и это очень сильно помогало. Поэтому для меня это один из лучших игроков именно на поле, один из лучших игроков Локомотива, который, в принципе, которых я в Локомотиве видел, мне очень жаль, что, ну, так мало это продлилось, но все равно я благодарен ему, как игроку, за, вот даже за, там, два вот этих сезона, ну, два с половиной, да, получать, наверное. Ну, да. Вот, и его взгляды как человека, то есть его интервью, я смотрю с интересом, я всегда в голове помню, что, ну, там, да, он, не знаю, наверное, не самый стандартный спортсмен со своей логикой, и я помню вот эти вот кучу вот этих историй с, там, сидениями в раздевалке, просто, чтобы ни на кого не срываться. Поэтому, ну, я, не знаю, я очень спокойно к этому отношусь, и интервью, я говорю, я сейчас свежее еще не смотрел, но, ну, ничего для меня не поменяет точно в моем отношении к нему, как к игроку Локомотива. Ну, вот так. Греча123 говорит «Добрый вечер, парни». Антон1010. Привет. Насколько сейчас разрознены фанатские объединения Локомотива? Кто сейчас являются лидерами фан-движения? Давай я, наверное, так скажу, что сейчас, как мне кажется, неправильно и не нужно никому себя заявляя как лидеру, потому что не самые простые времена у нас в стране, вот, и поэтому брать на себя время лидерства и заявлять «я лидер того-то» или «лидер того-то» — это просто не нужно. Никому, причем и ни в одном из подразделений. Объединение сейчас, ну, можно сказать, что сейчас несколько ответвлений, что ли, у фанатов Локомотива. К сожалению, такого единого кулака сейчас нету, на мой взгляд. Это одна из проблем наших, одна из проблем Локомотива. Во многом, конечно, на мой взгляд, во многом всю ситуацию портили руководители клуба, очень много для вот этого вот разделения сделала Смороцкая, и, ну, к сожалению, все видели, что происходило на трибунах иногда во времена и на ее правление, это сильно сказалось, это сильно ударило, в принципе, по движу. Вот. Были периоды, когда мы сплачивались все вместе, и до сих пор есть такие моменты, когда все объединяются, все отбрасывают в сторону какие-то обиды и претензии друг к другу. Ну, слава богу, такие моменты еще случаются. Вот. Но самое главное, что сейчас хочется сказать, что сейчас боящих Локомотива и фанатов Локомотива, к сожалению, ну, активных не так много становится. И сейчас, ну, у нас нету права, что ли, и у нас нету возможности даже вот так вот как-то разделенно существовать. Ну, хотя фактически, ну, есть там три философии, скажем так, три взгляда на фан-движение. Ну, вот одно из них, один из этих взглядов представляет United South, ну, а я один из представителей United South. Наш лидер, ну, вот если мы говорим про лидеров, у нас лидер не менялся, это Илья Доберман. Ну, вот так. Сейчас, к сожалению, он не может присутствовать на трибуне, там временно, я надеюсь. Но когда мы играем в Европе, Илья приезжает и периодически приезжает в Россию. Вот. Ну, все мы здесь, ну, стараемся представлять организацию достойно, пока наш лидер отдыхает на курортах европейских. Вот. Про остальные организации, ну, я просто это некорректно будет говорить, кто там и что. Так, тогда я блок знакомства закончу вопросом hatebreeder1988. Ваня, чем ты занимаешься, что успеваешь столько путешествовать? Уважение тебе и почет. Ох, класс. Спасибо большое. Сейчас я, как бы это странно не прозвучало, сейчас я безработный. Вот. И, конечно, мы уже 500 раз с моими друзьями по моему фан-кружку, так скажем, по фан-кружку локомотива, имеется в виду с моими наиболее близкими друзьями. Уже 500 раз пошутили, что это, очевидно, дивиденды от того, что я достаточно лояльно высказывался по ситуации, происходящей в локомотиве в последнее время. Вот. Имея возможность не работая путешествовать. Это все юмор, естественно. Я стараюсь находить работу такую, где требуются командировки. Ну, соответственно, стараюсь совмещать командировки с футболом, командировки с поездками на там стрит-арт или граффити мероприятия. Плюс, естественно, никто не отменял всякие акции, распродажи там и так далее. Плюс, периодически меня куда-то приглашают, как человека, который разбирается в граффити и стрит-арт культуре. Приглашают там с лекциями или просто как фотографа. Потому что вот блог я уже упоминал. В какой-то момент мы были одним из таких ведущих образовательных, наверное, источников знания о граффити и стрит-арт культуре из разных городов и стран. Я знаю точно, что многие ребята из разных, ну, из важных для культуры объединений, граффити объединений или там из стрит-арт культуры. Я знаю, что многие из них о каких-то вещах, о каких-то художниках узнавали из наших постов. И, ну, вот через блог нас много звали на всякие фестивали, приехать, осветить или приехать, сделать для этих фестивалей работу. Вот сейчас такие предложения тоже иногда попадаются. Я, естественно, от них не отказываюсь. Приехать там, что-нибудь рассказать, показать. Ну и плюс, я уже упомянул командировки. Естественно, я уже много лет знаю про все вот эти программы с милями, накоплениями там и так далее. Поэтому, когда я не работаю, такие, к сожалению, периоды иногда бывают. Вот. Сейчас вот один из таких периодов. Ну, я либо по приглашениям куда-то езжу, либо трачу мили. Ну, вот сейчас недавно был Магадан, была возможность по, ну, просто там, бесплатно сгонять туда. И, ну, собственно говоря, я этой возможности воспользовался. Ну, вот так. Давай тогда... Ну, в принципе, еще важная штука, она не совсем даже про футбол. Для человека, который хочет не сидеть на месте, для человека, который болеет путешествиями, а я вот именно такой, то есть мне тяжело, правда, на месте, на одном долго оставаться. Возможности путешествовать ты можешь найти всегда. Путешествовать можно, ну, не обязательно там в Магадан тот же самый, или там на Сахалин, или там, не знаю, на Чукотку куда-нибудь, где дорого достаточно. Вот. Ну, можно путешествовать, не знаю, в Рязань. Ты сел на электричку, и там 200 рублей, или сколько там, на 400 рублей в одну сторону. И, ну, какая бы у тебя тяжелая ситуация ни была, ты всегда, ты просто можешь доехать туда и посмотреть этот город одним днем, или доехать до Коломна, да, то же самое, если ты там не был, и в Подмосковье целая куча крутых старых городов и крутых интересных мест, интересных и с точки зрения, ну, не знаю, граффити-культуры, или с точки зрения футбола, граунд-хоппинга или граунд-стоппинга. То есть было бы желание куда-то поехать, возможность есть всегда. Просто, ну, просто надо хотя бы чуть-чуть усилий приложить, и для этого тогда не потребуется очень много денег. Вот и все. Не знаю, подгадывал ты или нет, но буквально в тот момент, когда ты сказал, что можно поехать в Рязанте, Никита Зайцев, 013, передал привет из Рязани, города-соседа Коломны, и выразил благодарность за мерч, выпускаемый United South, в частности, супер-качественной футболки, и спрашивает, будет ли продолжена работа в этом направлении в столь сложных реалиях? Смотрите, важно сказать, что про United South, я не знаю, как, ну, заготовлен у тебя, в принципе, блок вопросов про United South или нет. Мой блок вопросов ты прекрасно знаешь. Там есть вопросы, связанные с Боречным, но вот именно с тем, что конкретно делать United South, нет. У меня такого блока не было, поэтому рассказывай все, что хочется рассказать. Окей. Я уже упомянул, что представляю я объединение United South, собственно, объединенный юг, и важно сказать, что в объединении сейчас достаточное количество людей, но не так много, как нам хотелось бы, как было изначально, скажем так, в организации, когда она в середине нулевых образовывалась. И там роли распределены, так я бы сказал, и каждый может найти возможность себя реализовать там, где он силен или там, где он хотел бы помочь. И вот в частности, если мы говорим про атрибутику, ей занимаются отдельные парни, то есть, ну, надо понимать, что там я не на все вопросы смогу ответить, а вот там, ну, не знаю, про футболки, надо этим идет работа. И, ну, не знаю, в прошлом году, например, парни делали к юбилею став всякие, футболки, толстовки, кружки. Я знаю, что кружки, ну, диким спросом до сих пор пользуются с юбилейной эмблемой вот этой 40 лет фан-движению. И этим занимаются отдельные ребята, которым тоже респект от меня за став и за идеи. И я думаю, что им, наверное, отдельно тоже сейчас приятно было про качество услышать. В общем, все, что парни готовят, все выкладывается и будет выкладываться в соцсетях United South. И, ну, конечно, идеи есть всегда, и люди стараются что-то подготовить к новому сезону для того, чтобы трибуну украсить, ну, в том числе новыми футболками. Но самое важное, что я хотел сказать, что если идеи какие-то есть у болельщиков, которые, ну, кажутся крутыми достаточно и которые захочется реализовать, в том числе в виде футболок, там, ну, или другой какой-то атрибутики фанатской, не молчите, присылайте. Ну, United South открыт для предложений в этом смысле. И, ну, разумные такие вещи, разумные предложения, там, по зарядам, по атрибутике, по, ну, по еще каким-то вещам, там, по вопросам к руководству, когда вот они возникают, мы принимаем, и, ну, когда там что-то разумное, мы это стараемся использовать, ну, поэтому, отвечая на вопрос, да, что-то будет, вот, что конкретно, я не знаю, потому что я над этим не работаю, честно скажу, вот, но если у вас что есть предложить, вы тоже не стесняйтесь, предлагайте. Еще про United South я хотел бы сказать, что сейчас, я не знаю, как выглядит со стороны организация и вот это объединение, вот, но у нас не тысячи человек, чтобы вы понимали, это, ну, суммарно, наверное, пара сотен парней и девчонок, которые наиболее активно участвуют в жизни трибуны, помогают что-то делать, и, ну, не знаю, из тех, кто прям совсем активно, все время вовлечен во все дела, это может быть, там, человек 50 наиболее активных ребят, и, ну, вы видите, наверное, там, парня и девчонки, которые раскладывают атрибутику перед какими-то важными матчами, вот, и поэтому, что я хотел сказать-то, United South нужна поддержка и в вашем том числе, потому что я обратил внимание, что есть какое-то такое вот представление, что United South это, там, не знаю, пять тысяч человек, которые, ну, должны делать перформансы каждый матч, а перформансы делаются на взносы болельщиков, на наши парнями и на то, что скидывают болельщики, ну, и скидываете вы наверняка, тоже на это существует организация, то есть все флаги, которые на трибуне появляются, все перформансы, которые на трибуне появляются, там, стальной рельс вот сейчас выиграл Дима Баринов по итогам сезона, он изготавливается на средства, которые скидывают болельщики, члены United South и, ну, и те, кто вас сочувствует, скажем так, идеям United South. Вот, поэтому, ну, в общем, будьте активными тоже и, пожалуйста, ну, не забывайте, что красоту на трибуне, вообще любую активность трибуны мы создаем вместе с вами, поэтому, ну, приходите на трибуны, там, поднимайте флаги и растяжки, если они разложены на кресло перед вами. И также, когда какие-то призывы есть от объединенного юга, пожалуйста, ну, тоже их не игнорируйте. Если есть, там, призыв, ребят, давайте что-нибудь придумаем и сделаем, там, перформанс на, ну, условный матч с Лацио, давайте скинемся, не жлобитесь, давайте скинемся, действительно. А сейчас мы уже несколько лет, Паша, в частности, ввел такую инициативу, ну, этого никто не просит и не требует, как вы понимаете, но решили выкладывать все равно отчеты о том, куда, ну, сколько средств приходит, от какого количества людей, вот, как я уже сказал, это, ну, там, не знаю, человек 200, там, 300, наверное, на пике присылают после какого-нибудь запроса очередного, а часто бывает, наоборот, меньше. Вот. И на что эти расходы идут, мы также приняли решение публиковать обязательно. Ну, ну, не знаю, короче, мы стараемся быть максимально прозрачными в этом смысле и прозрачными в том числе по делам, которые организации делают и по тому, что, ну, что вы всегда можете присоединиться, самое главное, к United Sals и, ну, и быть вот важной частью трибуны и влиять на то, что происходит на трибуне. Вот. Это я хотел про United Sals сказать. Я как блогер, как человек, который периодически собирает средства от людей, от зрителей, могу, может быть, кстати, у вас уже есть, просто я об этом не знаю, завести Boosty, сервис, который позволяет подписку себе оформить, чтобы на вас просто люди подписывались, вы сами устанавливаете суммы, там, 100 рублей, 300 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, сколько хотите, и люди, которые, которые хотят вас поддержать, они подписываются и у них, там, раз в месяц эта сумма снимается и с очень небольшой комиссией к вам на карту приходят. Вот. А вы им взамен можете, там, не знаю, вот как раз эти отчеты давать, просто какой-нибудь бэкстейдж того, как вы делаете перформансы, ну, и всякие такие вот плюшки, вещи делать. Я уверен в том, что, ну, люди просто банально забывают. Я вот могу про себя сказать, как только я вижу пост о том, что вот United этот саус собирает денег, я обязательно какую-нибудь сумму, которую могу себе позволить, я перевожу. Вопрос в том, что я вижу эти посты, ну, раз в полгода, наверное, может быть, и еще реже. Ну, мы стараемся не наглеть, слушай, мы стараемся наглеть, потому что мы понимаем, что если это каждый месяц об этом писать, то будет каждый месяц. Просто такие вопросы тоже приходят. Ну, я не на том месте об этом говорю, потому что такие вопросы приходят и в открытые посты, такие вопросы приходят в Директ, в US и там членом United South приходит запрос, типа, а где вот я там скинул 100 рублей, где перформанс? Блин, ну, это всегда очень... Поэтому мы стараемся все-таки, ну... Всегда очень сложный этический вопрос, но опять же, вот как блогер, все блогеры тоже через это проходят, а вот я сейчас буду просить слишком часто, это так как-то неприятно и вроде как что-то клянчишь, но потом, спустя несколько лет, просто приходишь к пониманию, что, ну, если человек захотел задонатить, он задонатил, если человек не захотел задонатить, то он тебе все равно, он тебе и 100 рублей не отправит, но говном тебя закидает и ничто ему не помешает это сделать. Ну, в общем, здесь сами решайте, все в ваших руках, но про бусте и про там месячную подписку подумайте, на самом деле, очень простая, очень удобная вещь, которая позволит вам какую-то минимальную сумму в месяц точно собирать. Я, кстати, сделал себе пометку про бусте, ну, если парни смотрят наши сейчас, ну, я надеюсь, что кто-то смотрит, давайте действительно воспользуемся советом, по-моему, тема интересная. Спасибо. Вопросы из комментариев я все прочел, многие из них повторяют те вопросы, которые мы, в принципе, хотели затронуть достаточно глубоко и сильно. То, что будет не затронуто, я еще раз после какого-нибудь одного из следующих блоков зачитаю, спрошу уже отдельно, но давай уже перейдем к непосредственно обсуждению локомотива, к тому, что происходило в локомотиве и, ну, вот, то, что у меня обозначено как более-менее текущие новости. И, наверное, сейчас самое важное, что люди обсуждают в контексте локомотива, это кто будет тренером локомотива, вся вот эта вот ситуация с тренерами локомотива, с уходом Ласькова Пашинина, с тем, что остается компер, с тем, что пришел Хапов. У тебя были довольно эмоциональные записи по этому поводу, да, ты писал об этом, не помню, было ли у тебя интервью об этом, но точно совершенно ты писал об этом, потому что у вас была встреча с Цорном, на котором он вам обещал, что никаких изменений не будет. А потом, бац, и буквально через несколько дней все это состоялось. Во-первых, расскажи, что было на этой встрече, это, ну, насколько я понимаю, закрытая встреча, из нее особо ничего до прессы, до болельщиков не дошло. Во-вторых, как ты ко всему к этому относишься сейчас, поменялось ли твое мнение относительно тех записей? Откуда начнем? Потому что мы с тобой хотели как-то в принципе обозначить эту вот историю с закрытыми встречами. И есть одна встреча, про которую, ну, с которой у меня весь мой бомбеж, скажем так, утренний, до сих пор никак не уляжется. Это осенняя встреча. Та, про которую ты упомянул, встреча состоялась, по-моему, в апреле, ну, то есть прям ровно за неделю до того, как Ласькова с Пашининым из команды убрали. Сейчас хочу конкретно о тренерах поговорить. К тем встречам, к взаимодействию клуба с болельщиками придем, потому что это вообще огромная отдельная тема. Сейчас хочу вот про тренеров поговорить, как ты сейчас к этому относишься. Улеглись ли твои эмоции или наоборот они только усилились и вообще какое вот отношение ко всему тому, что произошло? Ну, эмоции свои я подтверждаю. То есть то, что я сказал, я по-прежнему считаю, что клуб обманул, обманул ожидания наши. И самое главное, клуб сказал одно, а сделал другое. Вот. И, ну, решайте сами, подходит здесь глагол обманул или нет. Самое главное, что, самое неприятное лично для меня, что вот это, ну, вот эти слова, которые разошлись, сделаны, прозвучали отсорно, который мне вот из всей компании, вот это казалось таким наиболее адекватным и наиболее, ну, для меня, во всяком случае, понятным представителем клуба, вот из действующего руководства. Я не пытаюсь обидеть всех остальных, я говорю просто про, ну, именно про, ну, такой максимум для меня понятности. Вот. И, ну, я, скажем так, доверял тому, что Торн говорит до этого, потому что все более-менее совпадало. Тут на этой встрече в апреле, я, смотри, это не желание юлить, я просто честно сказать, ключевых вопросов, прям совсем таких, ну, мы, наверное, будем говорить, и я, может, что-то вспомню. Вот. Но ничего такого прям супергорячего там не было. То есть мы как-то, ну, в принципе, говорили про то, что происходит. Там я в очередной раз сказал про то, что клубу необходимо активнее себя вести в медиапространстве. Самое главное, активнее в том смысле, чтобы, ну, как-то самим выходить с комментариями в прессу. Вот. В очередной раз нам сказали, да, конечно, естественно. Вот. И, ну, я, например, отметил тогда вот эту историю с Пабло, потому что я, ну, я, в принципе, считал и считаю, что это вот один из таких суперплюсов локомотива на фоне всех остальных клубов, когда случилась вот эта история с тем, что стало происходить сейчас в мире и с тем, что у нас сейчас творится, да, с отстранениями, со всем остальным. Локомотив, если я где-то путаю, то там, пускай меня кто-нибудь поправит, но, насколько мне известно, локомотив вообще, ну, первым, может быть, и единственным из всех российских клубов не просто отпустил игрока, а продал игрока, который хотел уйти. Это очень круто, я это там руководству сказал, то есть среди там претензий я сказал, говорю, ну, вот у вас же есть там суперкрутой кейс, который можно было продать, сказать, смотрите, все как лохи просто теряют игроков, кроховяк наш любимый, дорогой, смотрите, как быстро из Краснодара свинтил за те самые восемь миллионов, которые Краснодар на него потратил, а мы Пабло продали, мы продали, почему это клуб не освещает, почему вы не подтверждаете цифры, почему это все только на уровне слухов, вы эту историю должны были продавать как суперположительную, вот, и, ну, я про это им говорил, что, ребят, смотрите, вот у вас там суперположительный кейс, прям вот, вот перед вами лежит, а вы его продать нормально не можете, что происходит, что за ерунда, вот, и это, наверное, вот из такого самого горячего, что у меня с той встречи запомнилось, но остальное там, ну, такие простые, понятные, рабочие какие-то вопросы, и... А кто вообще был, кто был инициатором той встречи, и вообще, что предполагалось на этой встрече обсуждать, я так понимаю, что, ну, это время после начала спецоперации все, никто ничего не понимает, какое будущее у клуба и так далее. Кто был инициатором этой встречи, что планировалось на ней обсуждать, какие, ну, с какими мыслями люди вообще туда шли и зачем? По-моему, инициатором был клуб, сейчас более-менее почти всегда, почти все встречи, которые происходили в этом сезоне, были инициированы со стороны клуба, но надо сказать, что пока в клубе был Кошкин, у нас была достаточно хорошая рабочая связь, ну, я с ним был все время на связи практически, ну, вот из-за истории вот этой с выездными секторами в Риме и в Стамбале, ну, и, соответственно, с вот этим представлением Рангника с этой историей, то есть, ну, мы были на связи, и когда какая-нибудь там крупная ерунда со стороны клуба происходила, естественно, я ему писал, что происходит, вот, и как-то мы, ну, оперативно успевали мнение обменяться, а когда требовалось, ну, понятно было, что надо бы собраться, ну, вот клуб такие сборы инициировал, поэтому вот это вот собрание, которое было весной, инициировано было со стороны клуба. По-моему, пришла Сучкова, ее вот представляли на этой встрече, она меньше недели работала к тому моменту. По-моему, говорили про Гизделя, там, про вот эту ситуацию, вы описали, что все в шоке, что он убежал, и вот, я не помню, он получил, да, крысу года у тебя в твоем. А кто еще? Ну, вот, ну, да, вот, ну, рангник, на мой взгляд, не менее достойная вообще фигура в этом году. Ну, у нас впервые такая номинация, и сразу столько ярких номинантов. Какой хороший год-то получился. Ну, да, ну, да уж, да уж, согласен. И, ну, и вот, среди прочего, как раз мы спросили, что с тренерами, потому что мы сказали, что это просто какой-то абсурд происходит, ну, какой вообще компер, кто это вообще, ну, почему. Мы и загизлили-то, бомбили, и говорили, что, ну, что вы делать, почему он здесь, и нам говорили, ребят, ну, такая ситуация, мы не готовились, вот, я вынужден все равно к осенней встрече перейти, потому что она была после того, как Гиддлер назначили, да, и нам говорили, что мы не планировали увольнять Николича, кто бы что ни говорил, не думал, мы не планировали его увольнять. Мы хотели с ним работать, с ним проводили много встреч, и игроки мне потом подтверждали это, что так и было, и там, ну, проникли еще отдельные истории, в общем. Ты его тоже хочешь номинировать на «Крысу года»? Нет, нет, почему. Хорошо, ладно. Нет, нет, конечно. Ну, это не мой любимый тренер точно совершенно, но у меня от него никаких претензий по его уходу нету. Вот. И мы тогда говорили, что зачем нам Гиддлер, в принципе, здесь нужен. Нам осень еще говорили, что, ребята, вот так получилось, мы не искали тренера, никто не рассчитывал, что Николич уйдет. Рассчитывали на долгосрочный контракт, рассчитывали перестройку вот эту всю устраивать вместе с Николичем непосредственно. Вот. А Николич, я так понимаю, что вот он в традициях Юрия Павловича Семина начал выступать как раз, то есть он и игру такую хуже строил, и взаимоотношения с руководством, что типа, ну вы там что хотите, делайте, а у меня другой систем. Вот. И поэтому Гиддлер они нашли экстренно достаточно, и нам говорили осенью. Они говорили, давайте, ну, ребят, давайте смотреть до конца сезона, будет плохо, если мы будем понимать к концу сезона, что вообще все плохо, мы будем искать новый тренер на новый сезон. Разговор был вот осень еще вот такой. И понятное дело, что когда мы встретились, здесь Гиддлер сбежал, Компера назначили, и при этом там Ласьков и Пашинин вот здесь в таком статусе непонятным, мы как раз на встрече спрашиваем, ребят, ну, что происходит, когда вы в команде найдете тренера нормального, наконец. И нам сказали, что, ребята, мы все понимаем, но до лета это сказал Торн. Он сказал, до лета никаких изменений не будет. Вот это слово «триумвират», я его пишу все время. Это слово, которое употребил Сорн. «Триумвират» тренеров остается до лета. Мы там ведем переговоры какие-то, он говорил, что мы там подыскиваем, ну, то есть какая-то работа уже велась, очевидно, вот. Но клуб рассчитывал именно на этих трех ребят. Прошла неделя, и, ну, и вот мы видим то, что мы видим. Ну, у меня, конечно, у меня полыхнуло, потому что, очевидно, ну, очевидно, слова с делом разошлись. Я должен сказать здесь, что я услышал две стороны за это время кулуарно. Вот. И, не знаю, короче, мне будет неправильно дальше комментировать про то, что происходило там внутри команды. Вот. Просто неправильно, потому что меня никто об этом не наделял таким полномочиям. Вот. Но ситуация, как я понимаю, непростая, и причем там в обе стороны. Вот. Но для меня это ничего не меняет. Вот так я скажу. То есть, несмотря на то, что мне там насыпали там с двух сторон, для меня ничего не изменилось. Я считаю, что клуб, раз уж он пообещал, через неделю не должен вот такого решения принимать. Либо, либо, если они такое решение приняли, то они должны конкретно и понятно все объяснить. Как была обыграна ситуация с Крыховиком? Ну, вот клуб мог увидеть, ну, вернуться на там несколько месяцев назад и просто все увидеть и понять, какую реакцию они от общественности получат. И самое главное, получат реакцию от, ну, там, не знаю, лидеров мнений, так скажем. Я там не только про себя говорю, но есть в публичном поле еще болельщики «Локомотива», которые, ну, очевидно, как-то негативно выскажутся, если ничего не объяснять. Клуб ничего не объяснил. Вот с Крыховиком. Игрок, который получил стальной рельс, почему-то исчезает накануне матча с ЦСКА. Нам ничего не объявляют. Вообще никаких комментариев нет. Ну, у всех полыхало. Я, в принципе, стараюсь, ну, последнее время стараюсь по-горячему никакие комментарии не давать, но все равно мы дали комментарии там в Матч-2, ну, высказали свое недоумение по поводу исчезновения Крыховика и по поводу молчания со стороны клуба. А потом прошло несколько месяцев. Сначала Крыховяк дал интервью, в котором, в принципе, сам раскрылся. На мой взгляд, в принципе, все, ситуацию пояснил лучше любого клуба и, в общем, развеял немножко. Ну, для меня розовые очки как-то помог он их снять в отношении самого Крыховика. И дальше уже ЦОРН ситуацию прокомментировал, но почти все это мы слышали вот на встрече как раз с болельщиками, где мы спрашивали, какого хрена произошло с Крыховиком. Нам все это объяснили, и я говорю, блин, ну, это классное объяснение, все, ну, все как-то более-менее встает на свои места, но вот мы вас два месяца ненавидели. А вы почему это вот объясняете нам сейчас здесь, и, может быть, вы все-таки выйдете на публику, и публике это расскажет. Они говорят, да-да-да, мы вот обязательно, мы об этом подумаем, вот мы там до сделки мы не хотели ничего комментировать. Я говорю, ну, так сделка-то прошла уже полтора месяца назад, уже со мной время прокомментировать, тем более вот Крыховяк что-то прокомментировал. Они как раз сказали, что, а, точно, я вспомнил, мы встречались, когда осенью уже было записано интервью с Нобелем у Цорна, и как раз они сказали, что там сейчас Цорн все расскажет, объяснит, вы правы, вот, там, не знаю, он сегодня вечером или там вчера вечером записывал интервью, как раз там Нобелю все объяснил. Вот. И в интервью Нобелю ни хрена ничего не объяснили. Там, в общем, вода на воде и все. Я тоже ждал это интервью Цорна, мне тоже его анонсировали как прям вот какие-то откровения, которые сейчас будут, вот наконец-то все расскажут, все пояснят и объяснят. Я потом смотрю это интервью Нобеля на два часа, в котором там Цорн что-то появляется, говорит из разряда, что Земля круглая, там, не знаю, Гагарин был первым в космосе, и все на этом закончилось. Ну, охренеть объяснение. Ну, смотри, нам, если хочешь, давай про Крыховика. Или мы закончили с тренерами или нет? Давай говорить, как беседа льется, так и говорить. Потому что, ну, Крыховик очень яркая тема, все ее обсуждали. И вот, опять же, в контексте того, что он получал стальной рельс, человеку, который там много всего доказал перед локомотивом, а потом вдруг внезапно вот такая вот ситуация возникает. Я, ну, для меня в целом сразу достаточно было ощущение, что что-то мутное с Крыховиком, который и до этого говорил, что без продления контракта он играть за локомотив не будет. Ну, и как-то все это слишком быстро произошло, что навевало на мысль о том, что, в принципе, Крыховик знал, что делал, знал, куда шел. И все это не было для него так внезапно и неожиданно, как он это себе, ну, как он пытался это представить, как это пытались представить в прессе. Но вместе с тем, очевидно совершенно, что взаимодействие клуба с болельщиками, взаимодействие клуба с прессой, вообще коммуникация, какие-либо клуба весь этот год, они чудовищные, кошмарные, это, по-моему, говорили вообще все, кто только может, и хейтеры, и те, кто более-менее благосклонно относится к клубу, к цорну, ну, то есть это невозможно не замечать, просто то, что клуб, даже самые хорошие вещи, которые у них есть, они умудряются либо вообще не замечать их, либо представлять так, что после этого ты ходишь с каменным лицом, типа, господи, что это вообще было, но и все в таком духе. Я вспомнил, кстати, вот на вот этой весенней встрече, как раз, когда говорили о цорну про Триумбират, я цорну сказал глаза в глаза, я говорю, ну, мне хочется вам верить, то, что вы говорите, разумно, для меня логично, я говорю, но сейчас ситуация выглядит так, вы публично творите какую-то херню, ничего не объясняете, объясняйте только нам на этих встречах, но мы не ваши пресс-аташе, мы не должны за вас интерпретации давать, потому что, ну, мы будем давать только то, как мы услышали то, что вы говорите, а вы должны сами с прямой речью обращаться к болельщикам, то есть я говорю, я могу объяснить, там, условно, United South рассказать, там, своему кружку могу рассказать, то есть я могу... ну, я... и ребята, которые еще на этих встречах бывают, они могут объяснить определенному какому-то ограниченному кругу болельщиков, даже если это условно, там, тысяча болельщиков суммарно будет, вот представители от этой тысячи, там, побывали на встрече на этой, но болельщиков локомотива не тысяча, их сильно больше, и объяснять это должны не мы в пабликах, там, не мы в пресс-конференцию после встречи с вами давать, а это должны делать мы. Я говорю, мне вам хочется верить, но ходить как сумасшедший, всем доказывать, что, слушайте, мне Цорн, там, кажется, разумным, и кажется, что вот он говорит разумные вещи, я ему хотел бы доверять, вот из тех, кого я видел из руководства, там, за последний, ну, там, не знаю, с 2005, наверное, год я присутствую на встречах с руководством, и после Филатова, там, и, не знаю, Геркуса, это вот первый разумный руководитель, на мой взгляд, ну, не знаю, как-то громко я сейчас сказал получилось, нет, человек, логику которого в отношении клуба я понимаю, вот, то есть, когда он рассказывает, что, что они хотят сделать, почему они хотят сделать, как они хотят сделать, мне понятно, то есть, когда мы слышали это, там, от Кикнадзе, условно, там было 500 миллионов подводных камней, которые ты начинаешь вот ковыряться, и ответов там нету, и там, типа, да потому что, вот такие ответы, вот, здесь, здесь все очень понятно, развернуто, ну, все очень внятно, то есть, мне, когда мы уходили с этих встреч, у меня вопросов не оставалось, не потому что я их задал и такой, там, там, все вообще, все понятно, в общем, там, ну, как вот с Кикнадзе, с тем же самым, он мне говорил, ты все вопросы задал? Я говорил, да, все задал, но ответы меня не удовлетворили, он говорит, ну, это твои проблемы, вот, а здесь, там, ты все вопросы задал, да, я все вопросы задал, у тебя все понятно, мне все понятно, вот, но это лично один Иван Крылов, которому все понятно, там даже на встречах часть парней сидели, которым не все было понятно, и вот, хотелось, чтобы они это объясняли сами, в общем, по итогам этих встреч. Смотри, два момента, во-первых, как знаешь, недавно я тоже был на рабочей группе, которая заседала по поводу празднования в столетии, совершенно непонятная рабочая группа, совершенно непонятно, зачем собиравшиеся и что они пытались на ней сделать, и ты не поверишь, о чем я им говорил. Я им говорил о том, что вот вы нахрена меня позвали, да, я могу вам рассказать что-то на, вот, на свой паблик, рассказать там что-то в своем чате, что происходит, но у вас есть, блин, целый собственный сайт, который так или иначе болельщики автоматически посещают, у вас есть собственный телеграм-канал, который болельщики посещают, и если вы там что-то расскажете, и болельщики это не увидят, вы тогда можете сказать, ну, алло, ну вот вы подпишитесь, информация там дается. Но если вы это пытаетесь подать через меня, то болельщики потом придут и скажут, а кто это такой вообще? Человек, которого там, не знаю, полторы тысячи подписчиков в телеграм-канале, мы его знать не знаем, и, собственно, как, почему вы решили, что через него это хорошая идея подавать информацию? Они же еще там типа... А вот мы еще заверяли заметку Жени Алексеева в газете «Известия», на этом выпал в осадок и я, и вот Григорий Баженов, потому что газета «Известия», мать ее, вот оказывается источник информации, который должен читать болельщик локомотива. Вторая вещь, которую я хотел подметить, это... А зачем ЦОРН вообще говорил об этом триумвирате, о том, что они хотят... Вот что бы изменилось, если бы он либо вообще ничего не сказал, либо сказал то, что, ну вот на данный момент у нас есть определенные там трения в тренерском штабе, возможно, перестановки. Ну, типа, у меня... Ну, вы бы что сделали? Вы бы пошли бы, там, не знаю, на митинг и призывали бы забросить ЦОРНа? Ну, мне кажется, нет. Нет, если бы... Смотри, ну... Сейчас мы... Сейчас я в очередной раз должен выступить адвокатом ЦОРНа, вот, почему-то. Ну, как мне кажется, что если бы он вот так сказал, что есть трения там какие-то внутри, то, очевидно, мы, во-первых, начали бы спрашивать, что за трение, а во-вторых, очевидно, очевидно, если бы он не объяснял подробно, что за трение и как он эту видит ситуацию, как ее видят другие участники этих трений, то, очевидно, мы сказали бы, ребята, а мы за Лося, очевидно, и за Олега Пашинина. И мы не знаем, кто такой Компер, вот, и не то, чтобы прям результаты Локомотива нас супер прям сильно радовали для того, чтобы мы вдруг неожиданно почему-то поверили, например, что вот из вот этих трений победителем должен Компер, видите, а не Лося Пашинин. Ну, я имею в виду, что, ну, не обязательно же говорить, что мы вот, мы сохраним этот тренерский штаб, что вот этот триумвират у нас будет работать и дальше. Ну, типа, если у тебя есть такие мысли в голове, ну, зачем ты это говоришь болельщикам, которые из тебя спросят? Особенно вот этот Сорн, который вот мне видится довольно грамотно в плане пиара мужиком, который вот как раз за все это время, вот до этого момента ни разу нигде не умудрился не проколоться. То есть он, вот, его слова читаешь, и даже если они какие-то там вот немножечко мутные, да, но ты к ним не прикопаешься, потому что их можно понять абсолютно там восемнадцатью разными смыслами. Но вот здесь он просто вот как-то вот по-детски, по-кикнадзовски прокалывается, говорит одно, а делает совершенно другое буквально через неделю. Вот это вот для меня абсолютно необъяснимая вещь произошла. Для меня то, ну, единственное, единственное объяснение, которое можно было бы найти, то есть, если бы я, например, захотел за него вписаться и там почему-то нам всем объяснять, ну, это типа вот вдруг у нас, значит, за неделю изменилась ситуация, все разосрались и там обили посуду, сказали, да я с этими, да да, с этими гандонами работать не буду вообще. Или там эти, говорят, мы с этим немецким мудаком больше никогда в жизни работать не будем. Вот если только так могло бы произойти. Ну, они же говорят, что ты же вспомни объяснение, а мы не можем до них дозвониться. Ну, что это за абсурд? Вот это что за бред? Ну, блин, ну вы, ну... Я до сих пор ничего не понимаю в этой ситуации, и объяснение у клуба я так и не услышал. Вот ни одного объяснения клуба, даже попыток объяснить, что произошло и зачем это произошло, я не услышал. Даже вот большое интервью Цорна, которое было, в котором он что-то пытался сказать и рассказать, но я вижу только о том, что классные специалисты, но почему-то мы их не хотим использовать. На тот момент мы решили сократить штаб, а теперь мы решили его расширить обратно. Ну, звучит как полная какая-то дичь, и... Ну, то есть вот за такими фразами скрывается, как будто вот что-то не хотят говорить, чтобы не обидеть Ласькова и Пашинина, но, блин, в этом случае лучше вообще ничего не говорить. И... Короче, не знаю. Согласен. Объяснений не услышано мною, и хотелось бы, чтобы эта ситуация все-таки нормальным образом разрешилась, а не мы получили еще двух легенд клуба, которые с клубом по каким-то причинам не общаются. Ждешь ли ты вообще нового тренера теперь, или вообще какие у тебя ожидания, мысли по этому поводу? Или... Я жду, я жду с прошлого октября тренера, вот, и в этом смысле ничего не поменялось. Для меня Хапов, к сожалению, вот для меня Заур просто, ну, вот он как будто мне принес блокнот со списком людей, которых я уважаю, дал мне карандаш и говорит, вот моя фамилия вот здесь вычеркивает, вот, и я вот так сделал. То есть для меня, ну, все, до свидания, вот. Я понимаю, что это эмоции, там, наверное, и так далее. То есть я не понимаю, какое у тебя дно должно быть в уважении к самому себе, чтобы ты после того, как тебя зимой просто выкинули, для меня вот это-то было непонятно, тебя зимой выкидывают просто, просто как не знаю кого, там, не будем приводить аналогии, вот. Вот, а потом тебе говорят, кстати, слушай, давай теперь обратно, ладно. Вот, и ты идешь обратно, вот. Ну, и причем ты идешь не просто обратно, а ты идешь обратно на место Ласькова и Пашинина. Вот, для меня, к сожалению, Заур Хапов... Смотри, вот был момент, помнишь, после последней домашки игроки подошли, вот, и я, кстати, вот Антону про это сказал, ну, давай же я скажу сейчас тоже, что у меня была мысль, там вся команда подошла к трибуне, вот. Микрофон взял Гиля, вот, и он, на мой взгляд, первый раз за долгое время достаточно внятно на большую толпу, то есть он, ну, он может нормально объясниться, там, один на один, вот, но ты, наверное, видел его публичные выступления на встречах с болельщиками, как минимум, да, вот. Часто, ну, может, он из-за волнения, там, или не знаю, из-за чего, ну, он такие достаточно банальные, наверное, вещи какие-то говорит, вот. Здесь, ну, вот он с Черлукой очень хорошо, когда прощались, сказал очень, ну, на мой взгляд, очень, там, хорошие теплые слова, вот, очень правильные, которые, ну, капитан и должен сказать, вот. Вот, и сейчас была вот точно такая же ситуация. На мой взгляд, он, он сказал, он нашел очень правильные слова, я, ну, как бы для меня было неожиданно, вот. Он извинился, извинился от лица команды, да, он, ну, сказал, что локомотив не должен быть на таких местах, что ему стыдно за то, как команда играла, и что вот, ну, это тоже точно не наши места, и что в следующем сезоне мы должны, там, все изменить, и что вот этот вот, там, год перестройки сейчас был в следующем году, мы теперь должны показать, что это за перестройка была, вот. И это были очень правильные слова. У меня было, что на них сказать, прям сразу, вот. Но его слова были до такой степени правильными, что отвечать на них, ну, портить момент не хотелось, вот. А ответить мне хотелось сразу, достаточно просто, что, ребята, парни, то, как вы бьетесь в последнее время, и это вот, ну, я там писал про итоги сезона, я вообще всех призывал по ходу сезона, давайте дождемся конца сезона, и тогда будем выводы делать. И вот по итогам конца сезона я говорил, что, ну, для меня один из таких важных и положительных моментов, это, собственно говоря, сами игроки, рост игроков и рост личностей в команде. Для меня, ну, для меня это вообще важная штука, потому что как раз я бы начинал болеть за семейный локомотив, где роль личностей в принце стала локомотив любить все больше и больше, и болельщики присоединялись в том числе из-за, там, Палыча, но и из-за команды, из-за того, что за локомотив играли личности. И вот сейчас у меня ощущение, что вот эти личности в команде появляются, растут, и они растут из наших же игроков, представляешь, из наших воспитанников, из наших молодых парней. И вот, короче, мне этот момент забивать не хотелось, но ответ был простой. Ребята, вот к вам, к команде, которые, ну, очевидно, я вижу, что там появляется команда, к вам бы тренера, а там эти стоят, понимаешь, там Хапов и Компер стояли на поле, и засирать хорошую речь Гильдии вот этими словами не хотелось. Хотя, ну, возможность была, в общем-то, ответить. Я это же сказал и Антону сейчас, и он говорит, что, ну, типа, и слава богу, что ты не стал ничего говорить, вот, отвечать. Вот, потому что, ну, ничего не поменялось. Тренера хочется. И единственное, что меня сейчас, конечно, ну, меня опечалило, что мы там верим в Компера, и вот эта вот херня, которую они сказали по итогам сезона, вот, вроде как бы, ну, сейчас, видишь, говорят, что там кого-то ищут, то ли просто ширму какую-то, да, с про этой бумажкой, либо нормального тренера какого-то, но сборы уже начались, а тренера до сих пор нет. Ну, сборы завтра начинаются непосредственно, посмотрим, кто там будет, потому что, на самом деле, тренеров очень мало. Реально, после ухода Ласькова и Пашинина у нас тренеров там по пальцам одной руки можно пересчитать, там Элерт, Компер, который сам фишки расставляет, и несколько вот там этих физио. Поправь меня, если я ошибаюсь, мне кажется, что в этом году игроки стали гораздо больше рефлексировать относительно своих выступлений и общаться с болельщиками вот в каком-то... Так, я стал себя слышать. Наушник разрядился. Ты снял? Да, я убрал и поменял его. Всё, понял. Сейчас нормально слышать? Да, всё нормально, просто пока он выключался, я стал себя слышать. Вот ощущение то, что вот в прошлых сезонах не было такого количества общения игроков сразу после матча с болельщиками, там, после проигранных матчей, особенно, когда вот они вот подходят и начинают там, как Баринов сидел, просто с грустными глазами, вот эти вот одни из моих любимых моих кадров этого сезона, хоть и не очень хорошо, что такие кадры, в принципе, появляются, когда игрок грустит вместе с болельщиками, но по атмосфере было очень круто. Как Смолов там что-то идёт к болельщикам и говорит про то, как тренируемся, так и играем. И в целом вот эти вот, такое ощущение, что вот это общение игроков с болельщиками в этом году стало больше, чем, например, было в прошлом или позапрошлом. Могу ошибаться, да, так как я не присутствовал при всём этом лично. Вот поправь меня, если это так, если мои ощущения правдивы. Ну, по количеству подхода к трибуне точно совершенно в этом году был рекорд, наверное, и действительно, ну, было и Баринов общался, и Гиль там подходил с Рыбусом, после какого-то матча мы с ним перекидывали словами, я ему как раз говорил, что нафиг вы к нам подходите, вся Гизли приходит. Меня бомбило просто, я тут прочитаю, и мне, потому что тоже в чате там пишет, вот, мне пишет Дмитрий, не согласен, что Гиздель плохой тренер, это тренер-загадка, осень не в счёт, там травма на травме, плюс корневая смена игры, весной он исчез, сами знаете почему, этическую сторону можно обсуждать, но он всё равно бы ушёл. Блин, не знаю, меня он не убедил, что это хороший тренер, вообще не убедил, я не увидел классной игры, вот, и одна из фишек, которую говорили, я начал, кстати, отвечать не про игроков, но я сейчас к игрокам вернусь, одна из фишек, про которую говорили нам на встрече, руководство, когда ранг на этой встрече был осенью, нам говорили, ребята, одна из наших важных задач, а Гиздель только что пришёл, одна из важных задач перестроения вот этой стратегии, мы должны играть в крутой, красивый футбол, за который ещё и приятно будет болеть, то есть помимо, там я им задавал вопрос, мы теперь что, клуб купи-продай, вот этим мы будем заниматься, они говорят, нет, это важная штука, но это не единственное, мы должны быть клубом, командой со своим лицом игровым, и они говорили, что была крутая весенняя серия у Николича, беспроигрышная, но вспомните, вот там был такой вопрос, я просто сейчас поднял специально свои записи после той встречи, был вопрос, они говорят, а вспомните, вот из весенней игры и из того, что было до увольнения Николича, то есть с начала сезона, хоть одну игру, где мы уверенно побеждали, то есть где мы побеждали так, что во-первых, играли круто, а во-вторых, результат до последней минуты не вызывал вообще никаких сомнений, и я назвал матч, и ещё кто-то назвал, один и тот же матч, матч с ЦСКА, когда, ну вот так вот, потерянный Мухин, прекрасный там фотокадр, просто вообще из лучших фотокадров сезона, по-моему, вот, я не говорю, да, матч с ЦСКА, а ещё, и всё, ну, и мы все застопорились и затупили, так вот, на мой взгляд, Гиздель не дал ни одного матча, про который можно было бы вот так сказать, что Локомотив выиграл, так, чтобы вообще просто без вопросов, чтобы мы до последней минуты не успевали. Я за весь сезон для Золотого Вертенберга не смог 3-3 матча наскрести, хоть каких-то пришлось уже ничьи добавлять, уверенные, качественные. Ну, блин, ну, я по эмоциям тебе могу сказать, что матч с Динамо, конечно, у меня давно, у меня прям трясло, у меня давно такого не было, и у меня, ну, я усел писать уже результаты сезона, вот, но я думаю, нет, Ваня, ждём, ждём, вот, я хотел, ну, написать, типа, наплевать на результаты, вот, смотрите, я наконец вижу, там, команду эмоций, там, вот, короче, Гиздель, я вот отвлёкся, Дима, на твой вопрос, Гиздель не подарил нам ни одной такой игры, про которую говорило руководство, вот, поэтому для меня это не тренер, а какая-то чушь непонятная, и как раз, когда подходили, вот там, в частности, подходил Дима, подходил Гиля, и Гиля, я говорил, что пускай идёт к трибуне Гиздель, к игрокам вопросов немного, ну, к игрокам вопросы есть, но вы подходите, извиняйтесь, это всё, всё понятно, но тренируете-то вы не сами себя, вот, хочется тренеров послушать, вот, и, поэтому по подходу, по отсутствию безразличия, ну, как будто бы, действительно, в этом году был перелом, повторюсь, но я уже стал говорить, что у меня, по ощущениям, вот, игроки стали расти в личности на поле, и для меня, это важная штука, ну, для меня, там, не знаю, один из таких поступков, можно сказать, сезона, там, ты у себя нигде не отвечал, вот, а, куликов, когда помнишь, эти князиану удалили, и, плакал, он провожал в трибунку, да, 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 вот, ну, это же, прям, сердечко, понимаешь, вот, западают такие моменты, вот, и для меня вот такие вещи, ну, они для меня ярким показателем являются того, что, что парни растут, во-первых, как, как мужчины, как игроки, и я вот понимаю, вот этот момент, от которого, ну, который для меня тоже очень показательным был в свое время, когда сломали кроховика, Ари сломал кроховика, и его вынесли, и никто даже, даже, сука, даже никто не ударил эту гниду лысую в ответ, а нам забивают в ответной атаке, нам забивают ответный гол, и мы один-один играем, и там теряем два очка, вас ломают лидера, а вы никто за него не заступились, вот, для меня это было непонятно, и вот сейчас я смотрю на команду, и у меня ощущение, что сейчас такого бы не произошло, потому что я, ну, всем, кому я мог из игроков сказать, я всем про этот момент говорил, я говорю, как же, сука, так, как вы, ну, почему такое происходит, у вас, ваш лидер на поле, его ломает Ари, очевидно, подло ломает, он его же, ну, это же не просто там, ну, там был конкретный удар, да, 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 и вы ничего на это не отвечаете, я все время вспоминал этот момент со сборов, при кучуке, когда, ну, это вообще там, мы с кучуком созвонились после его увольнения, и я ему говорил, что это лучшие мои 45 минут в футболе, и вот до сих пор они не переплюнуты, я стоял в течение тайма рядом с кучуком, с Виторией Пользень играли товарняк, во сборах, во сборах, вот, да, 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 и мы ездили, там, на первую игру я ездил с супругой и сыном, а на вторую с братом, какой там, 14-й год это был, вот, и на первой игре был биток с Мюнхеном 1860 играли, и там вся трибуна была забита этими мюнхенцами, а на следующую игру мы вдвоем с братом и четыре чешских фаната, соответственно, все тихо, и мы встали по центру поля, потому что тренировочное поле уже без трибун, без больших, и мы вдвоем стояли там, и первый тайм тренеры с одной стороны были, а вот на второй тайм кучук пришел на эту сторону, и вот там был момент, а тут Тарасов, Михалик, Касаев играли, ну, то есть, ну, игроки, которые, в общем-то, ну, в личности, на мой взгляд, прежде всего, именно вот с точки зрения мужчины, вот, и был момент, когда Чех срубил Касаева, и было видно, что, ну, там очень больно, вот, и Касаев вскачал, а судей не свистит, вот, и Чех не извинился, ничего, побежал в сторону, и Касаев вскакивает, а это вот, вот, стоим мы, стоит кучук, там, не знаю, в пяти метрах от нас, вот, и, и вот, около нас, ну, кучук, очевидно, там, стал, чтобы докопаться до кого-то, по-моему, Игнатьев еще на этой фланге играл, то есть, ну, вот он двоих, всю игру докапывал, там, со своими советами, вот, и, 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 вот, и, Касаеву, ну, вот, сбивают около нас, он подскакивает, и, ну, там, все орут, рев, 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 играем, вот, и Касаев, пробегая мимо нас, смотря на этого Чеха, говорит, ну, я тебе сейчас, сука, покажу, ну, то есть, просто все понятно, все, ну, я слышу, очевидно, Кучук тоже слышит, Кучук стоит, просто руки, вот, там, скрестил, и все, спокойно, вот, и, просто прям, я не знаю, вот, прям ближайший же момент, когда мяч, он даже, по-моему, к этому игроку не попал, то есть, он просто в эту сторону, куда-то прилетел, и, Касаев просто с разбегу влетает, срывает этого Чеха, сразу же начинается заварушка, и туда как раз влетают вообще все игроки наши, там начинается как-то драка, вот, и мы полезли туда с братом, Кучук вообще не дергался, вообще, то есть, вот он как стоял на бровке, так и стоял, помощники тренера, я не помню, кто с ним тогда работал, и они отдергивают меня обратно, и он не орет, не надо, ну, нам всем будет плохо, ну, это я успел услышать, что, ну, что мне нельзя, короче, выходить на поле, вот, и, ну, а тут же, как бы эмоции, там, ну, есть возможность влезть, и, там, изобразить из себя что-то, вот, и, ну, и все, и мы, нас оттащили, мы постояли за бровкой, посмотрели, о чем все закончится, там, ну, они чуть-чуть подрались, потолкались, судья пришел, никого не удалил, дал по желтой, Касаеву, Чеху этому, вот, и вписалась вся команда, во-первых, а, во-вторых, еще и Кучук, он стоял спокойно, смотрел, вообще, я говорю, даже не дернулся, ничего, и Касаев пробегает, один, мимо него, и он ему, там, типа, Касаев все правильно сделал, говорит, ну, или там, что-то в этом духе, типа, красавчик, все, вообще молодец, у меня мурашки, понимаешь, тоже, вот, и, вот, я помню, вот этот момент, про Кучука, и, ну, там, в принципе, это, там, круто было за ним наблюдать, потому что, был, Миранчук забил, Кучук, им, знаешь, как джойстиком управлял, то есть, он ему говорит, ну, там, кому-то орет, типа, пас брату, тот дает Миранчуку пас, тот говорит, влево смещайся, он уходит влево, бей, тот бьет, и в девятку забивает голубь, ну, мы хватаемся за голову, с братом друг на друга смотрим, что происходит, вот, и, ну, я повторюсь, это, это просто, вот, лучшие 45 минут в футболе, которые у меня были, вот, за, там, вот эти 20, там, 24 года, и, помня, вот это все, помня, там, Палыча, помня, вот эти все старые команды, видеть, какое, вот, это унылое говно происходило, с, ну, вот, в моменте, с крыховиком, тогда, ну, мне было очень обидно, и, ну, я, кому мог, из игроков, этот момент, приявить, и объяснить, что так нельзя, я, собственно говоря, объяснял, вот, сейчас, по итогам этого сезона, у меня есть ощущение, что игроки, как будто бы, вот, я длинно, но возвращаюсь к ответу на этот вопрос, значит, у меня есть ощущение, что игроки, как будто бы поняли, что, от руководства, и от тренеров, сейчас, вот, вот этой всей чехарды, ну, как будто бы, блин, бесполезно что-то ждать, бесполезно на кого-то надеяться, давайте, ладно, делать все сами, и они, как будто, ну, именно поэтому они стали больше на себя брать ответственности, именно поэтому они стали больше друг друга поддерживать, именно поэтому, там, Даня идет, и князяна поддерживает, именно поэтому больше общения с болельщиками, именно поэтому Гиля выходит, говорит правильно вот эти слова, то есть у меня ощущение, что команда сейчас рождается, и для меня это главное вообще позитивное, вот, то есть всего говна, которое произошло за этот сезон, самое позитивное по итогу, это вот, ну, как будто бы, я так, ну, скрестив пальцы все это хочется сказать, и там, пятьсот раз поплевав через плечо, а как будто бы рождается команда, и как будто бы рождаются личности, большие личности внутри команды, ну, как мне, ну, я в это хочу верить, им бы еще Игоря Денисова, им бы еще Игоря Денисова в наставнике, чтобы прям, они еще по правильную сторону развились, давай, или Парас Михалика, например, или Тарасова того же самого, ну, слушай, про Тарасова многие скажут, что он уведет не в ту сторону, в сторону всяких Бузовых и Кальянных, вы многого не знаете, ребята. Давай двигаться дальше, последняя новость в стане Локомотива в плане уходов, это Маци Рибус и его уход Спартак, как воспринял, какие эмоции вообще, сейчас много дискуссий по этому поводу, типа предал, не предал, что он там вообще несет в своих интервью. слушай, слушай, я не, я видел один его только комментарий, вот, я не знаю, ты говоришь, в своих интервью, я говорил про тот отрывок, где он говорит то, что все игроки российской премьер-лиги мечтают попасть в Спартак и у него это получилось. Ой, господи, ну, это, ну, это такая херня, которую даже комментировать не нужно. Я, ну, я вот, вот как раз вот этот кусок я видел, я открыл, поржал, думаю, ну, Мачей, понятно все, это польский, это слова в лед, вот, он же на русском пытается говорить, вот, и я думаю, что это как раз вот, ну, мне нравится в Спорт-Экспрессе, когда комментарий даешь, а потом выходит вообще абсолютно все по-другому, и ты им перезвонишь и говоришь, ну, вы зачем вот этот вот, ну, я такого не говорил. Они говорят, ну, мы просто более литературно решили сказать. Я говорю, ну, вы более литературно, тогда выдумывайте статьи сами, а я больше вам комментарий давать никакие не буду. Вот, и, вот, я здесь допускаю одновременно две вещи, то есть, что он пытался поговорить на русском, с одной стороны, и со второй стороны, что, ну, еще произошла вот эта более литературная история, тем более, ну, это же, там, это же Спартак, вот, там же, надо же обязательно, ну, чтобы журналист обязательно дорисовал, что это вот прям самый, там, все о нем мечтают, там, и так далее. короче, про Рыбуса, непосредственно, ну, мне жаль, что он ушел, при этом, если, ну, если у нас вопрос с левой бровкой будет решен, то, ну, ну, окей, у меня благодарность к нему, естественно, за то, что Локомотивов делал, он, на мой взгляд, достаточно неплохо этот сезон отыграл, на удивление, то есть, ну, у меня было ощущение, что в прошлом году, что он уже сдает, вот, и я был рад, что его переподписали, потому что, вот, ну, из того, что я видел, у меня было ощущение, что все равно играть некому будет слева, и его переподписали, как будто бы от безысходности, а он очень круто отыграл, вот, и мне хотелось бы, чтобы он остался еще на сезон у нас, ну, видишь, его не переподписывали, и поэтому, ну, я смотрю так, то есть, вот, если бы его купил Спартак, если бы у него был там выбор, и он выбрал Спартак, а не Локомотив, тогда, наверное, у меня были бы к нему претензии, действительно, там, махты, вот, ну, говорят же, говорят же, что вопрос в том, что Локомотив давал один год, а Спартак дал два года, типа, вот, такой у него был выбор, и он выбрал Спартак на два года, и стабильность, а не Локомотив с одним годом, какая-то типичная поляковская схема, я заметил, что Крыховик, не хотел играть с годом контракта, что Рыбус, а это он так сказал? или это говорят? Нет, это говорят, ну, как бы, это, во-первых, подтвердил, что Спартак его на два года подписал, а про то, что Локомотив давал год, подписал Карп, Ваня Карп? Ну, Локомотив, скорее всего, давал год, да, но мы же видим по тому, что они сейчас из тех, кого стариков продляют, там, Гилли на год продлили, у него был вот до конца 22-го года, а ему продлили до конца 23-го года, ну, наверное, тоже на год давали, ну, блин, ну, короче, на мой взгляд, Локомотив его продлить не хотел, и, ну, короче, ну, это не Глушаков, вот, у меня нет, но, я не знаю, я не буду за него заступаться, потому что это, ну, он не был в списке, там, моих любимых игроков, и доказывать кому-то с пены у рта, что он вообще, ну, отстаньте от Мачея, но, мне самому, ну, перешел и перешел. Если, я говорю, если бы, ну, если бы он отказывался от контракта с Локомотивом, там, паритетного, и выборов в сторону Спартака сделал, ну, тогда да, наверное, вот, ну, так. Окей, еще одна одиозная фигура, которая покинула Локомотив этим летом, это Борис Ротенберг. Какое отношение было к нему у тебя лично, у болельщинской среды? Потому что по ощущениям, да, во-первых, все его троллят, все его на спортивных ресурсах, клянут папеньким сынком, который пробил себе дорогу футбола исключительно деньгами, и таких в футболе быть не должно, но по тому, что я видел на встречах с болельщиками, по тому, что неслось в трибу, такое ощущение, что, ну, болельщики его не то, чтобы прям сильно любили, но, как бы, хейта никакого не было. Мы вернулись, мы говорили с тобой про Бориса Ротенберга, про Борю. Да, и про то, какое было отношение к нему. Значит, я считаю, что все наговоры про то, что он там через папу появился в футболе, и что вообще все контракты только через папу, я считаю, что это все наговоры. Вот, посмотри, здесь, пожалуйста, интервью Юрия Павловича Семина, вот, и этого бейсболбердыка нашего, вот, они все там говорят о его профессионализме, о его правильном отношении к спорту, и о том, что он себя еще покажет. Вот, ну, если говорить серьезно, то респект вызывал он тем, что, ну, то есть, было полное ощущение, что все все понимают вообще, но при этом он, значит, про него, я спрашивал у Димы Тарасова, вот, и, ну, мы говорили, ну, ну, блин, ну, прекращайте, ну, это же смешно, вот, а он говорит, что это все вообще никакого значения не имеет, он точно не самый пафосный в команде, то есть, ну, если бы там речь об этом говорила, он вообще без понтов человек, что он очень много работает, работал, и контракт с Амбером Армуром он привел, вот, в мотив, в принципе, вот, что, ну, то есть, то, о чем говорит Палыч, про, там, про то, что это, возможно, будущий спортивный директор, я так понимаю, что это, ну, очень имеет под собой действительно большие основания, то есть, он как менеджер, как я понимаю, он делал очень много для клуба, при том, что все-таки при этом играл, ну, играл, да, конечно, я помню, у меня, знаешь, самый, вообще, самый-самый, такой, про футбол, момент с ним связанный, но по-доброму, правда, я хотел бы эту историю сказать, значит, в перерыве, я не помню, с кем игра была, в перерыве, значит, идет разминка, вот, и игроки встают, ну, на нашей плане поля тренируются, и они, значит, разошлись, два игрока около западной трибуны, а два игрока около восточной трибуны, и они пинают друг к другу мячи, вот, далеко-далеко вот так, вот, и Боря, не помню, с кем был Варя, вот, он практически вот у выхода из раздевалок находится, вот, и, но они перекидывают мяч вот друг к другу, то есть ему надо вдоль центральной линии, ну, понимаешь, да, к перпендикулярному, в общем, я понимаю, да, отправить мяч, и он бьет, да, и он бьет, и мяч летит ровно к угловому флажку, вот, то есть, ну, это было так смешно, вот, и, ну, ржало пол трибуны, вот, но его никто, ну, то есть никто не улюлюкал там ничего, но все-таки, ну, блин, ну, это Боря, вот, и, короче, я так понял со слов игроков, что уважать его надо за то, что он понимает все о своих талантах, понимает, что он, ну, явно какой-то, видимо, непростой пассажир, но при этом он вообще не филонил, и тренировался, ну, сильно больше остальных, то есть он там в качалке больше времени проводил, там, разминался и так далее, то есть, короче, даже, чтобы показывать даже тот уровень, который он показывал, ему приходилось работать сильно больше остальных, поэтому в целом он, наверное, именно этим уважение и какой-то такой, ну, беззлобный респект у болельщиков, как я понимаю, и вызывал. Ну, здесь, слушай, я не могу говорить за всех, да, я могу сказать только вот за себя, вот, но при этом, когда был момент вот этот переподписывание Тарасова, которого сломали в последнем матче с Уфой, но я здесь не беспристрастен, мы достаточно хорошо с Димой общались в тот момент, и, ну, для меня это было, ну, короче, я очень хотел, чтобы он оставался в команде, вот, и, ну, когда вот эта вся ситуация случилась, там, с травмой, с, потом суд начался, вот, с этой операцией, со всей фигней, вот, это же про Кикнадзе как раз было, чуть ли не один из первых кейсов, его таких фееричных. Была встреча с болельщиками, и Боря проходил мимо, спускался уже по трибунку, и мы его подозвали, мы стояли там внизу, около, ну, стекла вот у этого, и мы ему там, докричались до него, и мы говорим, Боря, ну, повлияй как-то, ну, что ты, ты же сейчас за старшую здесь остаешься в команде, ну, там, фактически так и получалось, то есть, из старых, там, из чемпионского застала, что он один из немногих, кто оставался, и мы определенные надежды возлагали, что, ну, что, может быть, как-то через него, тогда можно будет диалог выстраивать с командой непосредственно, и мы ему поговорим, поговори, он говорит, о чем? Ну, вот же там, ну, ты же видишь, сломали, Тарасова, тебя-то продлили, поговори, пускай его там, хотя бы на полгода продлят, или на год, ну, команда должна, он помог завоевать, по-моему, серебро мы завоевали, да, по матче с Уфой, тогда, и мы говорим, ну, какая его вылечит сначала, а потом тогда отпускается, то есть ему должен сделать предложение, это же очевидно, он ломается в последнем матче за Локомотив, вот, и, ну, Боря сделал вид, что он вообще не понимает, о чем идет речь, и, ну, вот это такое, ну, запомнил потом, и продлил контракт себе, для того, чтобы долечиться полгода, да, 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 ну, вот, это, наверное, единственный такой, какой-то у меня неприятный момент, который у меня с ним связан, но на остальное, ну, господи, ну, Палыч там выпускал его по своим каким-то, может, обязательствам каким-то, не знаю, вот, или, не знаю, может, он хотел респект выразить кому-то, там, из семьи, вот, не знаю, вот, но, самое главное, что, локомотив выигрывал, выигрывал, поэтому, ну, у каких здесь могут быть... команды с Борей Реттенбергом вообще подозрительно часто выигрывали, что Ростов-Бердыева, что Динамо-Черчесова как-то так совпадало, уж не знаю как. Да. Это тоже сделал Сухима. Раз уж мы вернулись в те времена замечательные, когда была встреча с Кикнадзе, и в целом в времена Кикнадзе, вещь, которую я вообще не знаю, поэтому мне очень хочется сейчас ее поисследовать немножечко, это взаимоотношения клуба с болельщиками, как они изменялись, в какой точке были взаимоотношения клуба и болельщиков к моменту, ну, вот, прихода, соответственно, команды Плутника, это декабрь 2020 года, накануне, и как это все потом развивалось, очень хочется узнать. Ну, то есть, я так понимаю, что при Кикнадзе в какой-то момент все это вообще ушло просто в полный ноль, ну, и вот отрицательные значения с протестами. И общения вот как такового клуба с болельщиками уже не существовало, в принципе. Ну, мы объявили его врагом Локомотива Кикнадзе, и, соответственно, мы добивались, ну, общение нам с этим персонажем было неинтересным, мы добивались его увольнения. Были... Смотри, с этим персонажем или вообще со всем клубом, да, то есть, если там, не знаю, Мещеряков бы вышел на вас или Белозеров бы вышел на вас и в целом вот... С Белозером мы бы пообщались с уважением, с интересом из Бали. Но на тот момент никаких попыток таких уже наладить взаимоотношения уже клуб не предпринимал. Услышал? Да, да, я услышал. Но я пытаюсь вспомнить, предпринимал ли что-то там клуб, но вопрос уже не в том, что предпринимал клуб. Клуб сделал все для того, чтобы сформировать четкое впечатление о себе, о менеджменте, о... ну, вообще, о топ-менеджменте клуба. И мнение уже сформировалось. У нас уже были... Был опыт такой затяжной войны с Сосмородской, с попытками перемирия там какого-то, вот так скажем. Вот. И здесь мы уже понимали, что, ну, больше быть такими наивными чукотскими юношами не стоит, наверное. И не надо пытаться... Ну, то есть, когда все понятно, не надо уже пытаться искать там... черную кошку в темной комнате, когда ее там нету. То есть, не надо пытаться искать что-то положительное там в работе Кикнадзе. Кто... Кто он такой, и чем... Хоть... Вот... Вот... Столечко было бы в его работе чего-то положительного, что вот он прям принес в клуб. Ничего подобного не было, поэтому мы свое мнение о нем, как о сотруднике, как о профессионале, менеджере, высказали. И, в общем-то, никто с ним диалог уже не планировал искать ни с ним, ни с Мещеряковым. Белозеров, ну, собственно говоря, да, это была наша... Ну, это... Ну, как цель. Это тот человек, до которого мы пытались достучаться. Объяснить, что вот, ну, дорогой Олег, обратите внимание, что происходит в клубе, обратите внимание, в какую задницу ведут ваши вот эти вот менеджеры клуба и вообще отношение к РЖД. И, ну, ты же помнишь, что тактика была, на мой взгляд, вообще очень правильная в этот раз в этой... в этом противостоянии. Бомбили уже не против конкретных людей, а против, в принципе, РЖД и против спонсоров клуба. На мой взгляд, это очень... Ну, я знаю, что это работало вот сильно, потому что вопросы точно в клуб шли и реакция до РЖД доходила. Вот. Поэтому, да, это было дно и даже, ну, на мой взгляд, дно еще более глубокое, чем было при Смородске. Потому что при Смородске мы... Ну, в какой-то момент война шла, прям шла, ну, открытая война с ней, но при этом в клубе были люди, с которыми мы продолжали общаться. То есть, ну, все, как сказать, все понимали, что за противостояние идет, и при этом были со стороны клуба люди, которые пытались как-то конфликт разрешить. мы, ну, я в частности в какой-то момент поверил в то, что, ну, я просто устал, скажем так, от, ну, бесконечной возни и от этого бесконечного противостояния, и, честно говоря, уже такая легкая степень, ну, не отчаяния, наверное, но такое легкое-легкое пошатывание уверенности в том, что мы победим, стало появляться, потому что, ну, уже что не происходит, ну, что бы она ни творила, что бы мы ни делали, ничего, ну, то есть, результаты, нифига, там, поносим Якунина, нифига, там, это дело, но то ничего не работает. Насколько я помню из ваших роликов, что на тот момент уже стала такая ситуация, то, что вполне можно было потерять вообще все фанатское движение, потому что народ очень сильно шел отток, что, ну, в конце концов, там просто никого бы не осталось, это уже было бы не вернуть. Ну, вот, насколько я помню. именно так и было, поэтому тогда мы попытались как-то, ну, то есть, при Смородской еще, ну, хоть что-то было там, оставалось, при Кикнадзе, ну, стало понятно, что здесь сразу неадекват, и, ну, здесь уже было, в общем-то, ну, то есть, было понятно, что ситуация с Кикнадзе нас, наоборот, сильно сплотила, тех, кто против был именно Кикнадзе, то есть, я говорю, было и альтернативное мнение при этом, вот, и, но зато, действительно, здесь даже те, кто никак не могли, вот, там, вернуться, скажем так, или на те, у кого какие-то, те, кто, там, например, еще находился, там, со времен Смородской, то есть, все такие были, и даже такие люди возвращались, просто, чтобы противостоять Кикнадзе, это было, ну, действительно, духоподъемно, в каком-то смысле, вот, и поэтому, да, действительно, на момент прихода, вот, этой новой команды, ну, было прям, вот, дно такое, ну, у нас вот так все время отношения, как-то с клубом развиваются, за последние, лет, наверное, 15, вот, и, это было очередное дно, которое, ну, вот, не знаю, ниже мы, мне кажется, в отношениях не падали, на момент прихода руководителей. Давай, давай двигаться дальше, и вот, по моим ощущениям, следующие полгода были, таким вот, эпохой возрождения, и казалось то, что, ну, вот, вот эта вот встреча плутника, с болельщиками какого-то, ну, в РЖД, насколько я понимаю, все это происходило, с прямой трансляцией всего этого действия, где можно было просто задать любые вопросы, любой жесткости, ну, меня это впечатлило, и мне показалось то, что, вау, ну, ничего себе, это вот примерно то, что я хотел все это время в Локомотиве, да, не вот эти вот встречи с болельщиками, где каждый любой желающий может подойти к микрофону и задать вопросы про братишек сосисок, сосисок и все такое, а конкретно, чтобы болельщики с подготовленными вопросами в прямом эфире задали эти самые вопросы. Казалось, что, ну, вот, вот, взаимодействие клуба с болельщиками наконец-то налаживается. Потом какие-то проблемы возникли, но давай вот сначала про эти полгода поговорим. Было ли ощущение такое, или это вот чисто со стороны у меня такое? Как у вас строилось? Слушай, ну, там предварительные диалоги у нас какие-то были к этому моменту, но тут же важно вспомнить, что встреча в РЖД состоялась в мае на волне слухов о том, что арену нашу сносят. И я на эту встречу шел, как сказать, эмоции у меня были нерадостные, о том, что типа, ох, класс, мы идем на встречу РЖД, сейчас там камеры вопросы будем задавать. Я шел туда с тревогой о будущем локомотива, о будущем стадиона нашего. И хотелось ответы на вот эти вопросы тогда получить. Встреча действительно, ну, до сих пор у меня пригорает от того, как она начиналась, там, вот с этого вот фееричного монолога про гениальность плутника, там, и так далее. Ну, еще парочка, не знаю, на мой взгляд, неуместных, в общем, комментарий было. Но, с другой стороны, зато показывало, что действительно на встречу смогли попасть люди, представители болельщиков разных трибун, разных интересов, разных организаций, и так далее. Вот. Ну, тогда мне показалось действительно, что, ну, в итоге ответы, которые мы получили, для меня были понятными, разумными. Ну, мне итоги встречи понравились. То есть, шел я туда с тревогой. Вот. Много было вопросов, которые, ну, вот мы, в частности, у меня есть такой, в течение сезона у меня такое легкое, как бы, как сказать, дружеское противостояние с нежурналистом Ивановым, вот, потому что он весь сезон говорил о том, что прям вообще все, гипс снимают, клиент уезжает, просто начиная, там, по-моему, не знаю, уже полтора года практически, только в таких тонах обо всем говорил, не замечая, принципиально, на мой взгляд, не замечая хорошего, вот. но в тот момент мы с ним сидели рядом, там, по-моему, по трансляции это не было видно, но мы с ним сидели рядом и, ну, мы как-то обменивались мнениями, но мы давно с вами знакомы, и, ну, вот это противостояние, о котором я говорю, такое, ну, противостояние, оно, ну, со взаимным уважением, в общем, проходит у нас с ним, вот, и тогда мы, ну, цель у нас была одна на той встрече получить ответы на все наши вопросы, и по итогам я помню, что у Сани, ну, у него вопросы оставались по-прежнему, то есть было здорово, что они отвечают на вопросы, вот, но сомнения в искренности ответов на некоторые из них у Сани оставались, мне было, ну, я в целом понимаю, но для меня сам факт открытой вот этой встречи, сам факт того, что они под запись говорили какие-то вещи, для меня это было важно, вот, и я в целом положительно ту встречу оценил, самое главное, что про стадион тогда стало более-менее понятно, еще более понятно это стало потом на осенней встрече, после вот презентации стратегии, да, где вообще все, ну, понятно, дословно, внятно пообъяснили, что они хотят со стадионом, каким образом это все будет происходить, и, ну, скажем, мои сомнения про стадион все были развеяны. Для меня, ну, это чуть ли не основным вообще мотивом той встречи было, то есть, чуть ли не самым важным, что хотелось обсудить. Ты категорически против сноса стадиона и строительства арены на ее месте? Нет, не совсем так. А как? Я, смотри, значит, что рассказывали, я за то, чтобы локомотив играл на современном стадионе, вот, и если это на стадионе, которому не будет, который будет безопасным, на стадионе, который будет удобным, на стадионе, для болельщиков, имеется в виду, для посетителей, и на стадионе, который будет привлекателен для привлечения новой аудитории. То есть, речь не о попсе идет, а речь о каких-то элементарных вещах. то есть, я понимаю сейчас, что... Под это описание и лужники подходят? Так, это, в общем-то... Не-не-не, сейчас объясню. Помнишь, в Турине вот это крутейшее световое шоу там перед началом матча, вот, и там идеальные колонки, вообще все супер, и, ну, меня это впечатлило, правда, вот, как там сделано, классно, вот это все сверкает, и там объявление состава классно проходит. Вот. У нас, ну, мы это обсуждали с руководством, у нас это в принципе невозможно. И причем это мы обсуждали еще при Геркусе. У нас на стадионе большие проблемы с проводкой, ну, вообще вот с электричеством, и там, в принципе, еще при Геркусе, Кирчик, по-моему, мне говорил, я не знаю, если Алексей смотрит, думаю, может он меня и поправит тогда мне. Напишет, что Иван, ты путаешь меня с кем-то. Но, в общем, тогда еще говорили, что мы там чуть ли не каждый матч там пальцы скрещиваем, чтобы свет не погас во время игры. Вот. И для, я помню, что для клуба был актуально какой-то момент, чтобы дополнительную электростанцию, или как она там правильно называется, в общем, дополнительный источник электричества поставить на территории стадиона, просто чтобы перестраховывать самих себя. То есть там все очень печально в этом смысле. Вот. И если это можно будет сделать, то есть если можно будет сделать реконструкцию таким образом, что вообще все там выгребут изнутри и сделают реконструируют стадион, супер. Вот. Если так сделать не получится и придется строить новый стадион, но при этом это будет вынятно, а не как у Динамо, если при этом, то есть, ну, понятно, будет по срокам все, по проекту и так далее, и так далее. Ну, значит, вот так. Вот. Я не могу себя назвать ярым противником сноса или реконструкции стадиона. При этом я должен сразу сказать, что мое мнение не является суперпопулярным даже в United South. у нас много кто против сноса стадиона. Но я повторюсь, здесь я чисто из ну, разумных каких-то вещей подхожу. Мне, я помню, как сносили старый стадион, я на него не очень походил, когда он был полным, потом его сносили так, что там сначала две заворотки снесли и две центральных трибун оставались стоять еще несколько матчей. Вот мы в таком состоянии провели, вот я на такой стадион ходил. И у меня, ну, я не знаю, у кого-то там были какие-то эмоции в тот момент во время сноса. У меня была единственная эмоция, круто у нас новый стадион будет. Поэтому сейчас, ну, я понимаю, что у нас был уникальный стадион в свое время, там, суперкрутой и так далее, но сейчас, ну, объективно, я много от кого слышал из руководства и клуба от разных руководителей и, ну, и в принципе, там, людей, связанных со спортом. Я много от кого слышал, что у нас морально устаревший стадион, причем уже достаточно давно он морально устарел, потому что построен он был, ну, то есть это уникальное архитектурное сооружение, которое сразу было при этом не сильно, ну, без большого запаса по актуальности построено, вот. Ну, так, поэтому, я достаточно, ну, как думаешь, реально, реально было, да, что? У меня главный был вопрос в том, чтобы не получилось, что у нас будут, как на Динамо, строить жилой комплекс на территории стадиона, вот это для меня был главный вопрос, на самом деле, и реконструкция, мне хотелось понять, что такое, что они вкладывают в реконструкцию территории, на этот вопрос они, вот на этой встрече, не помню, на какой-то встрече, на РЖД, или на закрытой вот этой встрече в октябре они ответили, но они ответили, достаточно полные для меня, понятные для меня, ну, все вопросы в этом смысле снижали. Ну, просто я думаю, что вряд ли бы вы пришли такие в РЖД и спросили, а что вы собираетесь делать, они такие, ну, мы сначала переедем в Лужники, пообещаем вам первые пять лет, что мы будем строить стадион, а потом все-таки, ну, жилкомплекс там построим, ну, вряд ли, наверное, они бы это сказали, так что, в любом случае, ответа на это вы бы вряд ли получили. Как думаешь, вообще, в принципе, переезд в Лужники был реален? Да, конечно, естественно, на время строительства. Ну, не, я имею в виду, вот в тот момент, в ближайшее время, когда вот инсайдеры все обо всем этом говорили, что вот уже вот этот сезон, условно говоря, мы могли бы провести в Лужниках, было ли это реально и их спугнули чем-то, да, там, Собяниным или еще кем-то, или же это изначально и не задумывалось? Слушай, я думаю, что вообще одновременно все вместе. Может быть, какие-то мысли там и были, но мы их спугнули, при этом, может быть, и Собянин их тоже там спугнул, но при этом, может быть, и сильно преувеличено все было. самое главное, что заявили, заявлял плутник и заявляли все остальные, что там не такая земля интересная и не такое количество земли для того, чтобы там суперкруто отгрохать, это не Динамо, потому что Динамо находится практически в центре, там действительно есть на чем заработать, а у нас здесь, что говорили они, в частности, вот говорил Рангник на этой встрече, на Октябрьской, они говорили, что одно из основных пожеланий и одна из основных идей у нас сейчас три точки у Локомотива в Москве. Это Черкизова, это Баковка и Перова. И основной основной мысль, которую они озвучивали, была в том, чтобы вообще все объединить именно в Черкизово. Я так понимаю, что вот эту коммерческую выгоду они планировали получить именно с продажи Баковки и Перова, вот этих территорий. Перенести все, все, короче, они планировали 13 полей на территории стадиона именно, они говорят, что Ледовый, они будут сносить Ледовый дворец, потому что там нету места просто тупо под строительство ничего. Должна быть тренировочная база в одном месте. Рангник говорил, что несколько раз специально ездил в выходные дни, в рабочие дни, несколько раз специально от Баковки доезжал по маршруту до стадиона, просчитывал, насколько это там удобно или неудобно и вычислил, что нету вариантов, когда удобно доезжать на игру из Баковки, и поэтому его не устраивало это место. Территория тренировочная база и школа обязаны находиться вместе в одном месте, вот в Черкизово. И если это все делать, то тупо не остается места под строительство. И самое главное, что говорил Плутник, он говорил, что нам даже вот под вот эти запросы, которые выстраивали по этой стратегии знаменитой, нам даже не хватает места в Черкизово, и поэтому они планировали договариваться с Москвой, с Собянином, что они отдают Собянину Перова, ну, то есть они отдают Москве Перова, нам отдают часть парка вот этого Черкизовского, чтобы поля должны были заехать немножко на территорию еще и вот Черкизово. То есть они говорили, что под нужды именно футбольного клуба не хватает места здесь, поэтому о строительстве в принципе коммерческой недвижимости речи не идет. Они говорили, единственное строительство, которое здесь планируется, это ну вот комплекса торгового типа вот типа как у Динамо, когда они сделали арену совмещенную с но это можно прямо в самой арене делать. Да, вот они именно про это говорили, что единственное, что мы будем делать это вот так. Могли они наврать? Ну, блин, конечно, могли, но для меня вот это описание, объяснение было достаточно разумным и логичным. И самое главное, что еще но еще тоже важный момент, про который я все ну я думал написать отдельно про рангников, потому что у меня, конечно, ну от персонажа прям бесит он меня, вот, потому что на встрече он ну он говорил много, правда, очень много всякого интересного, интересного было его слушать. Тогда же, кстати, вот на Цорну, почему я обратил внимание, Цорн, мне тогда показалось на первой встрече, ну я видел первый раз его, видел рангника, хотя он не планировался навстречу, а тут бах, он приезжает. И вот рангник очень много рассказывал, там, про, ну он комментировал как раз все слухи тогда, вообще все, то есть все, что они не комментировали до этого, вот тут они нам все объясняли, в том числе про поля там и так далее. А Цорн было видно, что, ну, там был наш, я не помню, как зовут переводчик наш, ну, вот этот лысый. Марат Сасиев. Ты. Либо Крайтер, но скорее всего Сасиев. Марат, Марат там был, вот, и он помогал переводить ранненько, но периодически Цорн встревал и еще более плотно переводил то, что говорит Ральф. И вот здесь было понятно, до какой степени он реально погружен, вот Цорн именно, потому что он прям дотошно детали прям объяснял того, что говорит Ральф. Вот, и, ну, как раз, ну, он говорил, что мы работаем уже давно вместе, там работают, бла-бла-бла. Вот. Это веточку такую небольшую работу. Давай сейчас поговорим про это, сейчас одну секунду, я вставлю комментарий, что в тот момент, когда обсуждали очень активно коммерческую привлекательность застройки жилищной вот этого нашей территории стадиона, в этот же самый момент РЖД продавала огромнейшую территорию, здесь у меня недалеко, я влюблено живу, на Волжской, у них там, ну, стадион, вот этот раньше локомотив, регбийный был стадион, и там огромнейшая территория, на берегу реки, парковая зона, и они продавали вот эту огромнейшую территорию, что-то порядка там 600-700 миллионов рублей под коммерческую застройку, то есть вот для РЖД, ну, что такое 600-700 миллионов рублей, это меньше, там, 25% бюджета годового локомотива, да, и в этот момент журналисты пишут о том, насколько коммерчески привлекательна для РЖД коммерческая застройка черкизов, ну, а районы примерно, вот, по близости к центру примерно одинаковые, вот, так что, в целом, ну, тоже РЖД не особо занимается этой коммерческой застройкой, они скорее продадут землю, но... так вот, они, они говорили, среди прочего, Ральф говорил, среди прочего, что про базу в Баковке, он очень сильно обосрал ее, обосрал в том числе и новую, ну, точнее, ремонтируемую, вот, и сейчас, что вот мне запомнилось на апрельской встрече, когда вот как раз про Триумбера, вот, это была история, вот, я им напомнил, я говорю, слушайте, а Ральф же вот обосрал, они говорят, в смысле, все нормально, а история была такая, что Ральф пришел, ну, вот, что он рассказал в одной встрече, что, почему они хотят базу, в том числе, переносить в Черкизово, что в первый раз познакомился с командой, там, с руководством еще в феврале 21-го года, получается, вот, и он, когда приехал на базу, там ремонт уже шел, вот, и он увидел, что они планируют сделать, и он говорит, то, что делать, это не база футбольного клуба, а гостиница, вот, и он говорит, что это ненормально, ну, современный футбольный клуб по-другому должен, ну, база должна быть другой, вот, и он там целую кучу всего написал, что давно быть, и эти схватились за голову, как я понял, они стали перестраивать очень много, и поэтому, в том числе, затянулся ремонт, потому что часть пришлось перестраивать вот прям на ходу, и, то есть, они какие-то вещи стали доделывать, туда впихивать, которых изначально не предполагалось. И здесь рак не подосрал. Нет, ну, не только. Там еще, там же была проблема, что эти все поезжали строители, таджики, там, и прочие, кто, ну, проблемы с документами, вот эта пандемия, там, и прочая всякая ерунда, вот, как я понимаю, пускай это клуб объясняет лучше. Клуб-то объяснит, конечно, Держи карман шире. Да, да, да. Да, они обещали же еще, по-моему, весной сначала заехать, вот мы спросили, а что вы не заехали, они говорят, а мы стали вот под Ральф теперь все перестраивать, вот, типа осенью заедем, и вот сейчас вроде как бы, видишь, наконец-то. Вот, короче, Ральф обосрал новый проект Баковки тот изначально, они переделывать стали многое, вот, ну, мне это показалось интересно, кстати, вот, когда вот тогда он это говорил, вот, потому что, ну, там очень много, ну, вещей каких-то таких важных, он говорил, что там должно быть вот это там для восстановления, там, не знаю, криптокамера, там еще что-то, бла-бла-бла-бла, вот, целую кучу всего назвал важным, он говорит, этого нету в проектах вообще, и, ну, какую-то часть они, доделали, но самое главное, что он говорил, что, ну, это должна быть база современного футбольного клуба, а не гостиница, вот, вот так, и, это тоже планировалось сделать в Черкизово, то есть, дальше, когда говорили про проект, того, что будут делать в Черкизово, они очень много говорили именно про футбол, про требования к современному футбольному клубу и к тому, что должно быть у современного футбольного клуба на территории, что там молодые все должны тренироваться, ну, типа, не должна быть никакая там школа в Перово, молодежь должна тренироваться рядом с Основой, всегда видеть Основу рядом с собой, на соседних полях, понимать, что вот там мы однажды можем вот с этими игроками вместе работать, и там, ну, не знаю, в любой момент, короче, чтобы они молодые могли прийти на поле к Основе и с Основой потренироваться не по там по супервызову какому-то, а просто вот там что-то не есть с тренировки дернуть, вот, и для этого в том числе нужно единое место для всех, вот. Ральф, кстати, очень сильно басрал интернет наш, вот, ну, я так понимаю, что заслуженно, потому что он говорит, что, ну, так вообще дети не должны жить, там, будущие спортсмены, вот, и, ну, я долго думал вообще про это говорить или нет, потом решил, что про это надо, конечно, говорить, потому что, ну, у нас одна из лучших школ, и у нас очень крутые воспитанники, и тренеры, очевидно, тоже неплохие в школе, и наши воспитанники должны жить в лучших условиях, чем сейчас, чем то, что рассказывал Ральф, ну, там, мне просто стыдно даже некоторые вещи не хочу озвучивать, вот, которые были на этой встрече озвучены, и Ральф был в шоке, вот, и, ну, в общем, они вот это все планировали тоже поменять, вот, вот так, поэтому по стадиону, это мы, это я так на вопрос про стадион опять отвечал коротко. Не, на самом деле очень много интересного все рассказано, про Баковку, насколько я понимаю, главная проблема Баковки, в принципе, это то, что сама территория Баковки, она не такая уж и большая, не такая большая, как хотелось бы, и там все равно ты не разместишь вот эти вот 18 футбольных полей, и чтобы туда все перенести, все равно не получится. Там маленькая территория, в Перово маленькая территория, в Черкизово маленькая территория, и в итоге у тебя 3 маленьких территории, и ни одна из них не позволяет сделать полноценный футбольный класс, как того хочется. Интересно, что будет в итоге с вот этим проектом, учитывая, что Баковку все-таки запустили, вместо того, чтобы эту территорию кому-либо продать, отдать денег, заработать. Я практически уверен, что вариантов с тем, чтобы отжать часть Черкизовского парка и отдать, там, не знаю, Перовский парк, ну, каким-то образом обменять, практически невозможно, потому что в свое время Московская Федерация Футбола устраивала заседание, на которое был приглашен руководитель Департамента природопользования, ну, короче, чел, который руководит вот этими всеми парками, и он дико ужасно сокрушался тем, как все сложно вообще проводить, учитывая, связанное с парками, да, потому что очень много стадионов по каким-то причинам в советское время строились вот именно в парковых зонах, и они сейчас все заброшены, на них никто не играет, на них ничего не происходит, но сделать с этими стадионами практически ничего невозможно, потому что стройки там запрещены, реконструкции запрещены, просто вот банально законодательством российским, И он, как руководитель департамента московского, он с этим ничего поделать не может, потому что есть российское законодательство, которое просто банально запрещает. Вот, например, в Царицынском парке есть футбольное поле. Оно уже просто вот в категорически разрушенном состоянии, там же ничего не осталось, там только ворот стоят, никаких трибун не осталось, никакой там газон, ничего не осталось. А раньше там школа занималась, но вот из-за того, что невозможно ничего там делать, соответственно, и, условно говоря, продать Перова под какую-то коммерческую застройку тоже невозможно. Это, как и Черкизовская земля, там есть конкретно для спортивных сооружений. Вот это можно, а переделать ее в строительство недвижки жилищных сооружений, это практически невозможно. Вот, и интересно, как это все будет дальше реализовываться. Баковку все-таки построили, что-то там сделали, но понятное дело, что Академию ты туда не перевезешь, ну, никаким образом там играть Академия не будет. Хотя вот Динамо, например, в Новогорске играет, Спарта хочет в Тарасовку Академию перевезти, то есть в целом такая тенденция есть, но Локомотив Академию в Баковку не сможет просто ни под каким предлогом увезти. Поэтому, наверное, что-то в Черкизово мы все еще вправе ожидать, хотя стали заявления в прессе у Леонченко и Цорна максимально туманные по этому поводу. Вот Леонченко, по-моему, сказал, что типа мы ждем, что наши акционеры скажут. Ну, да, логично. Есть что добавить к этому? Логично. Хочется поговорить про вот эти вот встречи, сколько их было, как часто они собирались, кто на них присутствовал, самые памятные и вот в таком духе. Как часто вообще клуб проявлял инициативу в том, чтобы сообщить что-либо болельщикам? Было ли это по каким-то поводам, да, когда что-то происходило или это, там, не знаю, регулярность какую-то вы установили? Смотри, вот каждая встреча, которая становится публичной, ну, точнее, публично становится известно о факте такой встречи, она вызывает какие-то бурления, вот, иногда там не самых приятных субстанций. Дело в том, что фанаты в любом случае с клубом взаимодействуют и это никого удивлять не должно. Мы даже во времена Смородской все равно с частью сотрудников клуба продолжали общаться, потому что есть какие-то вещи, ну, чтобы вы понимали, есть технические вещи, которые необходимо решать. Ну, там, условно, заявить баннеры, например, на сезон мы не можем без общения с клубом. Даже, ну, там, ну, вот, во времена только Кикнадзе у нас полный разрыв отношений произошел, мы перестали носить атрибуточку, там вообще все перестали носить и уехали со стадиона, там, и так далее. Вот. В любом случае общение какое-то происходит. Надо сказать, что после, ну, это важно сказать, что после Смородской мы первый раз, когда сели, встретились с Геркусом, во-первых, это была еще, самая первая встреча была еще до его назначения официального. Вот. Он, ну, он попросил встречи с активом фанатов, мы проговорили, ну, как-то он там спросил, как мы отнесемся к нему, как к персоне, какие там есть проблемы в его взаимоотношениях и так далее. Мы, в принципе, объяснили, что есть. И после его назначения мы показали ему список вопросов и претензий, которые накопились у болельщиков, который собирал United South со своей стороны. И я уже, ну, более-менее публично об этом говорил. У нас было 25 пунктов, ну, таких претензий, вопросов, претензий к клубу, которые накопились вот во времена Смородской. И там были вещи, ну, понимаешь, что там речь не только там о каких-то фанатских делах, ну, не знаю, там, я же не знаю, какие фанатские дела привести, примерно. Просто там, среди прочего, были такие вещи, как там нормальное питание на стадионе, то есть фудкорты, да. У нас, среди прочего, был вопрос по грязным креслам, потому что, ну, вот мы знаем, что часть фанатского актива постепенно растет, растет и переходит на восточную, там, или на западную трибуну. И люди приходят и понимают, что это грязные сиденья. Ну, то есть элементарные вещи. Это просто, чтобы все понимали, что фанаты, ну, приходят на встречи не для того, чтобы требовать, ну, не знаю, я не знаю, что могут требовать, там, не знаю, бесплатные выезды, например, сделать самолет в Хабаровск. Вот, ну, такого нету, естественно. Блин, а на умов делал? Были простые какие-то... Хорошо, ну, привет ему передавай. Вот, когда в следующий раз будет подобное что-то делать, вот, и надо попросить, чтобы для всех тогда сделал, вот, если он не делает для кого-то, вот, то есть, там, про цены на абонемент, вот мы обсуждаем, там, про доступ заранее на стадион, ну, какие-то, там, банальные вещи, да, чтобы, не знаю, чтобы нам помогали, когда мы готовим, там, перформансы, то есть, вот, вот такие вещи. Если мы говорим про фанатов непосредственно. Так вот, был список вопросов, которые мы показали Геркусу, когда он пришел, он, я помню, вот он сидел, и он такой листает, говорит, так, это, в принципе, сразу можно, это сразу, там, типа, ну, на этой неделе нужно, а он говорит, а это почему, а это, он говорит, это что? Мы говорим, ну, это вот список претензий, которые Смородская, там, ну, он говорит, а почему это в списке претензий, это же, ну, там, условно, там, фудкорт, он говорит, так это, ну, какой, в смысле, какие претензии, это же, ну, это же так же и должно быть. Мы говорим, ну, мы это знаем, но старуха-то не хотела, вот. Короче, это, почему я такую делаю подводку, такие встречи проходили, потом, ну, условно, они прошли, там, один раз Геркусу, потом, или, там, два раза, возможно, за все время его президент, мы с ним встретились, вот так, официально. А в остальное время мы встречались, там, с Алексеем Киричиком, там, еще с кем-то из сотрудников клуба, садились, обсуждали, там, из дирекции парня, вот, садились, обсуждали, что нужно сделать, чтобы, ну, чтобы всем было комфортно, и чтобы, ну, чтобы фанаты могли сказать, блин, клуб, там, неважно, как играет команда, клуб делает то, что должен делать, вот, во взаимодействии с болельщиками. Так и происходило. Поэтому на момент, когда пришел Кикнадзе, собственно говоря, мы, ну, этого же хотели, если помнишь, в принципе, у нас началось с чего, что мы говорим, ну, давайте, где, давайте продолжим эти встречи, а нам, ну, типа, не до вас сейчас, вот. И на суперкубке, там, было какое-то молчание, потому что было очень много непонятного, что происходит с командой, и самое главное, ну, диалога вообще, ну, диалог просто выключили, кнопку с диалогом между фанатами и клубом. Потом что-то вот там наладилось, какое-то, ну, общение началось, но я повторюсь, оно вот, ну, понятно, во что оно там вылилось, и самое главное, что вот, ну, в конце вот эта история с Палычем случилась. Вот. Поэтому пришло вот это руководство, ну, с ним приблизительно то же самое. Мы говорим, ребята, есть какие-то рабочие вопросы, которые необходимо решать. И, ну, для этого не всегда, там, скажем, плутник нужен на этих встречах и так далее. Поэтому такие встречи происходят, ну, просто на каких-то из этих встречах обсуждаются, ну, не знаю, появился инфоповод, там, кто-то вбросил, что, там, Черкизово распродаются и будут строить коммерческую недвижимость. Ну, тут вопрос в продуктивности этих встреч, такая, как у Смородска или такая, как у Геркоса, или ближе уже к временам Кикнадзе, что скоро общение вообще закончится? Я не знаю. Сейчас все встречи, которые проходят, они больше, ну, чуть меньше, чуть менее рабочими они стали, потому что, ну, я не могу сказать, что у нас прям супермного каких-то проблем, что ли, вылезает. Вылезает сейчас вот, ну, вот с такой бытового плана. Те вопросы, которые у нас, да-да-да, те, которые у нас там вылезали, они спустя какое-то время вопросы эти решены. То есть, ну, нас выгнали со стадиона при Кикнадзе, ну, вот, ну, причем там, ну, там вообще, уж не будем, ладно, возвращаться, там вообще отдельная история, как это погано сделано было. Вот. Даже, ты понимаешь, с Мородска, вот мы, у нас было с ней противостояние, она нас из коморки, вот, где там, ну, хранился состав там какой-то, она нас все равно оттуда не выгоняла. Я не знаю, может, там жучки какие-то были, ну, то есть, может, у нее свой там какой-то практический смысл в этом был. Это не проблема. Вот. Самое главное, что, ну, даже она не дошла до такого, понимаешь. Вот. Ну, а Кикнадзе, все, типа, до свидания. Вот. Сейчас вопрос более-менее с этим там решен, потому что, ну, понятно, не знаю, после матчей, там, во время которых идет дождь, ну, где-то нужно там атрибутику посушить условно. Ну, то есть, какие-то такие банальные вещи, которые нужно решать. Или вот чемпионат среди болельщиков Локомотива, да, 13-й вот в этом году. Вот недавно прям завершился. Там 500 до 500 человек участвуют, две лиги, там дофига команд участвуют в этом. И, кстати, если твоим зрителям интересно, присоединяйтесь там, ну, новым командам рады всегда. Да, и, ну, повторюсь, там две лиги. Борельщиков играет. Мы во времена Кикнадзе ушли со стадиона. При Смородской снимали поля, ну, снимали в Перово, снимали на Локомотиве. Сейчас клуб предоставляет вот на последний чемпионат, боюсь я ошибаться, но на все там игры, не на все, но точно на какую-то значительную часть предоставлял поля Черкизова для проведения как раз вот этого чемпионата. Ну, то есть, это взаимодействие, ну, это не коммерческое взаимодействие, это разумное взаимодействие. Поэтому, когда возникают какие-то вопросы, там, про, ну, не знаю, погорячее, ну, хорошо, там приходят люди, которым, ну, там, не только технические вопросы вот эти важные, но и, ну, глобальные какие-то, информационные вопросы. Тогда это вот происходит по инициативе клуба. Мы возвращаемся, да, к началу почти разговора. Клуб говорит, ребята, у меня есть что обсудить, давайте встретимся, обсудим. Мы ему встретимся, обсуждаем. И, естественно, здесь, ну, как сказать, не происходит такого, что клуб, ну, если бы хоть раз клуб нам сказал, ребята, мы вам предоставляем поле, поэтому, пожалуйста, давайте-ка вы будете выебываться, и, там, вот мы уволили, там, Ласькова и Пашин, и вот, пожалуйста, давайте мы это не будем обсуждать, ничего подобного, вот. Ну, я надеюсь, все это видят, и если возникают у нас какие-то вопросы, мы их задаем спокойно, совершенно без, ну, не знаю, без стеснений, и плевать всем, там, на поля, найти, и на все остальное, если вдруг такой вопрос возникнет. За этот сезон болельщики были близки к тому, ну, вот United South, организованная часть болельщиков, были близки к тому, чтобы вернуться к протестам? Это, смотри, болельщики Локомотива, болельщики Локомотива, по-моему, в этом году периодически хотели протеста, вот. United South и члены основного управления United South были чуть более сдержаны в оценках, здесь важно сказать, что каждый, как раз мы про это говорили, но про это важно сказать еще раз, каждый протест бьет очень сильно по фан-движению, потому что люди по-разному смотрят на необходимости протестов, так было при Смородске, так было при Кикнадзе даже, очевидно, так будет всегда. Кто-то говорит, давайте ребят поддержим, а кто-то говорит, при каком президенте мы вообще лучше сезон потерять, чем потерять там 10 лет. Вот. Люди уходят во время протеста, люди уходят с трибуны, и не все, к сожалению, возвращаются. Затягивать обратно у старых людей очень тяжело. Приводить новых людей во время протеста еще более тяжело. Протест отнимает силы и энергию у лидеров протеста и у движущей силы протеста. Если мы говорим про протест при Кикнадзе, на самом деле большой респект вообще всему баллическому сообществу, не только фанатам, но и, в принципе, баллическому локомотиву, потому что здесь, на мой взгляд, суперкруто работали все, стученно, и, ну, там, несмотря на то, что было и другое мнение, да, но те, кто были точно против, очень здорово во все увлекались, и то, что мы предлагали делать, делали. Ну, короче, в ситуации протеста с Кикнадзе вообще все молодцы, но даже после Кикнадзе не все вернулись, к сожалению, на стадион. То есть всегда любая протестная деятельность плохо сказывается на результатах. Она бьет не только по руководству, которое мы пытаемся сместить, да, и не только мы добиваемся каких-то перемен, но и по самому фан-движению, по самой трибуне это очень сильно бьет. Поэтому в этом году, конечно, со всех сторон вот это вот подогревание. Здесь же важно говорить, что мы на встречах приходим, какие-то разумные ответы слышим, свои претензии задаем, но при этом фон информационный вообще не меняется вокруг клуба. Ну, мы это с тобой тоже уже начали обсуждать. Клуб очень плохо работал всю дорогу в информационном поле. Журналисты, которые работают по локомотиву, то есть те, кто освещают локомотив, стали в основном негатив в этом году. Часть баллического сообщества, которое пишет про локомотив, писала много негатива. На мой взгляд, это мешало всем адекватно оценивать, что происходит, и адекватно смотреть на ситуацию. Мне казалось, что нужно чуть больше терпение проявить. Да, действительно, забавно. Терпение проявить в отношении перестройки вот этой. Мне многое не нравилось из того, что и как делало руководство в этом году. Мы уже обсудили это, и на мой взгляд, многие положительные вещи, перечеркивались молчанием клуба или просто какими-то косяками, прорангами того же самого. Мы с ним знакомимся, начинаем обсуждать. Тогда был вброс про Нью-Касл. И нам говорят, что он точно не уйдет. Мы говорим, что прекращайте. Они говорят, что ты даже не представляешь, как сказал мне один сотрудник. Он, правда, потом я ему говорил, и даже когда мы с ним один на один общались, он мне говорил, что Ваня, я такого не говорил. Я говорю, что ты, глядя на меня, это говоришь. Я такой, ну окей, успокаиваюсь. Он сказал, что контракт с рангником так построен, что он так защищен, контракт, что он не может никуда уйти. То есть если он захочет уйти, то это очень дорого будет для него и для его работодателя нового. И мы такие, ну выдыхаем, и меньше, чем через месяц, и через месяц он уходит в Кланчестер Юнель. И на следующей же встрече, она была еще перед Новым годом, я говорю, как же так вот получилось-то, ребята? Скажите, пожалуйста, куда этот рангник ушел? Вы же говорили. Они говорят, мы такого не говорили. Я говорю, вы что, издеваетесь, что ли? Ну то есть очевидно, какие-то проколы случались. Но, повторюсь, мне вот в теории вот эта логика построения команды, логика построения клуба, мне была понятна на этих встречах. Вот так. К сожалению, клуб только на этих встречах был до такой степени супер-классно открыт и слишком мало и слишком невнятно объяснял все это публично. Поэтому мне лично хотелось дождаться итогов сезона и уже по итогам делать какие-то выводы. Поэтому сама трибуна United South к протесту в течение года готовы не были. Внутри United South были мнения о том, что, типа, блин, сколько мы можем на это говно смотреть, давайте что-то делать. Но при этом то, что внешне слишком много было факторов, которые к локомотиву вроде как бы напрямую не имеют отношения, которые нас пытались столкнуть в этот протест, именно это нас и останавливало от протеста в принятии. Ну, поэтому вот так. Про Рангника довольно забавно, что ты говорил, что он вам очень много всего на встречах говорил, объяснял, доказывал и показывал максимальное вовлечение. Особенно иронично, что, например, Sports.ru выкладывал статью разочарования, ну, у них там журналисты разочарования года, вот это все. И там очень часто встречалось то, что разочарование года — это то, как Рангник вел себя в России, то есть ожидалось то, что приедет такой суперспециалист и за все возьмется, а в итоге приехал и толком, ну, ничего не сделал, какую-то левую стратегию представил, максимально общими фразами оделся на своей вот этой вот дурацкой пресс-конференции и уехал. То есть вот как бы ощущение, что, ну, Рангник не был вот прям вот абсолютно таким вот человеком, а вроде складывается, потому что я сам слышал от тренеров детско-юношеских команд, что там их там дрючат, заставляют какие-то отчеты писать, чтобы... которые ложатся там на стол Рангнику, чтобы он там в дальнейшем их как-то правил, и все команды Академии там что-то делали. И даже до женской команды он дошел, и Фомина там что-то подобное рассказывал. Вот, а в итоге, вот если реально посмотреть со стороны на то, что происходило в клубе, что сторонний обыватель смотрит, да, действительно приехал какой-то чел, срубил огромное количество бабла сначала, что-то там посвятил своей рожей и действительно рассказал о том, что для того, чтобы хорошо играть в футбол, нужно много атаковать и выращивать молодых футболистов, а потом им задорого продавать. Офигительно свежая идея. И через, там, три месяца уехал в Матчастер Юнайт. Как бы действительно со стороны складывается ощущение прям совсем. И клуб, главное, с этим ощущением. У вас был рангник, и вы за все это время не сделали ни одного интервью с ним, кроме вот этой вот дурацкой пресс-конференции. Как и почему это вообще возможно, я вот не могу понять. И вряд ли, даже если мне 50 человек будут объяснять из клуба, как и почему они это делали, я вряд ли смогу это понять. Что-то хотел добавить? А хочешь еще два? Да. Да, да, хотел. Вот про рангника. Один момент, который меня, я несколько уже сказал, который меня в его персонале там бесит. Вот. Один момент, который вообще просто меня прям не отпускает. Вот. Ну, во-первых, сначала с другого. Значит, он ни разу, нигде не сказал и не представился как сотрудник локомотива. Вот. И я знаю, что на эту тему очень много рефлексии случилось у руководства локомотива, потому что он нигде и никогда себя как сотрудник локомотива не обозначил. При всем при том, что он действительно очень сильно вроде как бы погружался. Что интересно, что я себе отметил вот на этой встрече. Он сказал, что, ну, он изучал действительно молодежки все. И что они говорили вот на этой встрече. Что они, ну, когда он смотрел интернаты, и там, я сказал, обосрал очень сильно то, что происходило там внутри, условия, в которых ребята наши учатся, живут, тренируются. Среди прочего он сказал, что у нас нету суперталантов в Академии. Вот. Представляешь, ну, тебе, наверное, должно быть особенно смешно это слышать. Вот. И он, ну, он ходит на игры, ходил на игры и на тренировки всех возрастов, и никого не отметил, кого можно было бы вот прямо сейчас подтягивать ко сною. Вот. Я, ну, когда я после, он свалил, а после зимы вдруг Карпукас появился в команде, я такой, ну, у меня первое такое щелкнуло, понимаешь. Потом про Рокова я, честно говоря, не обращал внимания до того, как ты про него стал говорить, да, и про его связку на Бэтом фамилии, да? Батраков. Вот. Точно. Я после этого стал смотреть, я такой, ну, я тоже смотрю вырезки, обзоры, ну, потому что, например, на аккаунты молодежки наши я подписывал, вот. И, ну, это как в пику, можно сказать, основной команде, вот. Потому что, ну, там, ну, у меня как будто бы как... Там меньше, сильно меньше контента сейчас стало, но, ну, там как будто бы больше искренности для меня лично. Вот. Уж лучше вот так, чем так, как там большой клуб, вроде себя, позиционирует в соцсетях. Вот. И, короче, он не видел талантов, понимаешь, в южных наших, вот. А женский футбольный клуб, ну, он, он, в принципе, вот из того, что я слышал, там был такой, я говорю, ну, ЖФК тоже вот будет, ну, Сосновой тренироваться, да, вот там вот эти 13 полей, вот. И у него там такое было, ну, вот у меня сложилось, знаешь, такое впечатление, что он как-то антифеминист, он, в общем, вот. И, как это называется, в общем, максимально патриархального склада ума человека, он такой, типа, господи, блядь, женский футбол, о чем вы вообще там говорите? Вот. Прилетительно вот так вот он звучал. Ну, ладно. И с молодежью, ну, у меня, ну, у меня теперь, знаешь, у меня такое, я отдельно болею теперь за парней, за наших молодых, чтобы кто-то вот из поколения любого сейчас там с 2006 года, потому что он говорил, что надо 2005-2006 год, обязательно теперь надо, ну, потому что нормальных нету, вот, надо обязательно найти нормальных, надо покупать сейчас в клубы, вот уже в этом возрасте привлекать, чтобы нормально селекция работала. Это вот Осенью говорил. Вот. Я очень хочу, чтобы те игроки, которые на тот момент были в клубе, обязательно выросли в, ну, крепких, заметных игроков, вот, чтобы этому специалисту, так называемому, доказать, какого фуфлона, на самом деле, вот. Да, в целом бы, я бы тоже был бы не против этого. Это я хотел добавить. Для меня это прям дополнительный стимул сейчас следить за парнями молодыми. Окей. Ты был в моей встрече с Плутником, тебе, судя по всему, Женя Алексеев передал информацию и попросил тебя озвучивать. И при этом ты же был еще и в той рабочей группе, которая еще при Ольге Юрьевне, эту самую дату 23 июля 22 года признала легитимной. Что было потом, что вообще по поводу этого всего происходит, потому что у меня просто ноль стало понимания после того, как я посетил эту рабочую встречу. Потому что мне казалось, ну, что же это происходит, что Женя Алексеев вовлечен в работу, что они там что-то делают, что, да, наверное, праздника не будет, но какая-то работа ведется. А тут мы встречаемся в июне, и я вдруг узнаю о том, что, о, наконец-то историки сейчас в архивы полезут. Как раз месяц остался до 23 июля, самое время начать работу. Давай, расскажи, что тебе известно по этому поводу. Ну, наверное, стоит сказать, что действительно один из пунктов требования к Смородской, который у нас был, один из таких существенных пунктов, это как раз было про точное выяснение даты основания локомотива. Женя в рельсах истории правильно отмечал, что на сайте 1981 была санкция, статья, которую готовили мои друзья, мои друзья по трибуне. Я к той статье отношений не имел, но парни вот провели исследовательскую работу определенную, по которой как раз получалось, что 22-й год, 23 июля, та самая дата. И мы, опираясь на вот эту статью, просили клуб разобраться, какая дата все-таки корректна. Вот. Дальше, ну опять же, я не хочу пересказывать просто то, что Женя и так подробно все описал. Происходили действительно определенные консультации, определенные рабочие встречи, и клуб взялся в итоге, когда мы со Смородской познакомились в 2009, что ли, году, или в 10-м. Да, да, да. Вот мы с ней в сентябре встретились первый раз, тогда еще была нормальная встреча, то есть, ну, что-то нагнеталось вокруг, но мы давайте-ка сначала пообщаемся. Вот мы с ней пообщались, и мы тогда еще ей сказали, что есть вопрос с датой основания клуба. И, ну, мы говорим, сейчас вот там в 11-м году юбилей от 36-го года идет, а на самом деле там в 12-м году наш юбилей должен быть, по идее. И она говорит, такая, давай что, ребят, нормально все отметим там и в 11-м сначала, а потом разберемся и в 12-м отметим. Ну, то есть, понятно, что там это же не бесплатно все. Ну, а дальше там известно, у нас с ней отношения не сложились сразу практически, потому что мы через месяц с ней встретились. Я же сидел, записывал, что она обещает, говорит и так далее. Потом, ну, она-то думала, это просто, она поговорила, и все. Ну, мы договорились через месяц еще одну встречу. Мы через месяц встречаемся, я прям с фактами, с какими-то по ее высказываниям прихожу, и она меня запретила после этого на эти встречи пускать. Вот, кстати, и, ну, это так, отсутствие. Короче, мы тогда рассорились, и к дате новой вернулись только вот после попытки перезагрузки отношений вот этих. И тогда действительно, вот, я участвовал в, ну, в этой группе инициативной. Андрей Бодров, Женю там привлекли на каком-то моменте, но он действительно, ну, нельзя сказать, что он прям подтвердил тогда. То есть он тогда, наоборот, высказывал целую кучу сомнений, что, ребята, ну, что-то здесь, конечно, доказано, но очень слабовато, вот. И доказательств должно быть больше. Вот. И, ну, но в итоге там приняли решение, что типа, да ладно, все, и так, и так пойдет, как говорится. Вот. И потом мы с Женей много общались, мне он доказал, что, ну, некорректно принимать вот такую дату. И, ну, скажем, я не входил в группу, которая утверждала дату, вот, но я входил в группу, которая инициировала рассмотрение вот этой даты. И поэтому я свою ответственность, скажем так, за это чувствовал, вот, и чувствую до сих пор. Вот. Поэтому, ну, во многом и поэтому я являюсь сейчас сторонником того, чтобы доказательства были четкие и для того... сторонником того, чтобы расследование было проведено еще раз, и чтобы все вопросы, и в том числе и у Жени, и у остальных историков отпали. Ну, вот. Да, год назад мы этот вопрос задали. Да, еще важно здесь сказать, что и большая часть United South придерживается мнения, что дата вот эта 23 июля 22 года не совсем точная, и что она действительно тоже требует перепроверки. Ну, и из того, что мы видим, из того, что Женя с парнями, ну, он не один сейчас работает над этим, как раз у меня есть парни, которые имеют отношение к United South. Ну, они уже доказали, что Казанка, вот та, в 22-м году, которая играла, она с Локомотивом вообще не имеет ничего общего. Это, ну, это железнодорожный клуб, но это, ну, не тот железнодорожный клуб. Ну, что-то вообще имеет, это игроки, которые потом перешли, но вообще это не... Вот, нет, нет, в том-то и дело, там и вопрос с игроками, ну, то есть, если бы было понятно, что точно переходят игроки просто, те же самые игроки, и, ну, там, почему-то вот они сейчас все, там, они были Казанкой, сейчас они вдруг стали Кором, и там, послезавтра они стали Локомотивом, это, ну, это еще можно было бы понять, что там и таких доказательств нет. Ну, да, я хотел об этом сказать, что, ну, ни одного протокола, ни одного результата от той Казанки не сохранилось, об этом, в принципе, невозможно говорить, и, соответственно, ну, реально связи до сих пор нету. Ну, вот, протокол-то как раз один есть, но это, ну, нету связи именно доказанной, что Казанка, Кор, потом опять Казанка и Локомотив, это одно и то же. В чем проблема? Год назад мы это обозначили, и клуб обещал разобраться. Дальше в конце года мы не позвонили из клуба, сказали, что сотрудник, который там больше не работает, в общем, вот, позвонил, сказал, что Иван, мы вас приглашаем в рабочую группу по празднованию столетия. Я говорю, давайте до празднования столетия сначала выясним все-таки корректность этой даты. Они говорят, да-да-да, мы именно это будем делать. Вот. Я говорю, там участвует Женя Алексеев. Они говорят, что, кто? А, да, конечно, сейчас мы все решим. Вот. После этого ни одного звонка, ничего не случилось. Женя, с Женей клуб какой-то там заключил соглашение о том, что он будет работать над книгой на юбилей Локомотива. И, ну, вроде как, я так понимаю, что он в рамках вот этих договоренностей, на самом деле, корректно Женю все-таки самого к этому разговору привлечет. Ну, я надеюсь, что получится. Да. Женя должен был определенную работу провести для того, чтобы, ну, вот эти доказательства предоставить. Насколько я понимаю на сегодня ситуацию, все уперлось в бюджет для работы вот этой. Потому что Женя, очевидно, ну, работа с архивами требует глубокой, ну, глубокого погружения. Ну, учитывая то, что мы с тобой понимаем, что Женя уже давно достаточно этим занимается, и все равно точного там выяснения до конца нет. Вот. И он говорит, что для того, чтобы полностью в это погрузиться, нужно много времени проводить в архивах. Они предоставили, как я понимаю, они предоставили клубу СМЕТу на работу нескольких человек. И вот из того, что я увидел из постов клуба, это у меня, знаешь, как будто бы, ну, учитывая, что я правда не знаю, поэтому я сейчас просто предполагаю, что это как будто ответ Жени, что вот сейчас историки РАН сделают это бесплатно. Да, ну, это, ну, какой-то, ну, не знаю, какой-то абсурд. Историки РАН почему-то вдруг сейчас, ну, Женя работает над этим там несколько лет уже, а историки РАН вдруг сейчас за месяц вообще все найдут. Вот. Я так понимаю, что они подтвердили предположение Жени, что, ну, клубы, это разные, вот, а доказательство, что они сейчас бесплатно за полтора месяца вдруг найдут. Ну, на мой взгляд, это как-то абсурдная ситуация. Абсурдно то, что была создана группа, которая так и не собралась, а потом на Новый год с Женей как-то договорились, вроде бы, ну, вроде бы, какая-то новая группа объявилась. Сейчас, видишь, была еще третья, на которую пришел ты, и еще кто-то вот из болельщиков. Я, честно сказать, вот я на фотографии увидел, я не понял, кто это такой. Ну, я просто не знаю. Уважаемая личность, если бы ты смотрел различные экономические выкладки по ситуации, которая сложилась в нашей стране, ты бы наверняка его знал. Это преподаватель Высшей школы экономики Григорий Баженов. В последнее время довольно часто давал комментарии различным, в том числе, не самым разрешенным каналам на Ютубе. Болеет за локомотив достаточно давно, и в том числе у себя там в блоге, который он ведет, в Ютуб-канале, он периодически тоже локомотив затрагивает, но вот тоже со всяких экономических тем, как все это строится. Но отношение такое же, как и у меня, по сути. Ну, реально, зачем и почему у нас, я не понял. И потом я задавал вопросы, ответ на этот вопрос, что им поступали какие-то обращения, что постоянно зовут одних и тех же лиц, и они решили немножечко изменить концепцию. Ну, думаю, что в итоге они получили ровно те же самые ответы, которые им и до этого проговаривались. В общем, с мертвой точки, я так понимаю, не сдвинулись, но столетия в этом году, я так думаю, что можно не ждать точно. Дай бог. Ну, мы, смотри, нам, как организация, задавали вопрос, что вы думаете по этому поводу, мы уже ответ в клуб направили, что мы не считаем правильным праздновать то, что не доказано. И, ну, там, если вы хотите что-то прям отпраздновать, ну, во-первых, сейчас ситуация такая, что, ну, как-то странно просто деньги в воздух пулять, и если все-таки есть желание там хоть что-то отпраздновать, то вы можете отпраздновать, там, первый матч Казанки, или, там, первый матч, ну, хотя не первый, не знаю, ну, там, доказано, какой-то там, напечатано, первый матч. Первое упоминание Казанки, да? Что-то такое. В ближайшие дни с ними встретиться, и поэтому, ну, будем надеяться, что вот сейчас нас ждут какие-то новости, которые мы как раз, наверное, ну, от самого Жени, или, там, от клуба, или в телеграм-канале его в рельсах почитаем. Супер, ну, это было бы шикарно. Вообще, вот на этой встрече, наверное, единственное, что мне, в принципе, я для себя полезного вынес, это я познакомился с Сучковой, да, мы с ней не общались, кроме как вот в рамках того, что я уже говорил именно конкретно по тому, как надо вообще эту работу выстраивать, и с кем надо ее выстраивать, а не с нами. Она мне показалась заинтересованным человеком, то есть перед ней, судя по всему, поставили некую задачу, и она теперь пытается понять, как эту задачу в имеющихся очень сложных рамках решить, потому что вроде как нужно что-то отпраздновать, а в итоге она, человек, который пришел, ну, не так давно, узнает то, что праздновать, собственно, нечего, и она вот реально дотошно пыталась задавать вопросы этим историкам. Они говорят ей, типа, ну вот мы не видим связи, а как мы можем эту связь установить? А как мы можем установить отсутствие этой связи? Потом, а что мы можем это сделать? А как мы можем? Да, меня сильно насмешило ее про известие, ремарка, и в целом вот мы ей что-то говорим, и видим непонимание того, что, ну, клуб обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы свою точку зрения доносить репостами Жени, репостами той же самой статьи в известиях, да, потому что, ну, с Эджерова ничего не было, они пытаются это делать какими-то вот лидерами мнений, постоянно зовут ветеранов локомотива, я с большим уважением к Владимиру Семеновичу Перегонцеву отношусь, но количество его комментариев за последние, там, полгода-год больше, чем я, в принципе, в жизни видел эту фамилию, хотя я с ним лично знаком, и в целом нормально общаемся, ну, тем не менее, вот почему вот таким странным образом через, там, Спорт-24 это все действует, я не понимаю, но в целом сама Сучкова показалась мне человеком заинтересованным, и, возможно, ее вот эта вот пробивная энергия действительно эту с мертвой точки сдвинет, и вот если ты говоришь то, что действительно с Женей Алексеевым будет какое-то сотрудничество, это тоже, она, как бы, записала себе, взяло под свое шепство, когда мы сказали, и если это случилось, ну, это уже лучше, чем мы дошли до, к моменту, там, когда это было, 6 июня. Знаешь, что важно сказать, что мы, вот мы про эти встречи говорили, мы на всех этих встречах вопрос про столетие поднимали, в том числе и в апреле, как раз где была Сучкова, и, ну, этот вопрос поднимается сейчас, вот за последний год на каждой встрече. Ребята, пожалуйста, что вы сделали? Ну, мы там вот, поэтому, ну, я, так сказать, я рад, что ты полон оптимизма по поводу Сучковой. Я не полон оптимизма, потому что, опять же, да, вся вот эта самая история, могу тебе сказать о том, что я, например, отписался от паблика Академии Локомотива, ну, то есть, вот я все это время, всю жизнь был подписан на все возможные, потому что я слежу за Академией Локомотива, последние, там, 2-3 недели я не могу это выносить, потому что, если сейчас туда зайти, то такое ощущение, что пабликом Академии Локомотив вместо прекрасных, потрясающих ребят, там, Оксаны Ганза, Васи Серамолота, я не знаю, кто стал этим заниматься, но там просто мотивационные картинки о том, что наши дети, там, занимаются с большим усердием, и какая-нибудь фотография. Или там фотография Вашкевича с Али Картоевым, который от нас год назад ушел с дичайшим скандалом в Спартак. И там, ну, просто тоже какая-то мотивационная запись. И, ну, даже я не выдержал. И, судя по всему, сейчас приходит очередная новая команда, которая будет заниматься всем вот этим освещением, я с очередным содроганием жду, потому что я не верю в эту историю, я не верю в то, что кто-то со стороны может прийти и освещать жизнь клуба, до этого ничего толком о нем не зная. Будут очередные косяки, будут очередные истории, стыдные для клуба, с которыми нужно будет потом заминать, репутационные потери и так далее. Как цискать, тикток-дом приглашал к себе, а потом долго от этого отмывались. С большим содроганием жду, но вот то, что хотя бы обещанная нам встреча, что Алексеева действительно пригласят, не оказалось очередным пустым обещанием, но это, по крайней мере, хоть какой-то плюс для меня по итогам всей этой встречи, в которой я действительно вообще не понимал, что происходит. У меня вопросов, какого хрена там Тим оказался, не было. Потому что я же вижу, как это все происходит. У меня вопрос к клубу, какого хрена вы так рандомно зовете людей, а не к тем людям, которые в итоге оказались на этой встрече. Потому что, я тебе повторюсь, третий раз я слышал что-то на тему встреч про юбилей, и все три раза это просто разный набор людей. Давай сейчас потихоньку завершаться. Я быстренько прочитаю вопросы. Наверняка люди уже отвалились, потому что сейчас ночи. И потом у нас еще одна тема, которую тоже стоит обговорить, обсудить, потому что люди про нее спрашивали, но я видел комментарии по этому поводу. Никита Зайцев особенно порадовал, что в канун Нового года прислали открытку с поздравлением и благодарностью за вклад в развитие движа. Как я понял, было сделано для всех, кто заказывал мер в течение года. Парни красавцы. С фанатскими организациями каких клубов сейчас дружите, взаимодействуете? Если можно, то немножко коротко отвечай. Если есть что, конечно, полно отвечать, то отвечай. Я не умею, коротко ты уже понял это. У нас нету какого-то официального союза ни с какими клубами, но при этом у нас достаточно хорошие дружеские отношения с фанатами ротора, с фанатами АМИ. Есть контакты у некоторых групп с группами, скажем так, взаимодействуют с болельщиками ЦСКА. При этом налаживаются отношения уже достаточно давно, со времен наших игр с Аполлоном и с Жилиной, если мы про Европу говорим. Аполлона мы поздравляли недавно с их первым чемпионством за 16 лет. Я должен сказать, я знаю, что были вопросы, откуда это появилось. Фанаты Аполлона с каждым кубком нас поздравляют. Ну и вот с тех пор, как мы познакомились с ними на Кипре сначала, потом здесь, в Москве, практически весь их сектор, половина их сектора была в кафе ЛОКО перед матчем. И мы там вместе отлично посидели и обменялись и контактами, и атрибутикой и так далее. И когда Аполлон выбил ЛОКОМОТИВ тогда, они на каждый матч в Европе, они же вышли в группу, и они на каждый матч в Европе привозили атрибутику ЛОКОМОТИВА. И на стадионе, на секторе Аполлона, помимо атрибутики Аполлона, была атрибутика ЛОКОМОТИВА в знак респекта и клубу нашему, и тому, как мы тогда поддержали Аполлон. То, что, если помнишь, после матча мы не договаривались, как ты понимаешь, просто там вся южная трибуна просто хлопала парням из Аполлона. И мне, кстати, пришлось потом там с некоторыми игроками ЛОКОМОТИВА объясняться на эту тему. Я им сказал, что вас, ребят, которые, грубо говоря, дворовая команда, вас хлопнула. Ну, конечно, это вызывает респект. И здесь, ну, наплевать, что это наши соперники. Они, ну, вы как говно играли, они играли, как будто это их там самый главный матч в жизни. Вот. И, ну, и повторюсь, они присылали много, присылали там фото, видео, как они, знаешь, там матч вот золотой с зенитом они наши смотрели. Прям, ну, присылали там пап Аполлона, и они сидят смотрят, ну, и там с шарфами, там, знаешь, с футболками с нашими. Ну, и типа, парни, респект. Вот, и поэтому это, ну, это как ответный респект был. Плюс было несколько выездов в Европе, на которые болельщики «Локомотивы» приезжали Аполлон поддержать. Ну, поэтому вот такие отношения. Ну, я чуть больше на Аполлоне застрился, потому что это последний, наверное, из-за того, что, ну, из такого, из обсуждаемого. Ну, мне кажется, это... Ну, и Жилина приезжает часто. В принципе, прикольная история. Жилина, я так понимаю, это на почве железнодорожных клубов, да? Она же у нас железнодорожная или нет? Ну, слушай, нет, история там другая. Когда Жилина играла в Москве со «Спартаком», на их трибуну, да, пришло несколько парней наших. Ну, я знаю, что не буду сейчас я вслух про них говорить. Они пришли и говорят, что они так неистово орали там за Жилину, как сама Жилина не орала. Вот, ну, и они, ну, там, вы спросили, вы кто такие, что происходит вообще? Вот, и те сказали, что, ну, вот мы «Локомотив», Москва, там, «Спартак» говно. Вот, и Жилина так офигела, что решила сама, когда мы страна выиграли, ну, они решили приехать. Их там, честно, 15-20 приехало. Я был на Аполлоне в Никосии, и, опять же, не на секторе, как нормальные люди ходят. Я пошел на центральную трибуну. Оказалось то, что разницы большой между центральной трибуной и фанатской трибуной по темпераменту боления нету. Поэтому вокруг нас такой был бурлящий котел совершенно, эмоции, пение. Но потом люди поняли то, что, судя по всему, здесь какие-то шизики болеют за другой клуб. А с нами еще был наш друг, у которого был ребенок. Видимо, может быть, это нас спасло от каких-то конфликтов. И от нас просто так отсели. Мы в таком островке остались. То есть вокруг нас там бегают, там, прыгают и болеют. Там 1-1, по-моему, матч закончился. Ну, в ничью, короче. Да, 1-1. Ну, все равно было... Классные эмоции были от посещения того матча, как вот в бурлящем котле оказался, что... Ну, у нас на Востоке не так болеют за свой клуб, как там поддерживают Аполлон. Хотя это при том, что Аполлон даже не в своем городе играл. Не в Лимассоле. Они на своей трибуне... Ну, там, слушай, 50 километров между городами. Я еле преодолел эти 50 километров. О, сейчас ты, судя по всему, перевернешься? Нет. Да, перевернешься. Да, точно. Отлично. Классно. У меня достаточно легко это все преодолеть. Мы взяли машину просто в аренду. Это потому, что вы водить умеете, а мы добирались общественным транспортом, которого там, как оказалось, толком нету. Они на этой трибуне, просто про которую ты говоришь, они вывешивали в первом же матче баннер, там, что-то русские, греки и киприоты, ортодоксальные братья, там, как-то так. Вот. Поэтому, ну, то есть мы со своей стороны это видели. Мы у себя на трибуне, на гостевом секторе вывесили баннер, там, что-то свободу греческим ультрас или там киприотским ультрас. Ну, у них какой-то был протест тогда, или что-то, ну, то есть у них как-то была сложная ситуация с допуском фанатов на стадион, и мы тогда их баннером поддержали, и, ну, это был тоже один из знаков такого респекта первого. Меня еще спрашивают про Ювентус. Есть ли какие-то отношения, симпатии, дружеские после игр, которые у нас были? Есть контакт у парней, которые занимаются проектом Лока Географик. Кстати, ну, респект я хочу выразить, ну, помимо Юнайт Саус, ну, вот этой идеей с Лока Географик, на мой взгляд, она очень много для популяризации фан-движения Локомотива в Европе делает. И как раз одним из итогов вот этой популяризации явились контакты парней с представителями Ювентуса. Но это, я так понимаю, что это такая определенная частная инициатива. Там одна группа парней общалась с другой группой парней, вот, ну, из двух движух. То есть, такого какого-то официального общения нет. Вопрос Ивану. Помню, ты делал видео в Юв свое время с Ману. Респект, это получилось круто. Не хочешь сделать что-то подобное с Бекой и Сидором? Ребята вроде позитивные. Смотрите, парни, дело не в видео. Тогда видео с Ману было приурочено к вручению стального рельса. Ману за, я не помню, за какой сезон, представители Юнайтед Саус, члены Юнайтед Саус, точнее, выбрали как человек, который завоевал стальную рельс. В этом году у нас, кстати, выиграл Дин Баринов. Я должен сказать, что это, ну, стальной рельс вручается не... Это респект по итогам сезона. То есть, он не обязательно должен выражаться за, там, голы, очки, там, и так далее. Это может выиграть игрок, который просто, ну, который просто вот заслужил. Я не знаю, может быть, там, за Баринова голосовали, потому что вот он как раз там после игр подходил к трибуне. Мотивация разная бывает. И вот тогда выиграл Фернандеш. И видео было со встречи с вручением стального рельса. Сейчас я должен сказать, что с клубом как раз мы контактировали на эту тему. И вручение будет стального рельса, я думаю, традиционно в Лок-кафе. Ну, я надеюсь, что все срастется и мы встретимся. Потому что вот Крыховяк выиграл. Ему долго не могли вручить. Ну, да, я понимаю, как это смешно звучит сейчас, но, тем не менее, мы тогда отказались от такой встречи. И, если ты помнишь, вручали там через ров. Мы этот стальной рельс спустили туда вниз. Речь какую-то я сказал с трибуны. Он там сказал в ответ. Вот. В прошлом году выиграл Черлука. И мы, ну, мы не можем никак с ним встретиться, чтобы ему передать. Но передадим. У нас были уже такие истории, когда за игроком пришлось долго, ну, то есть, долго его искать, чтобы передать остальную рельс. Вот. И я думаю, что с Бариновым будет быстрее гораздо. Ну, я думаю, что до начала сезона еще мы с ним встретимся. И, ну, будет что-то... Ну, я рассчитываю, что будет такая открытая встреча, похожая на то, что вот... Я не запомнил, как болельщику зовут. Что было с Ману. Ну, приходите на такие встречи. По-моему, еще с Кверквелли была встреча. Мне почему-то вспоминается. Да, со всеми мы... Ну, из недавнего. Мы встречаемся, да, и с Абой, и с Антоном, опять же, вот... С Антоном я не помню. Ну, была, была встреча. Ему вручали, ну, там тоже, наверное, год 4 или 5 назад. Не, я прекрасно помню, да. Вот после его возвращения из... На следующий год после Чемпионского ему вручали стальную рельс. Там все понятно. Просто я обычно смотрю эти вещи, а тут я почему-то вот у меня не вспомнилась. Так, симпатизируешь ли ты кому-то, кроме Локомотива, в России или и в Европе? Да нет, ну, слушай, я, ну, кстати, как это незабавно звучит, я послеживаю за Валенцией тоже, вот, но у меня мотивация... Я помню Валенцию как раз вот в нулевых годах, там, конца 90-х, нулевых, когда она играла в полуфиналах и финалах, вот, и все проигрывала, и мне они тогда страшно не нравились. То есть у меня как, блин, летучая мышь, вот. Но я был на Мисталье, вот, и это по духу футбольному, на мой взгляд, ну, если не самый лучший, не самый крутой, то уж точно там в топ-3, наверное, стадионов войдет, на которых я был. Я не знаю, как это передать, энергетика от стадиона прет там еще за километр, наверное, до самого стадиона, у меня захватывал дух. От стадиона, от шизы, там, от всего. И полюбил я, ну, как-то, ну, как полюбил, не то слово, но внимание мое приковала команда к себе из-за стадиона, вот. И поэтому за Валентией я посмотрю из-за стадиона. Ну, а на остальные клубы, ну, там, не знаю, я смотрю, вот, смотрю, как правило, ближе к концу сезона, как там Аполлон себя чувствует, просто чтобы понять, ну, есть ли возможность где-то там в Европе у нас не пересечься или нет. Вот. Ну, такого, чтобы я прям болел, такого нет. Ну, а в России я, не знаю, я смотрю на команды всегда с интересом, смотрю на команды, которые либо не играли еще в премьер-лиге, либо давно не играли. То есть я смотрю только с точки зрения выездов. Я как-то переживаю, чтобы там на Кубке они нам выпали или на нуле вышли в премьер-лигу. Боления, ну, вообще никакого нету. Как тебе, кстати, новички этого сезона в плане выездов и в плане, в принципе, того, насколько будет сезон интересным, да? Мы, во-первых, вернули торпеда, это всегда весело, интересно. И, во-вторых, это вот плюс Воронеж, плюс, кто у нас еще, Оренбург и все. И все. И минус, соответственно, Казань-Уфа. Как тебе такой размен? Лучше, хуже, веселее, скучнее? Казань, ну, при всем там, при всех наших вроде нормальных отношениях с болельщиками Рубина и при всем, при том, что у меня к Казани, к городу вопросов никаких особо нету. Именно футбольный клуб Рубин ненавижу со времен позорного вот этого гола Евсикова ворота ЦСКА, то есть автогола, так называемого случайного автогола. Ненавижу Рубин с тех пор, желал им всегда вылета, ненавижу за их золото первое, второе, ладно, нормально, первое, покупное вот это золото. Поэтому всегда желал им поражения, ждал с нетерпением, когда же они вылетят, наконец. Вот, поэтому прям очень рад, если говорить про Уфу, ну, ничего такого плохого в том, что они вылетели, не вижу. Ну, отдохнут немножко, потом вернутся. Вот. Ну, если вернулся, если нет, то и ладно. Я очень рад, что в Воронеж вернулся. Я искренне надеюсь, что играть мы будем на профсоюзах, ну, то есть в Воронеже. Очень хотелось бы, чтобы играли именно там, чтобы их допустили там и так далее. Вот. Естественно, естественно, торпеда – это важнейший подарок для всех фанатов локомотива. Это большие проблемы для серых правоохранителей. Вот. Но, ну, я не знаю, кто как относится к вот этому знаменитому матерному дерби, как его принято сейчас называть. Вот. Ну, на мой взгляд, это вообще, ну, приятнейшая атмосфера была тогда. И, ну, для локомотива важно таких соперников иметь. Поэтому, конечно, очень здорово, что они вернулись. И, ну, я помню, наши дерби в Лужниках было так себе, я надеюсь, теперь, ну, потому что было мало народу и у них, у нас. Вот. Я надеюсь, что сейчас это будет гораздо интереснее и гораздо заметнее. Вот. И, ну, конечно, я рассчитываю, что... Я вот и тогда хотел, чтобы они вышли ровно вот так, как получилось. Чтобы они поднялись. Мы их оба раза наказали. И чтобы они вылетели нафиг. Вот. Чтобы, ну, вот прям просто... Ну-ка, идите-ка сюда. Вот. И, ну, сейчас приблизительно того же самого хотелось бы. Вот они сейчас поднялись. Две победы и шестнадцатое место. Спасибо. Приходите еще. Года через три-четыре. Вот. Я всех болельщиков «Локомотива» поздравляю с этим дерби. Это, ну, это важнейшее событие для, в принципе, для фанатов обоих клубов и для фанатов «Локомотива». Ну, вы хоть все встряхнетесь немножко. Вот. И если говорить про Оренбург, я очень рад за Леху Миронову. Мы за ним отдельно смотрим, переживаем. Вообще, в 2015-м... Не факт, что он будет в Оренбурге. Что? Не факт, что он в Оренбурге будет. Ну, не факт. Ну, не факт. Посмотрим. В 2015-м году, я не помню почему, но почему так случилось, что вот мы начали ходить с парнями на молодежку и как-то всех там активно называть. И как раз, ну, мы ходили там на разные возраста, но особенно вот приглянулся нам 2000-й год. И я даже ездил на пару выездов за них, на соревнования там какие-то, вот эти, чемпионат России, который в Сочи в Хосте проводился. Вот. И, ну, мы стали общаться с парнями, и мы даже их приглашали на трибуну. Ну, они, ну, есть, есть матч, есть, точнее, фотка у нас, где мы вместе на Юге-3. Внизу смотрим футбол. Это разрешение тренеров, собственно говоря, с ними общались, договаривались, что, ну, что они отпустят парней. Все по честным, по билетам делали там и так далее. Вот. И я все жду, когда кто-то, ну, Карапузов, понятное дело, что достаточно давно уже играет в премьер-лиге. Вот. Но я все жду, что кто-то вот из этого поколения сыграет за локомотив для того, чтобы мы этот фото могли опубликовать и сказать, что вот, смотрите, парни, парни-то наши. Вот. Вот, вон, чувак, вот. И мы общаемся, кстати, еще с, ну, как общаемся, переписываемся там периодически с, господи, у меня вылетело из главы, вратарь за «Спартак-2». Ботнер. Ботнер. Нет, не Ботнер. Шитов. Да нет. Шитов, да, точно. Антон, вот. Тоже на респекте. Да-да-да. И, ну, вот он, Леха, ну, они понимают, что такое вообще фанатизм, как фанаты, ну, важны для клуба и так далее. Вот. И, ну, короче, вот приятно парней из, ну, Карапузова того же самого, приятно видеть на поле, потому что это, ну, как будто бы как, не знаю, как наши воспитанники. Такие, знаешь, вот, ну, наши именно как болельщики, потому что мы, я там родителей некоторых в лицо уже так вот знал, я на некоторых играх их видел. Вот. Прикольно. И, ну, скажем так, они нас научили, в принципе, следить за юношеским футболом. Ну, это круто, интересно, и, очевидно, ну, у нас скоро, вот, нам придется больше на юношеский футбол ходить, чем на взрослый. Вот. И поэтому Оренбургу, как город мне не очень он, ну, уж простите, я знаю, что у нас хорошие отношения там с парнями из Оренбурга, и там хорошая ячейка болельщиков локомотива, большая, достаточно внушительная. Вот, ну, не знаю, мне, я там был один раз на кубковом выезде, мне что-то город вообще, ну, вообще не понравился, ну, никакого, там, впечатления он на меня такого прям классного не произвел. Ну, не знаю, с удовольствием съезжу и посмотрю, и поменяю свое мнение, как раз напишу в записках, вот, в телеграме своем, если там что-то поменялось. Не даром, не даром даже Палыч из Оренбурга в три года уехал. Про молодых добро пожаловать в мою жизнь. Собственно, давно этим занимаюсь, давно практикую и те же самые эмоции испытываю. Конечно, когда человек, которого ты видел там 13-летним, 14-летним, который взрослел на твоих глазах, а потом выходит на поле, это совершенно вообще ни с чем не сравнимое удовольствие. Поэтому, в том числе, всех призываю смотреть матчи Академии. Сейчас есть UFL, которую достаточно легко смотреть. Там интересные матчи, интересные ребята. Если уж не на стадионе, то хотя бы по телевизору, потому что, ну, это действительно круто. Давай последнее. Посмотрите обзор голов вот этого сезона. Там, блин, все станет понятно. Ну, просто посмотреть, какие парни забивают банки. Это же просто, там не только Раков, ладно, Раков, там вот 15-й номер, не знаю, кто это. Блин, таких, ну, вот в этой нарезке, там на 7 минут, там две таких плюхи положены. Я просто смотрю, вот так вот за голову хватает. Блин, это локомотив, ребята. Вот, так что... Дай бог, дай бог. Этот сезон, вот следующий сезон, я так надеюсь, что многих возьмут в молодежку. Будет большое обновление, и я с большим нетерпением всего этого жду. Последняя тема, которую вот прям нужно обсудить, которую хочется и нужно обсудить, это введение в Fan ID и отношение локомотива к этому, как United South отношение к клубу, к этому отношению. И вот еще есть вопросы с чата, тех нахуенно, возможно, как-то с этим все же связано, может быть, нет. По поводу абонементов на сезон, будет ли заявление от Юга выкупать, не выкупать, в том числе вот по этому поводу. А был еще до этого вопрос, что делать с выездами, так как на некоторых стадионах этот Fan ID вроде как все-таки вводят с этого сезона. Заявление будет. Сейчас United South собирался на днях и обсуждал, что... Ну, мы обсудили наш взгляд на ситуацию, что мы будем делать и к чему мы будем призывать всех. Сейчас необходимо будет, очевидно, встретиться с остальными группами и с ними как-то проговорить. Ну, то есть мы им наш концепт предложим, того, что мы будем делать. В Fan ID никто оформлять не будет и мы против введения Fan ID. Здесь ничего не меняется и я заранее могу сказать, что те, кто будут оформлять Fan ID, ну, вряд ли мы будем рады таким ребятам. Потому что сейчас это важная, единая для всех тема и это не та ситуация, когда надо будет сказать, что, ну, может быть, что-то будет хорошее. Как там, не знаю, про Кикнадзе, например, вот некоторые говорили, что, ну, вот, давайте под другим углом посмотрим. Никакого другого угла быть здесь не должно. Ну, при всей, там, демократии и так далее. Хотите оформить Fan ID, ну, блин, к сожалению, тогда наше общение будет закончено с вами. Вот. И, ну, это, там, это не угроза, да, это просто как, ну, с чего бы вдруг, это просто как констатация. Вот. Адекватные люди, по-моему, все все понимают и никакого Fan ID уже вводиться не должно. Тем не менее, ну, точнее, оформляться не должно. Тем не менее, по тому, что мы будем делать и как мы будем, там, поступать с абонементами, как мы будем поступать с выездами, вот, с вот этими городами. Повторюсь, внутри Юнайтсос мы это уже обсудили. Теперь мы должны будем это обсудить с другими парнями, с другими объединениями. И после этого, ну, договоримся мы или не договоримся, мы после этого опубликуем заявление по тому, что мы будем делать. Это будет либо единое заявление от всех, либо это будет, ну, потому что, может быть, что-то парни там, ну, может, у них какой-нибудь свой взгляд. Ну, мы знаем, что, например, там, часть силовой блок, да, так называемый, ну, парни уже заявляли свою позицию, что они не ходят на стадион. Ну, и там, ну, почти на 98% так и происходит. Они действительно с зимы на стадион не ходят уже сразу. Поэтому я думаю, что у нас здесь в этом смысле с ними там сильно отличаться точкой зрения не будет происходящее. По абонементам сложно говорить сейчас, потому что почему-то клуб молчит. То есть кулуарно нам говорят, никто не хочет фан-иде, все пытаются оттянуть. Более того, у меня была такая информация не от нашего клуба, что фан-иде не примут вообще. Но, к сожалению, вот мы видим, что движение пошло все-таки. То есть, ну, информация была такая, что этот вопрос замыли. Там, его вроде убирали из всех интервью. А когда мы начинали об этом говорить, журналисты говорили, блин, сейчас мы про это не говорим. Вот, потому что, ну, типа, надо сделать так, чтобы все затихло и все, его не будет. Ну, затихло и затихло, ладно. Вот, но нет, вот мы видим, сейчас движение опять пошло, опять новости какие-то. Клуб молчит, для меня это странно. Мы просили клуб, чтобы он как-то, ну, публично заявил свою позицию. И, как, например, Динамо тоже самое делает, или там ЦСКА. Вот, и, ну, Динамо уже, насколько я понял их ситуацию, они уже продают абонемент только на полсезона. Вот, понимая, что, ну, что есть, вот, вероятность того, что с зимы, ну, точнее, с весны фан-ид будет введен, в том числе и на Динамо, они продают сейчас абонемент только на первую часть сезона. Локомотив почему-то молчит, не знаю, не выходит на связь с нами. Ну, это, там, я не жалуюсь, я просто, ну, опять же, просто, ну, мне кажется, что уже пора бы вообще-то озаботиться этим вопросом. И, ну, не знаю, как, вот, после сезона, когда мы, там, чемпионами стали, вот, мы говорили, что, ну, одно из предложений разумных, на мой взгляд, которые мы озвучили, говорили, ребята, последний матч сезона прям сразу вы на стадионе могли объявить. А сейчас вы можете пойти и оформить абонемент на следующий сезон. И вы продали бы абонементов, с Уфой, по-моему, последняя игра была, вот, в чемпионском сезоне. Нет, смотри, в чемпионском сезоне последняя домашка, это была Зенит, а после этого играли на выезде с Тулой. А, ну, может быть. Может, в последней домашке мы стали чемпионами. Ну, окей. Но объявить-то все равно можно было, никто этого не мешал, и я тоже очень сильно бомбил, потому что я прям уже, вот, я готов заплатить деньги, давайте, вот, мне абонемент. А в итоге они прождали весь чемпионат мира, там еще половину июля, там уже пошли разговоры о конфликте Герку с Семеном, и я что-то такое, ну, отлично, съезжу еще на какой-нибудь выезд, на эти деньги. То же самое, то же самое мы им говорили, ну, там, я абонемент все равно, я покупаю, вот, там, с какого, 99-го или с 2000-го года, я не помню, ну, прям вот сразу, как я стал ходить, практически, и, ну, там, я его покупал, там, и покупаю в любом случае. То есть, если сейчас на полсезона его сделают, ну, ну, значит, на полсезона, что поделать, вот, но, ну, клубу, по идее, уже надо было начать шевелиться на эту тему, потому что, ну, сколько там, месяц до старта чемпионата, вот, ну, а мы, если клуб ничего так и не скажет до этого, ну, значит, мы без клуба объявим свою позицию, что мы по этому поводу думаем. Но сейчас повторюсь, по найди, ну, очевидно, оформлять никто из фанатов не намерен, и, ну, не знаю, я других мнений не слышал пока что. Респект, я, кстати, сегодня читал, или вчера читал, ну, короче, что, ну, какие-то вот эти вот юления, вот там вот в думе, они идут, и было что-то типа того, что, ну, пока еще мы не определили, будем ли мы на РПЛ. его вводить, то есть закон принят, но в этом законе нужно еще определять, на какие соревнования мы его будем применять. Вот на суперкубок мы его, очевидно, применять не будем, а вот на РПЛ пока еще думаем, надо применять или не надо применять. В общем, короче, вот такие вот какие-то странные брожения. Может быть, клуб поэтому, типа, пытается, типа, как можно больше затянуть, чтобы, а вдруг, а вдруг пронесет, а вдруг не нужно будет и говорить ничего, и не попадать там в эту когорту, что тебе будут потом звонить всякие нехорошие люди и говорить, что вы там несете. И при этом не будет никакого фан-идеи, и болельщики будут тоже более-менее довольны. Ну, такая вот позиция ничего не говорильщиков, не самая приятная, прямо скажем. Ну, наверное, ну, не знаю, мне кажется уже какая-то, ну, сейчас такой момент, когда уже пора какую-то позицию все-таки заявить. Ну, то есть понятно, почему вы молчали там год назад, но сейчас уже, ну, уже, ну, нет смысла молчать, сейчас уже есть, ну, надо что-то говорить, вот, а они молчат. Для меня странно, не знаю. Окей, с этой ситуацией вроде как прояснили, тогда ждем уже комплексного заявления United South, болельщиков, тогда будет понятно, что как с абонементами. Давай тогда совсем последний вопрос. На следующий сезон цели твои личные и для клуба, что посчитаешь хорошим сезоном 2022-2023, что должно случиться на футбольном поле, за его пределами, ну, вот, какие-то такие вещи, которые для тебя важны в следующий год. Локомотив должен выйти в Еврокубки, сыграть в них, выиграть, одержать несколько побед. Ну, нет, понятное дело, что сейчас вот этот сезон, который можно было перетерпеть, который можно было, по итогам, который можно было, типа, с пониманием там, с определенным отнестись к тому, что происходило, хотя, ну, вопросов на самом деле много, да, и у нас вот там, ну, мы с тобой уже это все обсуждали, тренер там, стратегии и так далее. Вот. Мне понравилось, что все уже, кто только можно заявил, что все, экспериментальный сезон закончился, сейчас мы будем показывать результаты. Вот. Это дает возможность спрашивать уже по-взрослому, по-серьезному, ну, тем более, ну, как бы, мне кажется, уже списывать на какие-то экстренные ситуации, там, на форс-мажор уже точно не получится, потому что, ну, вот, всякие форс-мажоры мы уже поиспытывали в этом сезоне. Ну, мы и как клуб, и РППЛ, да, как соревнования само. Вот. Поэтому в следующем сезоне я хочу увидеть, как вот эта вот стратегия работает, ну, то есть результаты самые главные. Поэтому, ну, место, если бы были Еврокубки, ну, наверное, можно было бы про Еврокубки говорить, но объективно, конечно, хочется места в тройке, вот. Хочется у нас в следующем году по графику кубок, вот, потому что, ну, нечетный год, и, ну, извините, пожалуйста, но уже других тут вариантов мы не рассматриваем. Вот. Ну, то есть, сейчас в следующем сезоне никаких, ну, никакого, там, переходного периода быть не должно. И, конечно, про результат, если говорить мне, хотелось бы, чтобы, если у нас, условно, по итогу будет все-таки третье место, например, да, чтобы это было не такое третье место, как у Динамо, вот. Когда они, ну, обосрались там весной, и уже, ну, это какая-то грусть была, они, ну, не знаю, я бы вот такой бронзе не радовался. Когда у нас, помнишь, при Кучуке, когда была бронза, которой никто особо рад не был. Я после этой бронзы на пять дней уехал отдыхать в Испанию, и на две недели вообще из всех соцсетей выпилился. Такая вот радость была. Вот, вот такого не хочется. То есть, мне хочется, чтобы бронза была такая, которая, ну, если это будет бронза, а не серебро или не золото. Ну, короче, хочется, чтобы в конце сезона то место, которое мы займем, чтобы оно воспринималось как прям, ух, класс, суперрезультат. Мы вот там смогли куда-то вот там забраться, а еще даже вот еще, может быть, еще даже чуть-чуть бы, и мы бы вообще там супер, не знаю, там, губль сделали. По сути, как с Николичем было, да, вот в этот сезон. То есть, когда мы поднялись, там, 13 побед подряд, кубок выиграли, и в конце сезона ты ощущаешь себя счастливым. Да, 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 согласен. Ну, вот, хочется, чтобы вот эмоции такие были. У меня в конце этого сезона, повторюсь, мне прям трясло просто на матче с Динамо от эмоций. У меня очень давно таких эмоций не было, когда у меня, ну, у меня со чемпионского сезона не было таких вот эмоций, когда меня прям просто трясло от того, что мы там вытворяем, да, и с точки зрения игры, с точки зрения сплоченности, и с точки зрения голов забитых. Если бы мы выиграли, я думаю, что, ну, это вообще там во многом, наверное, перевернуло бы, в принципе, отношение к происходящему. Вот. И мне хотелось бы, чтобы вот, ну, таких эмоций было бы сильно больше, ну, только с, там, совсем положительным итогом. И, ну, чтобы результат, о котором не приходилось, не приходилось там всякие говорить, блин, ну, вот, там, понимаешь, как закатывать глаза и что-то искать там, ну, сейчас я найду что-то положительное вот в этом происходящем. Вот. Сейчас уже точно нужен результат. И плюс мне, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, я уже сказал, отдельно переживаю, болею за молодежь, за нашу, чтобы они господину Рангеньку вообще показали, есть у нас все-таки там воспитанники нормальные в системе клуба или нет. Вот. Буду за них болеть. Ну, и буду, естественно, переживать за... Ну, вот я сказал, что у меня есть ощущение, что парни мужают, и команда становится командой. Вот. Я хочу эту команду сейчас, теперь уже увидеть. Вот. Я знаю, что там определенные... Там есть, в общем, пара моментов, которые команде надо внутри, между собой обсудить, решить, чтобы, ну, чтобы уж окончательно прям действительно команда командой стала. Вот. Я надеюсь, что это произойдет вот сейчас, до еще начала. И, ну, хочется выходных ждать прям вот, ну, чтобы прям потряхивало, что, блин, скорее бы выходные. Эх, чтобы вот футбольщик посмотреть. Вот. И я, конечно, хотел бы выездов классных нам всем пожелать. Вот. Но я уж не понимаю, там, с кубком мы опять, наверное, с одной восьмой, с домашнего матча стартуруем. То есть вот эта скука-то. Вот. А на кубок РПЛ вот этот, ну, там, блин, те же самые выезды. Я так понимаю, что нет. Я так понимаю, что от формата Кубка России не отказываются. А так как мы заняли шестое, не Еврокубковое место, то мы попадем в группы, где у нас будут матчи с командами вплоть до второго дивизиона. Ну, как вот в этом году были, да, что команды, которые не попадают в Еврокубки, они играют там в группах с совсем странными командами. Как Ростов там с Чайкой играл, Краснодар там с Кубанью играл и так далее. Вот. А кто же шестое место? Там же шесть команд должны... Ну, это они разыграют. Ну, типа быть избавленными. Это они придумают, как это сделать. Но вроде как нравится им эта система с Кубком. Хотя сейчас сложно что-то говорить про РФС. Они до сих пор не понимают, как они будут ФНЛ играть, как они будут ПФЛ играть. Календаря до сих пор нет уже месяц до начала соревнований. Календаря нет. Короче, много вопросов. Но вроде как... Ну, и опять же, даже неизвестно, будет ли Кубок РПЛ, который это отдельная вообще вещь, которую тоже хотят сделать. То ли в Лиге чемпионском формате, то ли с двойным выбыванием. Короче, будем смотреть на все это. У меня весной было это ощущение ожидания выходных. Мне очень хотелось каждый следующий матч. Были определенные провалы, как после Ростова. Да, вот там же это все наслоилось. Когда вдруг неожиданно убирают Ласькова-Хапова. После победы над Спартаком едут в Ростов. И там 1-4. И ты понимаешь, ну и на кой черт вообще все это нужно? Опять вот в очередную эту эмоциональную яму падаешь. Но потом более-менее выбрались. Более-менее снова вот матч с Динамо. Хотел осмотреть матч с Крыльем Советов. Хотел осмотреть, хотя понимаешь, что они вообще ничего не решают. И раньше такие матчи можно было даже и пропустить, и вообще не смотреть. Вот у меня бывало такое, когда мы занимаем седьмые места. И понимаешь, что последний матч ничего не решает. И вдруг находится какое-нибудь суперважное дело вместо этого. А здесь нет. Здесь прям Крылья Советов с большим желанием смотрел. И сейчас очень хочется, во-первых, и сезон основной команды посмотреть, что это будет, как это будет. Будет ли хоть какая-нибудь наконец-то уже уверенная победа Локомотива, которой я, честно говоря, немножечко заждался. Последний разгром был год назад и то в кубках, и в чемпионате с Тамбовом. И молодежный футбол меня очень сильно в этом году будет интересовать. Вот этот переходный период и 2005 год, который будет заходить в молодежную команду. Прямо с большим-большим нетерпением жду. Мне очень интересно, как это все будет происходить. Все, кажется? Кажется, все, что я хотел... Будем гонять на них, очевидно. И опять же, даже неизвестно, что будет с молодежным первенством, потому что по нему тоже ходят вопросы, что его хотят реформировать, что хотят сделать из молодежного первенства UFL, сделать какой-то отдельный турнир по типу дублеров, где будут другие правила, а не U19. Короче, ничего не понятно, очень интересно. И ждем новостей по формату проведения всего этого. Раньше я с большим удовольствием гонял на выезд, перед которым, ты знаешь, что за сутки будет матч молодежной команды, и ты заранее приезжаешь, едешь в Ростов, а молодежка у Ростова играет где-то там в 30 километрах от Ростова. Да-да, я ездил. Тоже ездил, и едешь тут. У меня было даже, знаешь, извини, что я тебе перебиваю, у меня было даже несколько выездов, когда я на молодежку попадал, а на основу не попадал. И там по-разному складывалось. Мы так в Питер стали ездить после того первого нашего выезда в Санкт-Петербург, после которого нас 40 минут катали в автобусе, где, наверное, человек 100 разместили. Приятная экскурсия по Петербургу. Привезли на вокзал, а у нас билеты, ну, где-то там в 2 часа ночи, а время там 6 вечера, условно говоря, и нас замечательные правоохранительные органы не выпускают. И пока мы не доказали им, что вообще-то у нас там вещи в какой-то гостинице придуманы только что, они нас оттуда так и не выпускали. Короче, мы решили, что на Петровске мы больше ходить не будем, а вот на молодежку можно. Поэтому мы приезжали, ходили на молодежку, а матч смотрели где-то в баре на Невском. Ну, вот такие казусы были в нашей жизни. Если нечего больше сказать по тому, что ты сам бы хотел сказать, я думаю, что мы с тобой уже часов 5 общаемся, 4. Спасибо огромное, спасибо огромное, было суперинтересно, очень много полезного, важного узнал по тому, что происходило в «Локомотиве», в том числе за закрытыми дверьми, про которые клуб ничего не собирался рассказывать. Такие страшные секреты утаивал от нас. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы с тобой еще когда-нибудь тоже подкастик запишем в более счастливые, добрые времена. И более сжато. Я хотел сказать… Сам виноват. Да, нет, все нормально. Я уже просто… Если бы мы пораньше с тобой собирались, я мог бы еще более энергично рассказывать. У меня сегодня такой длинный день был. Я хотел тебе респект выразить за то, что ты делаешь. Это важно. Важно про «Локомотив» создавать контент. Я такой же респект хотел бы парням из «Локоподкаста». Саня, не журналисту Иванову, со всем его бубнежом. Ну и в общем всем, кто пишет про «Локомотив», рассказывает про «Локомотив», мои респекты. Отдельный респект тем, кто занимается поддержкой «Юнайт Саус» и остальным активным группам. И я хочу еще раз всех призвать приходить на стадион, пока это можно, пока у нас по найдению введен. Приходите, поддерживайте парней, приходите, поддерживайте молодые команды. Парни это знают, видят, любят, ценят. И, ну в общем, пока и куда можно приезжать, надо приезжать, показываться команде. Для них это всегда важно. Давайте поддерживать и прославлять «Локомотив» везде, где это только можно. Мы самый крутой, самый модный, самый непростой клуб и движ страны. Это очевидно. Надо гордиться тем, что вы болеете за такой большой клуб. В общем, всем нам респектов и всем нам побед. И я надеюсь, что у нас поменьше будет поводов для того, чтобы задаваться вопросом, стоит ли сейчас протестовать или нет. Я нам всем желаю, в общем, чтобы этот вопрос как-то из нашей повестки вообще ушел. Хотелось бы, хотелось бы. Спасибо большое за теплые слова. Присоединяюсь, кстати, к словам про тех ребят, которые создают контент. Нас не так много, к сожалению. Хотелось бы гораздо больше. Как я часто говорил о том, что если бы было много людей, которые бы создавали контент, я бы, например, контент не создавал. Я начал его делать только потому, что мне жутко, дико не хватает потребления контентов от людей заинтересованных, от тех, кто любит «Локомотив», а не от Матч ТВ, которые и прочих журналистов, которые просто штампами, штампами, штампами грузят, вообще не вникая в суть и повестку. Так что всем, 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 даже тем, с чьей позицией я не согласен, все равно выражаю респекты. Все, спасибо огромное. И тебе пока. Отпускаю тебя домой, я так понимаю. Зрителям тоже. Пока.